Балапандита сутта, глупцы и мудрецы. МН 129. Содержание, глупец. От. Мир животных. Мудрец. Небесный мир и царь мир одержится. Четыре вида благосостояния. Так я слышал. Однажды Благословенный проживал в Савайтхи в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. Там Благословенный обратился к монахам так, монахи. Учитель. Ответили они. Благословенный сказал следующий, монахи, есть эти три характеристики глупца. Три. Признака глупца. Три. Черты глупца. Какие три? Глупец. Это тот, кто обдумывает плохие мысли, говорит плохие слова, совершает плохие поступки. Если бы глупец не был бы таким, то как мудрец узнал бы о нем следующий, это человек, глупец, нечистый человек? Но поскольку глупец, это тот, кто обдумывает плохие мысли, говорит плохие слова, совершает плохие поступки, мудрец знает о нем следующий, это человек, глупец, нечистый человек. Глупец-трояка чувствует боль и он и не здесь и сейчас. Если глупец сидит в собрании или на улице или на площади, и люди там обсуждают некие уместные и значимые дела, то тогда, если глупец – это тот, кто убивает живых существ, берет то, что не дано, неподобающе ведет себя в чувственных удовольствиях, лжет, потакает вину, спиртному, одурманивающим веществам, что являются основой для беспечности, то он думает, эти люди обсуждают некие уместные и значимые дела. Во мне есть эти вещи, и, другие, видели, что я опускаюсь в эти вещи. Таков первый вид боли и уныния, который чувствует глупец здесь и сейчас. Далее, когда ловит вора, преступника, глупец видит, как цари подвергают его многочисленным видам пыток. Они приказывают хлестать его кнутами, бить бамбуком, бить дубинами, отрезать ему руки, отрезать ему ноги, отрезать ему руки и ноги, отрезать ему уши, отрезать ему нос, отрезать ему уши и нос. Они приказывают подвергнуть его, пытки под названием, котел с кашей, бритье, до состояния, отполированной раковины, рот раху, огненный венок, пылающая длань, лезвие трофы, одежда из коры, антилопа, мясные крюки, монеты, пикиливание щелоком, крутящийся штифт, свернутый матрац. Они приказывают облить его кипящим маслом, приказывают отдать на растерзание собакам, приказывают насадить его заживо на кол, приказывают отрубить ему голову мечом. И тогда глупец думает так, из-за таких плохих поступков как и те, когда ловит вора, преступника, цари подвергают его многочисленным видам пыток, отрубить ему голову мечом. Во мне есть эти вещи, и, другие, видели, что я опускаюсь в эти вещи. Таков второй вид боли и уныния, который чувствует глупец здесь и сейчас. Далее, когда глупец, сидит, на своем стуле, лежит, на своей кровати, или отдыхает на земле, то плохие поступки, которые он совершил в прошлом, его неблагое телесное, словесное, умственное поведение, накрывают его, покрывают его, окутывают его. Подобно тому, как тень огромной горной вершины вечером накрывает, покрывает, окутывает землю, то точно так же, когда глупец, сидит, на своем стуле, окутывают его. И тогда глупец думает так, я не совершал хорошего, я не делал благого, я не создал для себя укрытие от мучений. Я делал плохое, делал жестокое, делал нечистое. Когда я умру, я отправлюсь в дел тех, кто не делал хорошего, делал нечистое. Он печалится, горюет и плачет, бьет себя в груди, становится обезумевшим. Таков третий вид боли и уныния, который чувствует глупец здесь и сейчас. Глупец, который предавался неблагому поведению телом, речью, умом, с распадом тела, после смерти, перерождается в состоянии лишений, в несчастливом уделе, даже в аду. Если бы кто-либо правдиво говорил бы о чем-либо, это всецело нежеланное, всецело нежелоемое, всецело неприятное, то именно Абаден, говоря правдиво, сказал бы так, ведь даже трудно привести сравнение, для описания, страданий в аду. Когда так было сказано, монах спросил благословенного, но, учитель, можно ли привести сравнение? Можно, монах сказал благословенный. Монахи, представьте, как если бы арестовали вора, преступника, и привели бы его к царю, сказав, «Ваше Величество, это человек, вор, преступник. Наложите на него такое наказание, которое сочтете нужным». Царь сказал бы, «Утром идите ударьте его сотней копий». Утром его бы ударили сотней копий. Тогда днем царь спросил бы, почтенные, что с тем человеком? Ему бы ответили, «Еще жив, Ваше Величество». Царь бы тогда сказал, «Идите и днем ударьте его еще одной сотней копий». Тогда днем они бы ударили его еще одной сотней копий. Вечером царь бы спросил, почтенные, что с тем человеком? Они бы ответили, «Все еще жив, Ваше Величество». Царь бы тогда сказал, «Идите и вечером ударьте его еще одной сотней копий». Тогда вечером они ударили бы его еще одной сотней копий. Как вы думаете, монахи, из-за удара тремя сотнями копий ощущал бы этот человек боли и унынии? Учитель, даже если бы его ударили одним копьем, он ощущал бы боли и унынии, что уж говорить про триста копий. И затем, взяв небольшой камень размером с его ладонь, благословенный обратился к монахам так, «Как вы думаете, монахи, что больше, этот небольшой камень размером с мою ладонь, который я взял, или же Гималайя, царь всех гор? Учитель, небольшой камень размером с ладонь, который благословенный взял, в сравнении с Гималаями, царем всех гор, даже не идет в расчет, не выдерживает никакого сопоставления, не может сравниться даже с частью, страданий в аду. Точно так же, монахи, боль и уныние, которые бы человек пережил из-за удара тремя сотнями копий, в сравнении с адов даже не идут в расчет, не выдерживают никакого сопоставления, не могут сравниться даже с частью, страданий в аду. Стражи ада пытают его пятичастным прокалыванием. Они загоняют раскаленный железный пруд в одну руку, загоняют раскаленный железный пруд в другую руку, ногу, другую ногу, в середину через грудь. Он чувствует раздирающие, острые, пронзающие чувства. Но все же он не умирает, покуда плохой поступок не стащит своего результата. Затем стражи ада бросают его на землю и срезают кожу топорами. Он чувствует раздирающие, острые, пронзающие чувства. Но все же он не умирает, покуда плохой поступок не стащит своего результата. Затем стражи ада переворачивают его вверх тормашками и срезают кожу тисоками. Он чувствует раздирающие, острые, пронзающие чувства. Но все же он не умирает, покуда плохой поступок не стащит своего результата. Затем Стражи Ада привязывают его к колеснице и возят его взад и вперед по земле, которая горит, пылает, полыхает. Он чувствует раздирающие, острые, пронзающие чувства. Но все же он не умирает, покуда плохой поступок не стащит своего результата. Затем Стражи Ада заставляют его взбираться на огромную груду углей, которые горят, пылают, полыхают. Он чувствует раздирающие, острые, пронзающие чувства. Но все же он не умирает, покуда плохой поступок не стащит своего результата. Затем стража наберут его за ноги и головой окунают в раскаленный железный котел, который горит, пылает, полыхает. Пока он варится там бурлящей пени, он иногда всплывает, иногда тонет, иногда перемещается, по поверхности, один. Он чувствует раздирающие, острые, пронзающие чувства. Но все же он не умирает, покуда плохой поступок не стащит своего результата. Затем стражи ада бросают его в великий ад. И вот что касается великого ада, монахи, четыре в нем угла. Построен он с дверями четырьмя по каждой из сторон. Заделан он железом всюду и везде, как и с железной крышей сверху он закрыт. И пол в нем из железа, раскаленный до красна, длиной он в сотни уликах покрывает целиком. Монахи, я мог бы многими способами рассказать вам об аде. Настолько многими, что трудно завершить описание страданий в аду, два. Мир животных. Монахи, есть животные, которые кормятся травой. Они едят, обрывая свежую или сухую траву своими зубами. И какие животные кормятся травой? Лошади, рогатый скот, ослы, козы, олени и другие подобные животные. Глупец, который прежде наслаждался вкусами здесь, в этой жизни, и здесь совершал плохие поступки, с распадом тела, после смерти, перерождается среди животных, которые кормятся травой. Есть животные, которые кормятся фекалиями. Они чуют фекалии издали и бегут к ним, думая, мы можем поесть, мы можем поесть. Точно брахманы, которые бегут на запах жертвоприношений, думая, мы сможем там поесть, мы сможем там поесть. Так эти животные, которые кормятся фекалиями, чуют фекалии издали и бегут к ним, думая, мы можем поесть, мы можем поесть. И какие животные кормятся фекалиями? Домашняя птица, свиньи, собаки, шакалы, и другие подобные животные. Глупец, который прежде наслаждался вкусами здесь, в этой жизни, и здесь совершал плохие поступки, с распадом тела, после смерти, перерождается среди животных, которые кормятся фекалиями. Есть животные, которые рождаются, стареют, умирают в темноте. И какие животные рождаются, стареют, умирают в темноте? Мотыльки, личинки, земляные черви, и другие такие животные. Глупец, который прежде наслаждался вкусами здесь, в этой жизни, и здесь совершал плохие поступки, с распадом тела, после смерти, перерождается среди животных, которые умирают в темноте. Есть животные, которые рождаются, стареют, умирают в воде. И какие животные рождаются, стареют, умирают в воде? Рыбы, черепахи, крокодилы, и другие такие животные. Глупец, который прежде наслаждался вкусами здесь, в этой жизни, и здесь совершал плохие поступки, с распадом тела, после смерти, перерождается среди животных, которые умирают в воде. Есть животные, которые рождаются, стареют, умирают в нечистотах. И какие животные рождаются, стареют, умирают в нечистотах? Это те животные, которые рождаются, стареют, умирают в гнилой рыбе, в гнилом трупе, в гнилой каше, в отходной яме, в канализации. Глупец, который прежде наслаждался вкусами здесь, в этой жизни, и здесь совершал плохие поступки, с распадом тела, после смерти, перерождается среди животных, которые умирают в нечистотах. Монахи, я мог бы многими способами рассказать вам о мире животных. Настолько многими, что трудно завершить описание страданий в мире животных. Монахи, представьте, как если бы человек бросил бы Эрмо с единственным отверстием в нем в море. Восточный ветер нес бы Эрмо на запад, западный ветер нес бы его на восток, северный ветер – на юг, а южный – на север. И представьте, что там была бы слепая морская черепаха, которая всплывала бы на поверхность один раз в сто лет. Как вы думаете, монахи, могла бы эта слепая черепаха просунуть голову в Эрмо с единственным отверстием в нем? Если бы даже ей это удалось, учитель, то это произошло бы через очень долгое время. Монахи, быстрее эта слепая черепаха сумела бы просунуть голову в Эрмо с единственным отверстием в нем, чем дурак, который однажды отправился в погибель Нижних Миров, смог обрести бы вновь человеческое состояние. И почему? Потому что, там, в Нижних Мирах, нет практики Дхаммы, нет практики праведного, нет дела неблагого, нет совершения заслуг. Там торжествует пожирание друг друга, убийство, сильным, слабого. 3. Если в то или иное время, по прошествии долгого времени, этот глупец возвращается в человеческое существование, то он перерождается в низшей семье, в семье неприкасаемых или охотников, собирателей бамбука, изготовителей повозок, мусорщиков, то есть семья, которая бедная, в которой мало питья и еды, которая выживает с трудом, в которой едва находится еда и одежда. И он будет уродливым, непривлекательным, деформированным, больным, слепым, калекой, хромым, парализованным. Он не будет получать еду, напитки, одежду, средства передвижения, гирлянды, благовония и мази, постели, жилища, светильники. Он будет вести себя неподобающе телом, речью, умом, и сделав так, после распада тела, после смерти, он переродится в состояние лишений, в несчастливом уделе, в погибели, даже в аду. Монахи, представьте игрока на деньги, который с первым же неудачным броском потерял бы своих детей и жену, все свое имущество, и более того, попал бы в подневольность сам. Все же, такой, его, неудачный бросок, мелочный. Куда больше неудачный бросок, когда глупец, который неподобающе ведет себя телом, речью, умом, после распада тела, после смерти, перерождается в состоянии лишений, в несчастливом уделе, в погибели, даже в аду. Это, полное совершенство степени глупца. Монахи, есть эти три характеристики мудреца, три, признака мудреца, три, черты мудреца. Какие три? Мудрец, это тот, кто обдумывает благие мысли, говорит благие слова, совершает благие поступки. Если бы мудрец не был бы таким, то как, другой, мудрец и узнал бы о нем следующий, это человек. Мудрый, чистый человек. Но поскольку мудрец, это тот, кто обдумывает благие мысли, говорит благие слова, совершает благие поступки, другой, мудрец знает о нем следующий, это человек, мудрец, чистый человек. Мудрец-трояка чувствует счастье и радость здесь и сейчас. Если мудрец сидит в собрании или на улице или на площади, и люди там обсуждают некие уместные и значимые дела, то тогда, если мудрец, это тот, кто воздерживается от убийства живых существ, от взятия того, что не дано, от неблагого поведения в чувственных удовольствиях, от лжи, от вина, спиртного, одурманивающих веществ, что являются основой для беспечности, то он думает, эти люди обсуждают некие уместные и значимые дела. Во мне нет этих вещей, и, другие, не видели, чтобы я пускался в них. Таков первый вид счастья и радости, который чувствует мудрец здесь и сейчас. Далее, когда ловит вора, преступника, мудрец видит, как цари подвергают его многочисленным видам пыток. Отрубить ему голову мечом, четыре. Во мне нет этих вещей, и, другие, не видели, чтобы я пускался в них. Таков второй вид счастья и радости, который чувствует мудрец здесь и сейчас. Далее, когда мудрец сидит на своем стуле, лежит на своей кровати, или отдыхает на земле, то благие поступки, которые он совершил в прошлом, его благое телесное, словесное, умственное поведение, накрывают его, покрывают его, окутывают его. Подобно тому, как тень огромной горной вершины вечером накрывает, покрывает, окутывает землю, то точно так же, когда мудрец сидит на своем стуле, окутывают его. И тогда мудрец думает так, я не совершал плохого, я не совершал жестокого, я не делал нечистого. Я делал хорошее, я делал благое, я создал для себя укрытие от мучений. Когда я умру, я отправлюсь в дел тех, кто не совершал плохого, создал для себя укрытие от мучений. Он не печалится, не горюет и не плачет, не бьет себя в грудь, не становится обезумевшим. Таков третий вид счастья и радости, который чувствует мудрец здесь и сейчас. Мудрец, который предавался благому поведению телом, речью, умом, с распадом тела, после смерти, перерождается в счастливом уделе, даже в небесном мире. Если бы кто-либо правдиво говорил бы о чем-либо, это всецело желанные, всецело желаемые, всецело приятные, то именно о небесном мире он, говоря правдиво, сказал бы так, ведь даже трудно завершить описание небесного счастья. Монахи, представьте, царя-миродержца, который обладает семью сокровищами и четырьмя видами благосостояния, и из-за этого переживает счастье и радость. Колесо сокровища. И каковы эти семь сокровищ? Вот, когда помазанный на царствование знатный царь помыл свою голову на пятнадцатый день, день Упасадхи, и взошел на верхний покой дворца на Упасадху, там пред ним возникает божественное колесо сокровища с полноценными во всех отношениях тысячью спицами, ободом, и ступицей. Увидев его, помазанный на царствование знатный царь думает так, «Мною было услышано, что когда помазанный на царствование знатный царь моет голову на пятнадцатый день, день Упасадхи, и восходит на верхний покой дворца на Упасадху, там ему предстает божественное колесо сокровища с полноценными во всех отношениях тысячью спицами, ободом, и ступицей, и тогда этот царь становится целем миродержцем. Выходит, это я царь миродержец». И затем помазанный на царствование знатный царь встает со своего сиденья, берется суд с водой в левую руку и опрыскивает колесо сокровища правой рукой, говоря, «Катись, почтенное колесо сокровища!» И тогда колесо сокровища катится в восточном направлении, а царь миродержец следует за ним со своей четырехчестной армией. И в том регионе, где колесо сокровища останавливается, там начинает проживать и царь миродержец со своей четырехчестной армией. И противостоящие цари восточного направления приходят к царю миродержцу и говорят так, «Идем же, великий царь! Добро пожаловать, великий царь! Командуй, великий царь! Советуй, великий царь!» царь-миродержец говорит, вам не следует убивать живых существ. Вам не следует брать то, что не было дано. Вам не следует вести себя не подобающих в чувственных удовольствиях. Вам не следует говорить ложь. Вам не следует пить опьяняющий, вам следует есть то, что вы привыкли есть. И противостоящие цари восточного направления подчиняются царю-миродержцу. И тогда колесо сокровища погружается в Восточный океан и выходит из него вновь. И тогда оно начинает катиться в южном направлении. И противостоящие царей южного направления подчиняются царю Миродержцу. И тогда колесо сокровища погружается в южный океан и выходит из него вновь. И тогда оно начинает катиться в западном направлении. И противостоящие царей западного направления подчиняются царю Миродержцу. И тогда колесо сокровища погружается в западный океан и выходит из него вновь. И тогда оно начинает катиться в северном направлении. И противостоящие царей северного направления подчиняются царю Миродержцу. И когда колесо сокровища восторжествовало над всей землей вплоть до краев океана, оно возвращается в царскую столицу и остается там точно прикрепленной за ось на воротах во внутренний покой дворца царя Миродержца в качестве украшения на воротах его внутреннего дворца. Таково колесо сокровища, которое предстает царю Миродержцу. Слон сокровища. Далее, слон сокровища предстает царю Миродержцу, весь белый, с семичастной позой, со сверхъестественными силами, летающий по воздуху, царь слонов по имени Упасадха. Увидев его, царь Миродержец обретает к нему доверие в уме, было бы чудесно поездить на слоне, если бы он прошел украшений. И тогда слон сокровища проходит украшений, точно превосходный чистокровный слон, которого обучали долгое время. И случается так, что царь Миродержец, обкатывая слона сокровища, взбирается на него утром, облетев всю землю до краев океана, возвращается в царскую столицу к утреннему приему пищи. Таков слон сокровища, который предстает царю Миродержцу. Конь сокровища. Далее, конь сокровища предстает царю Миродержцу, весь белый, с черной, точно у ворона, головой, с гривой точно трава мунджи, со сверхъестественными силами, летающий по воздуху, царь коней по имени Валахака. Увидев его, царь Миродержец обретает к нему доверие в уме, было бы чудесно поездить на коне, если бы он прошел украшений. И тогда конь сокровища проходит украшений, точно превосходный чистокровный конь, которого обучали долгое время. И случается так, что царь Миродержец, обкатывая коня сокровища, взбирается на него утром, облетев всю землю до краев океана, возвращается в царскую столицу к утреннему приему пищи. Таков конь сокровища, который предстает царю Миродержцу. Самоцвет сокровища. Далее, самоцвет сокровища предстает царю Миродержцу, бриллу, прекрасный драгоценный камень чистейшей воды, с восемью гранями, тщательно обработанный. Сияние от самоцвета сокровища простирается на целую лигу. И случается так, что когда царь Миродержец проверяет самоцвет сокровища, он выстраивает в боевом порядке свою четырехчастную армию, водружает самоцвет сокровища на навершие знамени и шествует во мрак и тьму ночи. И все, жители, близлежащих деревень начинают работать из-за его свечения, думая, что наступил день. Таков самоцвет сокровища, который предстает царю Миродержцу. Женщина сокровища. Далее, женщина сокровища предстает царю Миродержцу, красивая, привлекательная, грациозная, обладающая высочайшей красотой своего облика, не слишком высокая, не слишком низкая, не слишком худая, не слишком полная, не слишком темная, не слишком светлая, превосходящая человеческую красоту, но не доходящая, в этом до, красоты божественной. Прикосновение этой женщины сокровища подобно пучку капока или пучку хлопка. Когда прохладно, ее члены тела теплые. Когда тепло, ее члены тела прохладны. От ее тела исходит аромат сандалового дерева, от ее рта – аромат лотосов. Она встает, в знак почтения, перед царем Миродержцем и выходит, из помещения, после него. Она охотно прислуживает, приятно своим поведением, мила своей речью. Так как она никогда не изменяет царю Миродержцу даже в мыслях, то что уж говорить о том, чтобы она могла это делать телом? Такова женщина сокровища, которая предстает царю Миродержцу. Домовладыка сокровища. Далее, домовладыка сокровища предстает царю Миродержцу. Божественный глаз, унаследованный им, из-за прошлых, благих, деяний, проявляется в нем, когда он видит скрытые сокровища, те, сокровища, у которых есть владелец, и те, у которых его нет. Он подходит к царю Миродержцу и говорит, «Ваше Величество, не беспокойтесь. Я займусь вашими денежными делами». И случается так, что когда царь Миродержец проверяет домовладыку сокровища, он садится в лодку и плывет по реке Ганг, а посреди реки он говорит домовладыке сокровищу, «Мне нужны золото и слитки, домовладыка». Тот отвечает, «Тогда, Ваше Величество, пусть лодку направят к одному из берегов». Царь говорит, «Домовладыка, вообще-то мне именно здесь нужны золото и слитки». И тогда домовладыка сокровища окунает руки в воду и втягивает горшок, полный золота и слитков, и говорит царю Миродержцу, «Довольно, Ваше Величество? Сделанного хватит, предложенного достаточно?» Царь отвечает, «Довольно, домовладыка, сделанного хватит, предложенного достаточно. Такого домовладыка сокровища, который предстает царю Миродержцу. Советник сокровища. Далее, советник сокровища предстает царю Миродержцу, мудрый, сообразительный, проницательный, способный заставить царя Миродержца постановить то, что достоинно постановления, отменить то, что достоинно отмены, утвердить то, что достоинно утверждения. Он подходит к царю Миродержцу и говорит, «Ваше Величество, не беспокойтесь. Я займусь управлением». Таков советник сокровища, который предстает царю-миродержцу. Таковы семь сокровищ, которыми обладает царь-миродержца. И каковы четыре вида благосостояния? Царь-миродержец красивый, привлекательный, грациозный, обладающий высочайшей красотой своего облика. Он превосходит в этом отношении других людей. Таков первый вид благосостояния, которым обладает царь-миродержца. Далее, царь-миродержец живет долго, в течение длительного времени. Он превосходит в этом отношении других людей. Таков второй вид благосостояния, которым обладает царь миродержица. Далее, царь миродержица свободен от болезней и недугов, обладает хорошим пищеварением, не слишком холодным, не слишком горячим. Он превосходит в этом отношении других людей. Таков третий вид благосостояния, которым обладает царь миродержица. Далее, царь миродержица мил и приятен брахманам и домохозяевам. Подобно тому, как отец мил и приятен своим детям, так и царь-миродержец мил и приятен брахманам и домохозяевам. Брахманы и домохозяева также милы и приятны царю-миродержецу. Подобно тому, как дети милы и приятны своему отцу, так и брахманы и домохозяева также милы и приятны царю-миродержецу. Однажды царь-миродержец ехал в парк удовольствия со своей четырехчестной армией. Тогда брахманы и домохозяева подошли к нему и сказали так, «Ваше Величество, езжайте медленней, так чтобы мы могли вас видеть дольше». И тогда он сказал своему колесничему, «Колесничий, езжай медленней, так чтобы я мог видеть брахманов и домохозяев дольше». Таков четвертый вид благосостояния, которым обладает царь Миродержица. Таковы четыре вида благосостояния, которыми обладает царь Миродержица. Как вы думаете, монахи, переживал бы царь Миродержица счастья и радости за обладание этими семью сокровищами и этими четырьмя видами благосостояния? Учитель, царь Миродержица переживал бы счастье и радость даже из-за обладания лишь одним сокровищем, что уж говорить о семи сокровищах и четырех видах благосостояния. И затем, взяв небольшой камень размером со свою ладонь, благословенный обратился к монахам так, как вы думаете, монахи? Что больше, этот небольшой камень размером с мою ладонь, который я взял, или же Гималая, царь всех гор? Точно так же, монахи, счастье и радость, которые царь Миродержица переживал бы из-за обладания семью сокровищами и четырьмя видами благосостояния, не идет в расчет, не выдерживает никакого сопоставления, не может сравниться даже с частью счастья в небесном мире. Если в то или иное время, по прошествии долгого времени, этот мудрец возвращается в человеческое существование, то он перерождается в высокой семье, в знатной зажиточной семье, в семье зажиточных брахманов, или в семье зажиточных домохозяев, то есть, в семье, которая богата, с большим богатством и имуществом, с обилием золота и серебра, с обилием имущества и материальных ценностей, с обилием денег и зерна. И он будет красивым, привлекательным, грациозным, обладающим высочайшей красотой своего облика. Он будет получать еду, напитки, одежду, средства передвижения, гирлянды, благовония и мази, постели, жилища, светильники. Он будет вести себя подобающе телом, речью, умом, и сделав так, после распада тела, после смерти, он переродится в счастливом уделе, даже в небесном мире. Монахи, представьте игрока на деньги, который с первым же удачным броском выиграл бы огромное состояние. Все же, такой, его, удачный бросок, мелочный. Куда больше удачный бросок, когда мудрец, который подобающе ведет себя телом, речью, умом, после распада тела, после смерти, перерождается в счастливом уделе, даже в небесном мире. Это, полное совершенство степени мудреца, 5. Так сказал Благословенный. Монахи были довольны и восхитились словами Благословенного. Дивадута сутта, небесные посланники. МН 130. Так я слышал. Однажды Благословенный проживал в Савайтхи в роще Джеты в монастыре Анадхайпиндике. Там Благословенный обратился к монахам так, монахи. Учитель. Ответили они. Благословенный сказал следующий. Монахи, представьте два дома с дверьми, и человек с хорошим зрением, стоящий между ними, увидел бы, как люди входят и выходят, переходят туда и обратно. Точно так же, Божественным глазом, очищенным и превосходящим человеческий, я вижу, как существа умирают и перерождаются, низшие и великие, красивые и уродливые, счастливые и несчастные. Я понимаю, как существа переходят в иной мир, в соответствии со своими деяниями, эти достойные существа, которые имели хорошее поведение телом, речью и умом, не оскорблявшие благородных, придерживавшиеся правильных воззрений и действовавшие под влиянием правильных воззрений, с распадом тела, после смерти, переродились в счастливом уделе, даже в небесном мире. Или же, так, эти достойные существа, которые имели хорошее поведение телом, речью и умом, не оскорблявшие благородных, придерживавшиеся правильных воззрений и действовавшие под влиянием правильных воззрений, с распадом тела, после смерти, переродились среди человеческих существ. Но эти достойные существа, которые имели дурное поведение телом, речью и умом, оскорблявшие благородных, придерживавшиеся неправильных воззрений и действовавшие под влиянием неправильных воззрений, с распадом тела, после смерти, переродились в мире духов. Или же, так, эти достойные существа, которые имели дурное поведение телом, переродились в мире животных. Или же, так, эти достойные существа, которые имели дурное поведение телом, переродились в состояние лишений, в неблагом уделе, в погибели, даже в аду. Стражи Ада хватают такое существо за руки и приводят к царю Яме, один, говоря, «Ваше Величество, этот человек плохо обращался со своей матерью, плохо обращался со своим отцом, плохо обращался с отшельниками, плохо обращался со жрецами. У него нет уважения к старейшинам его клана. Пусть царь наложит на него наказание. Небесные посланники». И тогда царь Яма спрашивает, допрашивает, переспрашивает его насчет первого небесного посланника, «Почтенный, разве ты не видел первого небесного посланника, который появился в мире?» Он отвечает, «Не видел, уважаемый». Тогда царь Яма говорит, «Почтенный, неужели ты ни разу не видел в мире лежащего на спине младенца, запачканного своими же фекалиями и мочой?» Тот отвечает, «Видел, уважаемый». Тогда царь Яма говорит ему, «Почтенный, неужели к тебе, умному и зрелому человеку, никогда не приходила эта мысль? Я тоже подвержен рождению, я не избегу рождения. Вне сомнений, мне лучше было бы совершать благое телом, речью, умом?» Он отвечает, «Я не мог, уважаемый. Я был беспечным». Тогда царь Яма говорит, «Почтенный, из-за беспечности ты не сумел совершать благое телом, речью, и умом. Вне сомнений, с тобой поступит в соответствии с твоей беспечностью. Но этот твой плохой поступок не был сделан твоей матерью, твоим отцом, или же твоим братом или твоей сестрой, или же твоими друзьями и товарищами, или же твоими родственниками и роднёй, или же жрецами и отшельниками, или же божествами. Этот плохой поступок был сделан тобой, и ты сам будешь переживать его результат». И затем, после того, как царь Яма спросил, допросил, переспросил его насчёт первого небесного посланника, царь Яма спрашивает, допрашивает, переспрашивает его насчёт второго небесного посланника, «Почтенный, разве ты не видел второго небесного посланника, который появился в мире?» Он отвечает, «Не видел, уважаемый». Тогда царь Яма говорит, «Почтенный, неужели ты ни разу не видел в мире мужчину или женщину? восьмидесяти, девяносто, ста лет, скрючившуюся как подкова, согнутую вдвое, опирающуюся на палку, шатающуюся, хилую, утратившую молодость, с разбитыми зубами, седыми и скудными волосами, плешивую, морщинистую, с покрытыми пятнами частями тела. Он говорит, видел, уважаемый. Тогда царь Яма говорит, почтенный, неужели к тебе, умному и зрелому человеку, никогда не приходила эта мысль, я тоже подвержен старению, я не избегу старения. Вне сомнений, мне лучше было бы совершать благое телом, речью, умом. Он отвечает, я не мог, уважаемый. Я был беспечным. Тогда царь Яма говорит, почтенный, из-за беспечности ты не сумел совершать благое телом, речью и умом. Этот плохой поступок был сделан тобой, и ты сам будешь переживать его результат. И затем, после того, как царь Яма спросил, допросил, переспросил его насчет второго небесного посланника, царь Яма спрашивает, допрашивает, переспрашивает его насчет третьего небесного посланника, почтенный, разве ты не видел третьего небесного посланника, который появился в мире? Он отвечает, не видел, уважаемый. Тогда царь Яма говорит, почтенный, неужели ты ни разу не видел в мире мужчину или женщину, пораженную болезнью, нездоровую, серьезно больную, лежащую запачканной в собственных фекалиях и моче, которую поднимают одни, а кладут другие? Он говорит, видел, уважаемый. Тогда царь Яма говорит, почтенный, неужели к тебе, умному и зрелому человеку, никогда не приходила эта мысль, я тоже подвержен болезням, я не избегу болезней. Вне сомнений, мне лучше было бы совершать благое телом, речью, умом. Он отвечает, я не мог, уважаемый. Я был беспечным. Тогда царь Яма говорит, почтенный, из-за беспечности ты не сумел совершать благое телом, речью и умом. Этот плохой поступок был сделан тобой, и ты сам будешь переживать его результат. И затем, после того, как царь Яма спросил, допросил, переспросил его насчет третьего небесного посланника, царь Яма спрашивает, допрашивает, переспрашивает его насчет четвертого небесного посланника, почтенный, разве ты не видел четвертого небесного посланника, который появился в мире? Он отвечает, не видел, уважаемый. Тогда царь Яма говорит, почтенный, неужели ты ни разу не видел в мире то, как ловят преступника, вора, и теорий подвергают его многочисленным видам пыток. Они приказывают хлестать его кнутами, бить бамбуком, бить дубинами, отрезать ему руки, отрезать ему ноги, отрезать ему руки и ноги, отрезать ему уши, отрезать ему нос, отрезать ему уши и нос. Они приказывают подвергнуть его пытки под названием «котел с кашей», «бритье» до состояния отполированной раковины, рот раху, огненный венок, кылающая длань, лезвие травы, одежда из коры, антилопа, мясные крюки, монеты, пекелевание щелоком, крутящийся штифт, свернутый матрац. Они приказывают облить его кипящим маслом, приказывают отдать на растерзание собакам, приказывают насадить его заживо на кол, приказывают отрубить ему голову мечом. Он говорит, видел, уважаемый. Тогда царь Яма говорит, почтенный, неужели к тебе, умному и зрелому человеку, никогда не приходила эта мысль, того, кто совершает плохие поступки, уже здесь и сейчас, в этой жизни, подвергают таким различным пыткам, так что уж говорить о том, что будет потом? Вне сомнений, мне лучше было бы совершать благое телом, речью, умом. Он отвечает, я не мог, уважаемый. Я был беспечным. Тогда царь Яма говорит, почтенный, из-за беспечности ты не сумел совершать благое телом, речью, и умом. Этот плохой поступок был сделан тобой, и ты сам будешь переживать его результат. И затем, после того как царь Яма спросил, допросил, переспросил его насчет четвертого небесного посланника, царь Яма спрашивает, допрашивает, переспрашивает его насчет пятого небесного посланника, почтенный, разве ты не видел пятого небесного посланника, который появился в мире? Он отвечает, не видел, уважаемый. Тогда царь Яма говорит, почтенный, неужели ты ни разу не видел в мире мужчину или женщину, мертвую один день день как, мёртвую два дня как, мёртвую три дня как, вспухшу, мёртвен на бледную, истекающую нечистотами?» Он говорит, видел, уважаемый. Тогда царь Яма говорит, почтенный, неужели к тебе, умному и зрелому человеку, никогда не приходила эта мысль, я тоже подвержен смерти, я не избегу смерти. Вне сомнений, мне лучше было бы совершать благое телом, речью, умом? Он отвечает, я не мог, уважаемый. Я был беспечным. Тогда царь Яма говорит, почтенный, из-за беспечности ты не сумел совершать благое телом, речью, и умом. Этот плохой поступок был сделан тобой, и ты сам будешь переживать его результат. И затем, после того как царь Яма спросил, допросил, переспросил его насчёт пятого небесного посланника, царь Яма замолкает. Ад. И стражи ада пытают его пятичастным прокалыванием. Три, затем стражи ада бросают его в великий ад. И вот что касается великого ада, монахи, четыре в нём угла. Построен он с дверями четырьмя по каждой из сторон. Заделан он железом всюду и везде, как и с железной крышей сверху он закрыт. И пол в нём из железа, раскалённый докрасно, длиной он в сотни уликах покрывает целиком. Пламя, извергающееся из его северной стены, ударяется о его южную стену. Пламя, извергающееся из его южной стены, ударяется о его северную стену. Пламя, извергающееся из нижней части, ударяется о верхнюю часть. Пламя, извергающееся из верхней части, ударяется о нижнюю часть. Там он чувствует раздирающие, острые, пронзающие чувства. Но, всё же, он не умирает, покуда этот плохой поступок не стащит своего результата. В какой-то момент, монахи, по истечении долгого периода, случается так, что открывается восточная дверь великого ада. Он бежит к ней быстрыми шагами. По мере того, как он делает так, его внешняя кожа горит, его внутренняя кожа горит, его плоть горит, его сухожилия горят, его кости начинают дымиться. И точно так оно каждый раз, как он поднимает ногу. Когда он наконец-таки достигает двери, та захлопывается. И там он чувствует раздирающие, острые, пронзающие чувства. Но, все же, он не умирает, покуда этот плохой поступок не стащит своего результата. В какой-то момент, монахи, по истечении долгого периода, случается так, что открывается западная, северная, южная дверь великого ада. Он бежит к ней быстрыми шагами, та захлопывается. И там он чувствует раздирающие, острые, пронзающие чувства. Но, все же, он не умирает, покуда этот плохой поступок не стащит своего результата. В какой-то момент, монахи, по истечении долгого периода, случается так, что открывается восточная дверь великого ада. Он бежит к ней быстрыми шагами. По мере того, как он делает так, его внешняя кожа горит, его внутренняя кожа горит, его плоть горит, его сухожилия горят, его кости начинают дымиться. И точно так оно каждый раз, как он поднимает ногу. Он выходит через эту дверь. И сразу за великим адом идет бескрайний яд фекалий. Он туда падает. В этом аду фекалий существа с игловидными ртами пробуриваются через его внешнюю кожу, пробуриваются через его внутреннюю кожу, пробуриваются через его плоть, пробуриваются через его сухожилия, пробуриваются через его кости, и пожирают его костный мозг. Там он чувствует раздирающие, острые, пронзающие чувства. Но, все же, он не умирает, покуда этот плохой поступок не стащит своего результата. И сразу за адом фекалий идет бескрайний яд горящих углей. Он туда падает. Там он чувствует раздирающие, острые, пронзающие чувства. Но, все же, он не умирает, покуда этот плохой поступок не стащит своего результата. И сразу за адом горящих углей идет бескрайний лес деревьев в симбале, высотой в лигу, ощетинившийся шипами шириной в шестнадцать пальцев, горящий, кылающий, полыхающий. Его заставляют взбираться и спускаться с этих деревьев. Там он чувствует раздирающие, острые, пронзающие чувства. Но, все же, он не умирает, покуда этот плохой поступок не стащит своего результата. И сразу за лесом деревьев в симбале идет бескрайний лес острие лесных деревьев. Он туда входит. Листья, колыхаемые ветром, режут его руки, режут его ноги, режут его руки и ноги. Они режут его уши, режут его нос, режут его уши и нос. Там он чувствует раздирающие, острые, пронзающие чувства. Но, все же, он не умирает, покуда этот плохой поступок не стащит своего результата. И сразу за лесом острие лесных деревьев идет великая река с едкими водами. Он туда падает. Там его швыряют по течению, против течения, по течению и против течения. Там он чувствует раздирающие, острые, пронзающие чувства. Но, все же, он не умирает, покуда этот плохой поступок не стащит своего результата. Затем стражи Ада вытаскивают его крюком, ставят на землю, и спрашивают его, почтенный, чего хочешь? Он говорит, я голоден, уважаемые. И тогда стражи Ада раскрывают ему рот раскаленными железными щупцами, горящими, кулающими, полыхающими, и кладут ему в рот раскаленный медный шар, горящий, кулающий, полыхающий, который сжигает его губы, рот, язык, глотку, и желудок и выпадает снизу вместе с кишками. Там он чувствует раздирающие, острые, пронзающие чувства. Но, все же, он не умирает, покуда этот плохой поступок не стащит своего результата. Затем стражи Ада вновь бросают его в великий Ад. И сталось, что царь Яма подумал, те, люди, в мире, которые совершают плохие, неблагие поступки, воистину подвергаются всем этим многочисленным видам пыток. О, вот бы я обрел человеческое состояние, и Татхагата, совершенный и полностью просветленный, появился бы в мире, и я мог бы прислуживать этому Благословенному, и этот Благословенный мог бы обучить меня Дхаме, так чтобы я смог бы понять Дхаму Благословенного. Монахи, я говорю вам об этом не как о чем-то, что я услышал от другого жреца или отшельника. Я говорю вам об этом, потому что я сам в действительности познал, увидел, открыл это сам. Так сказал Благословенный. И когда Высочайший сказал это, он, учитель, далее добавил, предупреждают их небесные посланники, но многие беспечны все равно. И долго будут люди, те тогда, грустить, как только в нижнем мир они падут. Но когда люд благой всей жизни извещен посланниками, что пришли с небес, то без беспечности тогда живут они, но практикуют Дхаму хорошо. Со страхом нацепляния зрят они, ведь создает оно рождение и смерть. И без цепляния свободны они, ведь уничтожили рождение и смерть. Они блажены, так как спасены, небабаны достигают прямо здесь. Всякую ненависть и страх преодолев, спаслись они от страданий всех. Дхандикаратта сутта «Одна прекрасная ночь» МН 131. Так я слышал. Однажды Благословенный проживал в Савайтхе в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. Там Благословенный обратился к монахам так, «Монахи, учитель». Ответили они. Благословенный сказал следующий, «Монахи, я научу вас сводки изложению, под названием, тот, кто обрёл одну прекрасную ночь. Слушайте внимательно то, о чём я буду говорить». Да, учитель ответили монахи. Благословенный сказал следующий, «Пусть прошлое в себе не пробуждает, будущих ожиданий пусть не строит. Ведь прошлое оставлено уж было, а будущее не пришло ещё. Но вместо этого прозрением пусть видит сейчас возникшее любое состояние. Пусть знает это, пусть уверен будет в этом неколебимым и неудолимым. Старание нужно прилагать уже сейчас, кто знает, может завтра смерть придёт? С владыкой, смерти торговаться ты не сможешь, чтоб самого его сдержать или армию его. Но кто сим способом в старании пребывает, и днём и ночью не преклонен, когда в этом то говорят о нём, что он мудрец спокойный, кто одну ночь прекрасную обрёл. И каким образом, монахи, человек пробуждает прошлое? Вот Никит человек лелеет наслаждение в этом, думая, у меня была такая материальная форма в прошлом, один. Он лелеет наслаждение в этом, думая, у меня было такое-то чувство в прошлом, такое-то восприятие в прошлом, такие-то формации ума в прошлом, такое-то сознание в прошлом. Вот как он пробуждает прошлое. И каким образом, монахи, человек не пробуждает прошлое? Вот Никит человек не лелеет наслаждение в этом, думая, у меня была такая материальная форма в прошлом, сознание в прошлом. Вот как он не пробуждает прошлое, два. И каким образом, монахи, человек строит будущее ожидания? Вот не кит человек лелеет наслаждение в этом, думая, пусть у меня будет такая материальная форма в будущем. Он лелеет наслаждение в этом, думая, пусть у меня будет такое-то чувство в будущем, такое-то восприятие в будущем, такие-то формации в будущем, такое-то сознание в будущем. Вот как он строит будущее ожидания. И каким образом, монахи, человек не строит будущих ожиданий? Вот не кит человек не лелеет наслаждение в этом, думая, пусть у меня будет такая материальная форма в будущем, в сознании и в будущем. Вот как он не строит будущих ожиданий. И каким образом, монахи, человек побежден в отношении возникшей в данный момент состояний? Вот, монахи, необученный заурядный человек, который не уважает благородных, который не умел и не обученный в их дхаме, который не уважает чистых людей, который не умел и не обученный в их дхаме, считает, что материальная форма – это я, или что я владеет материальной формой, или что материальная форма находится внутри «я», или что «я» находится в материальной форме. Он считает, что чувство, восприятие, формации, ума, сознание – это «я», или что «я» владеет сознанием, или что сознание находится внутри «я», или что «я» находится в сознании. Вот как он побежден в отношении возникшей в данный момент состоянии. И каким образом, монахи, человек неодолим в отношении возникшей в данный момент состоянии? Вот, монахи, хорошо обученный ученик благородных, тот, кто уважает благородных и кто умелый обученный в Вихдхаме, который уважает чистых людей, умелый обученный в Вихдхаме, не считает, что материальная форма – это я. Или что я находится в сознании. Вот как он неодолим в отношении возникшей в данный момент состоянии. Кто одну ночь прекрасную обрел? 3. В отношении этого так было сказано, монахи, я научу вас сводки и изложению, под названием, тот, кто обрел одну прекрасную ночь. Так сказал благословенный. Монахи были довольны и восхитились словами благословенного. 1. Комментарий поясняет, что он вспоминает прошлой жаждой или с воззрением, которое основано на жажде. 2. По заметке достопочтенного Бодхи синтаксис этого предложения Напали можно понимать двумя способами. Либо как то, что он думает мысли о прошлой форме, чувстве и так далее, но не имеет при этом жажды к ним, то есть, думает об этих прошлых вещах без жажды. Либо можно понимать так, что он вообще не думает никаких мыслей о прошлом. По его мнению, второй вариант все-таки предпочтительней, так как согласуется с астрофами, ведь в них сказано, что практикующий должен пребывать в настоящем моменте, а не убегать в прошлое или будущее своими мыслями. 3. Повторяется весь стих целиком. Ананда Пхадди Каратта Сутта, Ананда и одна прекрасная ночь. МН 132. Так я слышал. Однажды Благословенный проживал в Савадхи в роще Джеты в монастыре Анадхайпиндике. И в то время достопочтенный Ананда наставлял, воодушевлял, призывал и радовал монаха в беседе под хами в зале для собраний. Он декламировал вслух по памяти, сводку и изложение, под названием «Тот, кто обрел одну прекрасную ночь». И тогда, вечером, Благословенный вышел из медитации и отправился в зал для собраний. Он сел на подготовленное сидение и спросил монахов, монахи, кто наставлял беседы под хами в зале для собраний, кто декламировал сводку и изложение, под названием «Тот, кто обрел одну прекрасную ночь». Учитель, это был достопочтенный Ананда. Тогда Благословенный спросил достопочтенного Ананду, как ты наставлял беседы под хами в зале для собраний и декламировал сводку и изложение, под названием «Тот, кто обрел одну прекрасную ночь». Учитель, я делал это так, пусть прошлое в себе не пробуждает. Кто одну ночь прекрасную обрел? И каким образом, монахи, человек пробуждает прошлое? Вот как он непреодолим в отношении возникших в данный момент состояний. Пусть прошлое в себе не пробуждает. Кто одну ночь прекрасную обрел? Один. Вот как я наставлял беседы под хами в зале для собраний и декламировал сводку и изложение, под названием «Тот, кто обрел одну прекрасную ночь». Хорошо, хорошо, Ананда. Хорошо, что ты так наставлял, воодушевлял, призывал и радовал монахов беседы под хами в зале для собраний и декламировал сводку и изложение, под названием «Тот, кто обрел одну прекрасную ночь, кто одну ночь прекрасную обрел?» Так сказал Благословенный. Достопочтенный Ананда был доволен и восхитился словами Благословенного. 1. Здесь повторяется почти вся предыдущая сутта МН-131, начиная со стиха и заканчивая повторением этого же стиха. 2. Опять повторяется в точности этой же части сутта МН-131. Махакачина Пхаддикарта сутта, Махакачина и одна прекрасная ночь. МН-133. Так я слышал. Однажды Благословенный проживал в Раджагахе в парке горячих источников. И тогда перед самым рассветом Достопочтенный Самиддхи отправился к горячим источникам, чтобы помыть части своего тела. После того, как он помылся, он вышел из воды и стоял в одном одеянии, высушивая части своего тела. И глубокой ночью некое божество, обладающее поразительной красотой, освещая все горячие источники, подошло к Достопочтенному Самиддхи. Стоя рядом, божество обратилось к нему, монах, помнишь ли ты сводку и изложение, под названием, тот, кто обрел одну прекрасную ночь? Друг, я не помню сводку и изложение, под названием, тот, кто обрел одну прекрасную ночь. Но, друг, помнишь ли ты сводку и изложение, под названием, тот, кто обрел одну прекрасную ночь? Монах, я тоже не помню сводку и изложение, под названием, тот, кто обрел одну прекрасную ночь Но, монах, помнишь ли ты строфы, под названием, тот, кто обрел одну прекрасную ночь? Друг, я не помню строф, под названием, тот, кто обрел одну прекрасную ночь Но, друг, помнишь ли ты строфы, под названием, тот, кто обрел одну прекрасную ночь? Монах, я тоже не помню строфы, под названием, тот, кто обрел одну прекрасную ночь Но, монах, выучи сводку и изложение, под названием, тот, кто обрел одну прекрасную ночь. Монах, освой сводку и изложение, под названием, тот, кто обрел одну прекрасную ночь. Монах, запомни сводку и изложение, под названием, тот, кто обрел одну прекрасную ночь. Монах, сводка и изложение, под названием, тот, кто обрел одну прекрасную ночь полезной, относится к основам святой жизни. Так сказала то божество и тут же исчезло на том самом месте. И когда ночь подошла к концу, достопочтенный Самиддхи отправился к благословенному. Поклонившись ему, он сел рядом и рассказал благословенному обо всем, что произошло, добавив, было бы хорошо, учитель, если бы благословенный научил бы меня сводки и изложению, под названием, тот, кто обрел одну прекрасную ночь. Тогда, монах, слушай внимательно то, о чем я буду говорить. Да, учитель ответил достопочтенный Самиддхи. Благословенный сказал следующий, пусть прошлое в себе не пробуждает, будущих ожиданий пусть не строит. Ведь прошлое оставлено уж было, а будущее не пришло еще. Но вместо этого прозрением пусть видит сейчас возникшее любое состояние. Пусть знает это, пусть уверен будет в этом неколебимым и неудалимым. Старание нужно прилагать уже сейчас, кто знает, может завтра смерть придет? Си владыкой, смерти торговаться ты не сможешь, чтоб самого его сдержать или армию его. Но кто с ним способом в старании пребывает, и днем и ночью не преклонен, когда в этом то говорят о нем, что он мудрец спокойный, кто одну ночь прекрасную обрел. Так сказал Благословенный. Сказав так, Высочайший поднялся со своего сидения и ушел в свою хижину. И вскоре после того, как Благословенный ушел, монахи подумали, итак, друзья, Благословенный поднялся со своего сидения и ушел в свою хижину после того, как дал краткое изложение, не дав подробного объяснения значения. Кто сможет объяснить его подробно? Затем они подумали, достопочтенный Махакачино восхваляем учителем и уважаем его мудрыми товарищами по святой жизни. Он может подробно объяснить значение. Что если мы отправимся к нему и спросим его о значении этого? И тогда монахи отправились к достопочтенному Махакачино и обменялись с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями они сели рядом и рассказали ему обо всем случившемся, добавив, пусть достопочтенный Махакачино объяснит нам. Тот ответил, друзья, это как если бы человеку понадобилась сердцевина дерева, он бы искал сердцевину дерева, бродил в поисках сердцевины дерева, и прошел бы мимо корней и ствола, думая, что сердцевину великого дерева с сердцевиной нужно искать среди ветвей и листьев. Так и с вами, достопочтенные, вы сидели лицом к лицу с учителем, но прошли мимо благословенного, думая, что о значении нужно спрашивать меня. Ведь зная, благословенный знает, видя, он видит, он стал видением, он стал знанием, он стал Дхаммой, он стал святым. Это он, разъяснитель, глашатый, толкователь значения, даритель бессмертного, властелин Дхаммы. Татхагата в тот момент вам следовало спросить у благословенного о значении. То, как он объяснил бы это, так вы это бы и запомнили. Вне сомнений, друг Качана, зная, благословенный знает, видя, он видит. Татхагата в тот момент нам следовало спросить у благословенного о значении, и то, как он объяснил бы это, так мы это бы и запомнили. Но все же, достопочтенный Махакачина восхваляем учителем и почитаем его мудрыми товарищами по святой жизни. Достопочтенный Махакачина сможет подробно разъяснить значение этого краткого утверждения, которое и вкратце было дано благословенным без подробного разъяснения значения. Пусть достопочтенный Махакачина не увидит в этом беспокойство и даст разъяснение. В таком случае, друзья, слушайте внимательно то, что я скажу. «Да», — вдруг ответили монахи. Достопочтенный Махакачина сказал следующее, «Друзья, когда благословенный поднялся со своего сидения и ушел в свое жилище, дав краткое утверждение, но не дав подробного разъяснения, то есть, кто одну ночь прекрасную обрел, один, то вот как я понимаю подробные значения этого. Каким образом, друзья, человек пробуждает прошлое? Его сознание становится связанным желанием и жаждой к этому, думая, «Мой глаз был таким в прошлом, и формы были такими». Поскольку его сознание связано желанием и жаждой к этому, он наслаждается этим. Когда он наслаждается этим, то тогда он пробуждает прошлое. Вот как он пробуждает прошлое. И каким образом, друзья, человек не пробуждает прошлое? Его сознание не становится связанным желанием и жаждой к этому, думая, «Мой глаз, нос, язык, тело, сознание было таким в прошлом, и умственные объекты были такими». Поскольку его сознание не связано желанием и жаждой к этому, он не наслаждается этим. Когда он не наслаждается этим, то тогда он не пробуждает прошлое. Вот как он не пробуждает прошлое. И каким образом, друзья, человек строит будущее ожидания? Вот Никит человек настраивает свое сердце на обретение того, что еще не было обретено, думая, «Пусть мой глаз будет таким в будущем, и формы будут такими». Поскольку он настраивает свое сердце так, то он наслаждается этим. Когда он наслаждается этим, он строит будущее ожидания. Вот Никит человек настраивает свое сердце на обретение того, что еще не было обретено, думая, «Пусть мое ухо, нос, язык, тело, ум будет таким в будущем, И умственные объекты будут такими. Поскольку он настраивает свое сердце так, то он наслаждается этим. Когда он наслаждается этим, он строит будущие ожидания. Вот как он строит будущие ожидания. И каким образом, друзья, человек не строит будущих ожиданий? Вот некий человек не настраивает свое сердце на обретение того, что еще не было обретено. Думая, пусть мой глаз, ухо, нос, язык, тело, ум будет таким в будущем. И умственные объекты будут такими. Поскольку он не настраивает свое сердце так, то он не наслаждается этим. Когда он не наслаждается этим, он не строит будущих ожиданий. Вот как он не строит будущих ожиданий. И каким образом человек побежден в отношении возникшей в данный момент состояния в отношении глаза и форм, которые в данный момент возникли, его сознание связано желанием и жаждой к тому, что в данный момент возникло. Поскольку его сознание связано желанием и жаждой, он наслаждается этим. Когда он наслаждается этим, он побежден в отношении возникшей в данный момент состоянии. В отношении уха и звуков, носа и запахов, языка и вкусов, тела и осязаемых вещей, ума и умственных объектов, которые в данный момент возникли, его сознание связано желанием и жаждой к тому, что в данный момент возникло. Поскольку его сознание связано желанием и жаждой, он наслаждается этим. Когда он наслаждается этим, он побежден в отношении возникшей в данный момент состоянии. Вот как он побежден в отношении возникшей в данный момент состоянии. И каким образом он неодолим в отношении возникшей в данный момент состоянии в отношении глаза и форм, которые в данный момент возникли, его сознание не связано желанием и жаждой к тому, что в данный момент возникло. Поскольку его сознание не связано желанием и жаждой, он не наслаждается этим. Когда он не наслаждается этим, он неодолим в отношении возникшей в данный момент состоянии. В отношении уха и звуков, носа и запахов, языка и вкусов, тела и осязаемых вещей, ума и умственных объектов, которые в данный момент возникли, его сознание не связано желанием. Вот как он неодолим в отношении возникших в данный момент состояний. Друзья, когда благословенный поднялся со своего сидения и ушел в свое жилище, дав краткое утверждение, но не дав подробного разъяснения, то есть, кто одну ночь прекрасную обрел, то вот как я понимаю подробные значения этой сводки. Теперь, друзья, если хотите, отправляйтесь к благословенному и спросите его о значении этого. То, как благословенный объяснит, так вам и следует это запомнить. И тогда монахи, довольные и обрадованные словами достопочтенного Махакачины, встали со своих сидений и отправились к благословенному. Поклонившись ему, они сели рядом и рассказали благословенному обо всем, что произошло, добавив, и тогда, учитель, мы отправились к достопочтенному Махакачине и спросили его о значении. Достопочтенный Махакачина объяснил значение и в таких-то терминах, утверждениях, и фразах. Благословенный ответил, Махакачина мудр, монахи, Махакачина наделен великой мудростью. Если бы вы спросили меня о значении этого, то я бы объяснил точно так же, как это объяснил Махакачина. Таково значение этого, и именно так вам следует запомнить это. Так сказал благословенный. Монахи были довольны и восхитились словами благословенного. Один, повторяется весь стих целиком. Ламасакангия Пхадди Каратта Сутта, Ламасакангия и Одна Прекрасная Ночь. МН 134. Так я слышал. Однажды благословенный проживал в Саваттхе в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. И в то время достопочтенный Ламасакангия проживал в стране Сакьи в Капилаваттху в парке Негродхи. И затем глубокой ночи молодое божество Чиндана, обладающее поразительной красотой, освящая весь парк Негродхи, подошло к достопочтенному Ламасакангии. Стоя рядом, молодое божество Ламасакангия обратилось к нему, монах, помнишь ли ты сводку и изложение, под названием, тот, кто обрел одну прекрасную ночь? Друг, я не помню сводку и изложение, под названием, тот, кто обрел одну прекрасную ночь. Но, друг, помнишь ли ты сводку и изложение, под названием, тот, кто обрел одну прекрасную ночь? Монах, я тоже не помню сводку и изложение, под названием, тот, кто обрел одну прекрасную ночь. Но, монах, помнишь ли ты строфы, под названием, тот, кто обрел одну прекрасную ночь? Друг, я не помню строф, под названием, тот, кто обрел одну прекрасную ночь. Но, друг, помнишь ли ты строфы, под названием «Тот, кто обрёл одну прекрасную ночь?» Монах, я помню строфы, под названием «Тот, кто обрёл одну прекрасную ночь». Но, друг, как ты помнишь строфы, под названием «Тот, кто обрёл одну прекрасную ночь?» Монах, однажды Благословенный пребывал среди божеств мира, тридцати трёх на красном мраморном камне у подножья дерева Причхатаки. Там Благословенный продекламировал сводку и изложение, под названием «Тот, кто обрел одну прекрасную ночь божествам, мира, тридцати трех, пусть прошлое в себе не пробуждает, будущих ожиданий пусть не строит. Ведь прошлое оставлено уж было, а будущее не пришло еще. Но вместо этого прозрением пусть видит сейчас возникшее любое состояние. Пусть знает это, пусть уверен будет в этом неколебимым и неудолимым. Старание нужно прилагать уже сейчас, кто знает, может завтра смерть придет? Си владыкой, в смерти торговаться ты не сможешь, чтоб самого его сдержать или армию его. Но кто сим способом в старании пребывает, и днем и ночью не преклонен, когда в этом то говорят о нем, что он мудрец спокойный, кто одну ночь прекрасную обрел. Монах, вот как я помню строфы, под названием, тот, кто обрел одну прекрасную ночь. Монах, выучи сводку и изложение, под названием, тот, кто обрел одну прекрасную ночь. Монах, освой сводку и изложение, под названием, «Тот, кто обрёл одну прекрасную ночь». Монах, запомни сводку и изложение, под названием «Тот, кто обрёл одну прекрасную ночь». Монах, сводка и изложение, под названием «Тот, кто обрёл одну прекрасную ночь полезной», относится к основам святой жизни. Так сказала молодое божество Чиндана и тут же исчезла на том самом месте. И когда ночь подошла к концу, достопочтенный Ламасакангия привёл в порядок своё жилище, взял свою чашу и верхние одеяния, и переходами отправился в Саваттхи. Со временем он прибыл в Саваттхи и отправился к Благословенному в рощу Джеты в монастырь Анатхайпиндике. Поклонившись ему, он сел рядом и рассказал Благословенному обо всём, что произошло, добавив, «Было бы хорошо, учитель, если бы Благословенный научил бы меня сводке и изложению, под названием «Тот, кто обрёл одну прекрасную ночь». Монах, знаешь ли это молодое божество?» «Нет, учитель. Монах, имя этого молодого божества, Чиндана. Оно внимает Дхаме, уделяет ей внимание, направляет на неё весь свой ум, слушает её, охотно склоняя к ней ухо. Поэтому, монах, слушай внимательно то, о чём я буду говорить». «Да», — учитель ответил достопочтенный Ламасакангия Благословенному. Благословенный сказал следующий, «Пусть прошлое в себе не пробуждает. Кто одну ночь прекрасную обрёл, один». Так сказал Благословенный. Достопочтенный Ламасакангия был доволен и восхитился словами Благословенного. Один, здесь повторяется почти вся сутта МН-131, начиная со стиха и заканчивая повторением этого же стиха. Чулакамма-Випханга сутта, малое изложение о поступке. МН-135. Содержание, убийство. Калечение. Злоба. Зависть. Скупость. Надменность. Вопрошание. Сводка. Так я слышал. Однажды Благословенный проживал в Саввайтхе в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. И тогда брахманский ученик Супха, сын Тадеи, отправился к Благословенному и обменялся с ним вежливыми приветствиями, один. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом и спросил Благословенного, мастер Гатама, в чем условия и причина, почему можно увидеть низших и высших людей? Ведь можно увидеть людей, которые живут мало и живут долго, которые больные и здоровые, уродливые и красивые, невлиятельные и влиятельные, бедные и богатые, низкого происхождения и высокого происхождения, глупые и мудрые в чем условия и причина, мастер Гатама, почему можно увидеть низших и высших людей? Ученик, существа, владельцы своих поступков, наследники своих поступков. Они происходят из своих поступков, связаны со своими поступками, имеют свои поступки своим прибежищем. Именно поступок разделяет людей на низших и высших. Я не понимаю в подробностях значение утверждения мастера Гатамы, которое он произнес вкратце, не дав детального разъяснения значения. Было бы хорошо, если бы мастер Гатама научил бы меня Дхаме так, чтобы я смог бы понять в подробностях значение утверждения мастера Гатамы. В таком случае, ученик, слушай внимательно то, о чем я буду говорить. Да, почтенный ответил брахманский ученик Супха. Благословенный сказал следующий. Ученик, бывает так, когда некая женщина или, когда некий, мужчина убивает живых существ. Он жесток, кровожаден, предается насилию и побоям, беспощаден живым существам. Из-за совершения и осуществления такого поступка с распадом тела, после смерти, он перерождается в состоянии лишений, в несчастливом уделе, в погибели, даже в аду. Но если с распадом тела, после смерти, он не перерождается в состоянии лишений, в несчастливом уделе, в погибели, в аду, но вместо этого возвращается в человеческое состояние, то тогда где бы он ни родился, его жизнь будет короткой. 2. Таков путь, ученик, который ведет короткой жизни, то есть, это ведет к этому, когда человек убивает живых существ, жесток, кровожаден, предается насилию и побоям, беспощаден живым существам. Но бывает так, ученик, когда некая женщина или, когда некий, мужчина отбрасывает убийство живых существ, воздерживается от убийства живых существ. Он пребывает в сострадании ко всем живым существам, без дубины, без оружия, добросовестный, милосердный. Из-за совершения и осуществления такого поступка с распадом тела, после смерти, он перерождается в счастливом уделе, даже в небесном мире. Но если с распадом тела, после смерти, он не перерождается в счастливом уделе, в небесном мире, но вместо этого возвращается в человеческое состояние, то тогда, где бы он ни родился, его жизнь будет длинной. 3. Таков путь, ученик, который ведет к длинной жизни, то есть, это ведет к этому, когда человек воздерживается, милосердный. Ученик, бывает так, когда некая женщина или, когда некий, мужчина предается калечению существ рукой, комком земли, палкой, или ножом. Из-за совершения и осуществления такого поступка с распадом тела, после смерти, он перерождается в состоянии лишений. Но если с распадом тела, возвращается в человеческое состояние, то тогда, где бы он ни родился, он будет склонен к болезням. Таков путь, ученик, который ведет к болезненности, то есть, это ведет к этому, когда человек предается калечению существ рукой, ножом. Но бывает так, ученик, когда некая женщина или, когда некий, мужчина не предается калечению существ. Из-за совершения и осуществления такого поступка с распадом тела, после смерти, он перерождается в счастливом уделе. Но если с распадом тела, возвращается в человеческое состояние, то тогда, где бы он ни родился, он будет здоровым. Таков путь, ученик, который ведет к здоровью, то есть, это ведет к этому, когда человек не предается калечению существ рукой, ножом. Ученик, бывает так, когда некая женщина или, когда некий, мужчина обладает злобным, раздражительным характером. Даже если его слегка покритикуют, он обижается, становится злым, враждебным, возмущенным, проявляет злобу, ненависть и горечь. Из-за совершения и осуществления такого поступка с распадом тела, после смерти, он перерождается в состоянии лишений. Но если с распадом тела, возвращается в человеческое состояние, то тогда, где бы он ни родился, он будет уродливым. Таков путь, ученик, который ведет к уродливости, то есть, это ведет к этому, когда человек обладает злобным, раздражительным характером, проявляет злобу, ненависть и горечь. Но бывает так, ученик, когда некая женщина или, когда некий, мужчина не обладает злобным, раздражительным характером. Даже если его сильно критикуют, он не становится злым, не проявляет злобу, ненависть и горечь. Из-за совершения и осуществления такого поступка с распадом тела, после смерти, он перерождается в счастливом уделе. Но если с распадом тела, возвращается в человеческое состояние, то тогда, где бы он ни родился, он будет красивым. Таков путь, ученик, который ведет к красоте, то есть, это ведет к этому, когда человек не обладает злобным, раздражительным характером, не проявляет злобу, ненависть и горечь. Ученик, бывает так, когда некая женщина или, когда некий, мужчина завистлив. Он завидует, негодует, досадует, когда другие получают обретение, хвалу, почтение, уважение, приветствие, почитание. Из-за совершения и осуществления такого поступка с распадом тела, после смерти, он перерождается в состоянии лишений. Но если с распадом тела, возвращается в человеческое состояние, то тогда, где бы он ни родился, он будет невлиятельным. Таков путь, ученик, который ведет к невлиятельности, то есть, это ведет к этому, когда человек завистлив, когда другие получают обретение, почитание. Но бывает так, ученик, когда некая женщина или, когда некий, мужчина независтлив. Он не завидует, когда другие получают обретение. Из-за совершения и осуществления такого поступка с распадом тела, после смерти, он перерождается в счастливом уделе. Но если с распадом тела, возвращается в человеческое состояние, то тогда, где бы он ни родился, он будет влиятельным. Таков путь, ученик, который ведет к влиятельности, то есть, это ведет к этому, когда человек независтлив, когда другие получают обретение, почитание. Ученик, бывает так, когда некая женщина или, когда некий, мужчина не дает иду, напитки, одежду, повозки, гирлянды, благовония, мази, постели, жилища, лампы жрецам или отшельникам. Из-за совершения и осуществления такого поступка с распадом тела, после смерти, он перерождается в состоянии лишений. Но если с распадом тела, возвращается в человеческое состояние, то тогда, где бы он ни родился, он будет бедным. Таков путь, ученик, который ведет к бедности, то есть, это ведет к этому, когда человек не дает иду, лампы жрецам или отшельникам. Но бывает так, ученик, когда некая женщина или, когда некий, мужчина дает иду, лампы жрецам или отшельникам. Из-за совершения и осуществления такого поступка с распадом тела, после смерти, он перерождается в счастливом уделе. Но если с распадом тела, возвращается в человеческое состояние, то тогда, где бы он ни родился, он будет богатым. Таков путь, ученик, который ведет к богатству, то есть, это ведет к этому, когда человек дает иду, лампы жрецам или отшельникам. Ученик, бывает так, когда некая женщина или, когда некий, мужчину прямо надменен. Он не выражает почтение тому, кому следует выражать почтение, не встает в присутствие того, в чьем присутствии следует вставать, не предлагает сидения тому, кто заслуживает сидения, не уступает дорогу тому, кому следует уступать дорогу, и не уважает, не ценит, не чтит, не почитает того, кого следует уважать, почитать. Из-за совершения и осуществления такого поступка с распадом тела, после смерти, он перерождается в состоянии лишений. Но если с распадом тело возвращается в человеческое состояние, то тогда, где бы он ни родился, он будет низкого происхождения. Таков путь, ученик, который ведет к низкому происхождению, то есть, это ведет к этому, когда человек упрям и надменен, не почитает того, кого следует уважать, почитать. Но бывает так, ученик, когда некая женщина или, когда некий, мужчина неупрям и не надменен. Он выражает почтение, почитает того, кого следует уважать, почитать. Из-за совершения и осуществления такого поступка с распадом тела, после смерти, он перерождается в счастливом уделе. Но если с распадом тела, возвращается в человеческое состояние, то тогда, где бы он ни родился, он будет высокого происхождения. Таков путь, ученик, который ведет к высокому происхождению, то есть, это ведет к этому, когда человек неупрям и не надменен, почитает того, кого следует уважать, почитать. Ученик, бывает так, когда некая женщина или, когда некий, мужчина не посещает жреца или отшельника и не спрашивает, почтенный, что является благим, что является неблагим, что порицаемо, что непорицаемо, что следует взращивать, чего не следует взращивать. Какой вид поступка приведет к моему вреду и страданию на долгое время? Какой вид поступка приведет к моему благополучию и счастью на долгое время? Из-за совершения и осуществления такого поступка с распадом тела, после смерти, он перерождается в состоянии лишений. Но если с распадом тела, возвращается в человеческое состояние, то тогда, где бы он ни родился, он будет глупым. Таков путь, ученик, который ведет к глупости, то есть, это ведет к этому, когда человек не посещает жреца или отшельника и не задает таких вопросов. Но бывает так, ученик, когда некая женщина или, когда некий, мужчина посещает, спрашивает. Из-за совершения и осуществления такого поступка с распадом тела, после смерти, он перерождается в счастливом уделе. Но если с распадом тела, возвращается в человеческое состояние, то тогда, где бы он ни родился, он будет мудрым. Таков путь, ученик, который ведет к мудрости, то есть, это ведет к этому, когда человек посещает жреца или отшельника и задает такие вопросы. Ученик, путь, который ведет к короткой жизни, делает людей живущими мало, путь, который ведет к длинной жизни, делает людей живущими долго. Путь, который ведет к болезненности, делает людей болезненными, путь, который ведет к здоровью, делает людей здоровыми. Путь, который ведет к уродству, делает людей уродливыми, путь, который ведет к красоте, делает людей красивыми. Путь, который ведет к невлиятельности, делает людей невлиятельными, путь, который ведет к влиятельности, делает людей влиятельными. Путь, который ведет к бедности, делает людей бедными. Путь, который ведет к богатству, делает людей богатыми. Путь, который ведет к низкому происхождению, делает людей низкого происхождения. Путь, который ведет к высокому происхождению, делает людей высокого происхождения. Путь, который ведет к глупости, делает людей глупыми, путь, который ведет к мудрости, делает людей мудрыми. Существа, владельцы своих поступков, наследники своих поступков. Они происходят из своих поступков, связаны со своими поступками, имеют свои поступки своим прибежищем. Именно поступок разделяет людей на низших и высших. Когда так было сказано, брахманский ученик Субха, сын Тадея, сказал благословенному, великолепно, мастер Гатама. Великолепно, мастер Гатама. Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий домок увидеть, точно так же мастер Гатама различными способами прояснил Тхаму. Я принимаю прибежище в мастере Гатаме, прибежище в Тхаме, и прибежище в Сангхимонахов. Пусть мастер Гатама помнит меня как мирского последователя, принявшего в нем прибежище с этого дня и на всю жизнь. Один, согласно комментарию, его отец Тадея переродился собакой в своем же собственном доме из-за своей чрезмерной скупости. Будда сказал об этом Субхи и доказал это тем, что заставил эту собаку выкопать спрятанное сокровище, которое захоронил его отец перед смертью. Это вселило доверие Субхи к Будде и мотивировало его на то, чтобы прийти и спросить про действия Каммы. Два, если Кама убийство напрямую определяет его перерождение, то она породит рождение в одном из нижних миров. Но если благая Кама определит перерождение, а рождение в мире людей всегда является результатом благой Каммы, то Кама убийство будет оказывать своего рода противодействие этой, благой, породившей перерождение Каммы за счет создания различных обстоятельств, которые выльются в преждевременную смерть. Этот же принцип актуален и для остальных видов неблагой Каммы, которые созревают в мире людей, примеры приведены в сути ниже по тексту. Три, в этом случае благая Кама воздержание от убийства может напрямую определить либо его перерождение в местном мире, либо долгожительство в мире людей. Тот же принцип работает и в последующих примерах с благими поступками. Махакамма Випханга сутта, Большое изложение о поступке. МН 136. Так я слышал. Однажды благословенный проживал в Раджагахе в бамбуковой роще в Беличьем свертилище. И в то время достопочтенный Самиддхи проживал в лесной хижине. И тогда странник Паталипута, ходивший и бродивший, тут и там, ради того, чтобы размяться, подошел к достопочтенному Самиддхи и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом и сказал достопочтенному Самиддхи, «Друг Самиддхи, я услышал» заучил из уст самого отшельника Гатамы, «Телесный поступок тщетин, словесный поступок тщетин, только умственный поступок действителен». А также, это, есть это, медитативное, достижение, повхождение в которое человек не чувствует ничего вообще, один. Не говори так, друг Паталипута, не говори так. Не искажай сказанного благословенным. Ведь это не благостно, искажать сказанное благословенным. Благословенный так бы не сказал, «Телесный поступок тщетин, словесный поступок тщетин, только умственный поступок действителен». Но, друг, это правда, что, существует, медитативное, достижение, повхождение в которое человек не чувствует ничего вообще. Как давно ты ушел в бездомную жизнь, друг Самиддхи? Не так давно. Три года как. Что же мы теперь скажем старшим монахам, когда, даже, молодой монах думает о том, чтобы так, Ильяна, защищать учителя? Друг Самиддхи, что человек чувствует, совершив намеренный поступок посредством тела, речи, или ума? Совершив намеренный поступок посредством тела, речи, или ума, человек чувствует страданий, друг Паталипутта. И тогда, не согласившись, не одобрив слов достопочтенного Самиддхи, странник Паталипутта поднялся со своего сидения и ушел. И вскоре после того, как странник Паталипутта ушел, достопочтенный Самиддхи отправился к достопочтенному Ананде и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом и рассказал достопочтенному Ананде всей своей беседе со странником Паталипуттой. После того, как он закончил говорить, достопочтенный Ананда сказал ему, друг Самиддхи, об этой беседе следует поведать Благословенному. Ну же, подойдем к Благословенному и расскажем ему об этом. То, как Благословенный объяснит нам, так мы это и запомним. Да, друг ответил Достопочтенный Самиддхи. И затем Достопочтенный Ананда и Достопочтенный Самиддхи вместе отправились к Благословенному, поклонившись ему, они сели рядом. Достопочтенный Ананда рассказал Благословенному обо всей беседе между Достопочтенным Самиддхи и странником Паталипуттой. Когда он закончил, Благословенный сказал Достопочтенному Ананде, Ананда, я не припоминаю, чтобы когда-либо даже видел странника Паталипуту, так как могла состояться эта беседа между нами. Хотя вопрос странника Паталипуты следовало изучить прежде, чем давать ответ, этот пустоголовый Самиддхи ответил на него однобоко. Когда так было сказано, Достопочтенный Удайн сказал Благословенному, учитель, быть может, Достопочтенный Самиддхи сказал так, имея в виду, принцип, все, что чувствуется, включено в страдании, два, тогда Благословенный обратился к Достопочтенному Ананде, смотри, Ананда, как вмешивается, в разговор, этот пустоголовый Удайн. Я знал, Ананда, что этот пустоголовый Удайн неподобающе вмешается в этот самый момент. С самого начала странник Паталипута спрашивал о трех видах чувств. Если бы этот пустоголовый Самиддхи правильно бы ответил страннику Паталипуте, когда его спросили, то он бы объяснил так, друг Паталипута, совершив намеренный поступок телом, речью, или умом, результат которого, должен чувствоваться как приятный, человек чувствует удовольствие. Совершив намеренный поступок телом, речью, или умом, результат которого, должен чувствоваться как болезненный, человек чувствует боль. Совершив намеренный поступок телом, речью, или умом, результат которого, должен чувствоваться как неудовольствие и не боль, человек чувствует неудовольствие и не боль. Но кто они такие, эти глупые, безрассудные страники приверженцы иных учений, чтобы понять великое изложение Татхагаты о поступке? Ананда, тебе следует послушать, как Татхагаты излагает великое изложение о поступке. Сейчас подходящий момент – благословенный, сейчас подходящий момент – счастливый, чтобы благословенный разъяснил в подробностях эти четыре типа личностей. Услышав это от благословенного, монахи запомнят это. Тогда, Ананда, слушай внимательно то, о чем я скажу. Да, учитель ответил достопочтенный Ананда. Благословенный сказал следующий, сводка о действии Каммы. Ананда, есть четыре типа личностей в мире. Какие четыре? Бывает так, что некий человек убивает живых существ, берет то, что не дано, неподобающе ведет себя в чувственных удовольствиях, лжет, говорит злонамеренно, говорит грубо, пустословит. Он алчный, имеет недоброжелательный ум, придерживается неправильных воззрений. С распадом тела, после смерти, он перерождается в состоянии лишений, в несчастливом уделе, в погибели, даже в аду. Но бывает и так, что некий человек, также, убивает живых существ, придерживается неправильных воззрений. Однако, с распадом тела, после смерти, он перерождается в счастливом уделе, даже в небесном мире. Бывает так, что некий человек воздерживается от убийства живых существ, от взятия того, что не дано, от неблагого поведения в чувственных удовольствиях, от лжи, от злонамеренной речи, от грубой речи, от пустословия. Он не алчный, у него не недоброжелательный ум, и он придерживается правильных воззрений. С распадом тела, после смерти, он перерождается в счастливом уделе, даже в небесном мире. Но бывает и так, что некий человек, также, воздерживается от убийства, придерживается правильных воззрений. Однако, с распадом тела, после смерти, он перерождается в состоянии лишений, в несчастливом уделе, в погибели, даже в аду. Видящие жрецы и отшельники Вот, Ананда, посредством рвения, стремления, благочестия, прилежания, и правильного внимания, некий жрец или отшельник достигает такого сосредоточения ума, что когда его ум сосредоточен, то божественным глазом, который очищен и превосходит человеческий, он видит некоего человека, который убивает живых существ, придерживается неправильных воззрений, и он видит, что с распадом тела, после смерти, тот переродился в состоянии лишений, в несчастливом уделе, в погибели, даже в аду. Он говорит так, воистину, есть плохие поступки, есть результат неблагого поведения. Ведь я видел человека, который убивает, придерживается неправильных воззрений, и я вижу, что с распадом тела, после смерти, он переродился в состоянии лишений, аду. Он говорит так, с распадом тела, после смерти, каждый, кто убивает живых существ, придерживается неправильных воззрений, перерождается в состоянии лишений, в аду. Те, кто знают так, знают правильно. Те, кто думают иначе, ошибаются. Так он упрямо хватается за то, что он сам узнал, увидел, открыл, настаивая, только это правда, а все остальное ошибочно. Но, Ананда, посредством рвения, некий жрец или отшельник достигает такого сосредоточения ума, божественным глазом, который очищен и превосходе человеческий, он видит некоего человека, который убивает живых существ, придерживается неправильных воззрений, и он видит, что с распадом тела, после смерти, тот переродился в счастливом уделе, даже в небесном мире. Он говорит так, воистину, нет плохих поступков, нет результаты неблагого поведения. Ведь я видел человека, который убивает, придерживается неправильных воззрений, и я вижу, что с распадом тела, после смерти, он переродился в счастливом уделе, даже в небесном мире. Он говорит так, с распадом тела, после смерти, каждый каждый, кто убивает живых существ, придерживается неправильных воззрений, перерождается в счастливом уделе, даже в небесном мире. Те, кто знают так, знают правильно. Те, кто думают иначе, ошибаются. Так он упрямо хватается за то, что он сам узнал, увидел, открыл, настаивая, только это правда, а все остальное ошибочно. Вот, Ананда, посредством рвения, некий жрец или отшельник достигает такого сосредоточения ума, божественным глазом, который очищен и превосходе человеческий, он видит некоего человека, который воздерживается от убийства живых существ, придерживается правильных воззрений, и он видит, что с распадом тела, после смерти, тот переродился в счастливом уделе, даже в небесном мире. Он говорит так, воистину, есть хорошие поступки, есть результат благого поведения. Ведь я видел человека, который воздерживается от убийства, придерживается правильных воззрений, и я вижу, что с распадом тела, после смерти, он переродился в счастливом уделе, даже в небесном мире. Он говорит так, с распадом тела, после смерти, каждый, кто воздерживается от убийства живых существ, придерживается правильных воззрений, перерождается в счастливом уделе, даже в небесном мире. Те, кто знают так, знают правильно. Те, кто думают иначе, ошибаются. Так он упрямо хватается за то, что он сам узнал, увидел, открыл, настаивая, только это правда, а все остальное ошибочно. Но, Ананда, посредством рвения, некий жрец или отшельник достигает такого сосредоточения ума, божественным глазом, который очищен и превосходит человеческий, он видит некоего человека, который воздерживается от убийства живых существ, придерживается правильных воззрений, и он видит, что с распадом тела, после смерти, тот переродился в состояние лишений, аду. Он говорит так, воистину, нет хороших поступков, нет результата благого поведения. Ведь я видел человека, который воздерживается от убийства, придерживается правильных воззрений, и я вижу, что с распадом тела, после смерти, он переродился в состояние лишений, аду. Он говорит так, с распадом тела, после смерти, каждый, кто воздерживается от убийства живых существ, придерживается правильных воззрений, перерождается в состояние лишений, даже в аду. Те, кто знают так, знают правильно. Те, кто думают иначе, ошибаются. Так он упрямо хватается за то, что он сам узнал, увидел, открыл, настаивая, только это правда, а все остальное ошибочно. Согласие и несогласие Будды. В этом отношении, Ананда, когда жрец или отшельник говорит, воистину, есть плохие поступки, есть результат неблагого поведения, то я допускаю это. Когда он говорит, я видел человека, который убивал живых существ, переродился в состоянии лишений, даже в аду, то я также допускаю это. Но когда он говорит, с распадом тела, после смерти, каждый, кто убивает живых существ, перерождается в состоянии лишений, даже в аду, то я не допускаю этого. И когда он говорит, те, кто знают так, знают правильно. Те, кто думают иначе, ошибаются, то я также не допускаю этого. И когда он упрямо хватается за то, что он сам узнал, увидел, открыл, настаивая, только это правда, а все остальное ошибочно, то я также не допускаю этого. И почему? Потому что, Ананда, знание Татхагаты о великом изложении о поступке иное. В этом отношении, Ананда, когда жрец или отшельник говорит, воистину, нет плохих поступков, нет результата неблагого поведения, то я не допускаю этого. Когда он говорит, я видел человека, который убивал живых существ, переродился в счастливом уделе, даже в небесном мире, то я допускаю это. Но когда он говорит, с распадом тела, после смерти, каждый, кто убивает живых существ, перерождается в счастливом уделе, даже в небесном мире, то я не допускаю этого. И когда он говорит, «Те, кто знают так, знают правильно. Те, кто думают иначе, ошибаются, то я также не допускаю этого». И когда он упрямо хватается за то, что он сам узнал, увидел, открыл, настаивая, «Только это правда, а все остальное ошибочно, то я также не допускаю этого». И почему? Потому что, Ананда, знание Тадхагаты о великом изложении о поступке Иноя. В этом отношении, Ананда, когда жрец или отшельник говорит, «Воистину, есть хорошие поступки, есть результат благого поведения, то я допускаю это». И когда он говорит, «Я видел человека, который воздерживался от убийства живых существ, переродился в счастливом уделе, даже в небесном мире, то я также допускаю это». Но когда он говорит, «С распадом тела, после смерти, каждый, кто воздерживается от убийства живых существ, перерождается в счастливом уделе, даже в небесном мире, то я не допускаю этого». И когда он говорит, «Те, кто знают так, знают правильно. Те, кто думают иначе, ошибаются, то я также не допускаю этого». И когда он упрямо хватается за то, что он сам узнал, увидел, открыл, настаивая, «Только это правда, а все остальное ошибочно, то я также не допускаю этого». И почему? Потому что, Ананда, знание Тадхагаты о великом изложении о поступке Иноя. В этом отношении, Ананда, когда жрец или отшельник говорит, «Воистину, нет хороших поступков, нет результата благого поведения, то я не допускаю этого». Когда он говорит, «Я видел человека, который воздерживался от убийства живых существ, переродился в состоянии лишений, даже в аду то я допускаю это». Но когда он говорит, «С распадом тела, после смерти, каждый, кто воздерживается от убийства живых существ, перерождается в состоянии лишений, даже в аду то я не допускаю этого». И когда он говорит, «Те, кто знают так, знают правильно. Те, кто думают иначе, ошибаются, то я также не допускаю этого». И когда он упрямо хватается за то, что он сам узнал, увидел, открыл, настаивая, только это правда, а все остальное ошибочно, то я также не допускаю этого. И почему? Потому что, Ананда, знание Татхагаты о великом изложении о поступке иное. Изложение о поступке. В этом отношении, Ананда, что касается того человека, который убивает живых существ, придерживается неправильных воззрений, и с распадом тела, после смерти, перерождается в состоянии лишений, даже в аду, либо он раньше совершил плохой поступок, который должен чувствоваться как болезненный, либо он позже совершил плохой поступок, который должен чувствоваться как болезненный, либо в момент смерти он обрел и предпринял неправильное воззрение. Из-за этого после распада тела, после смерти, он переродился в состояние лишений, даже в аду. И поскольку он убивал живых существ, придерживался неправильного воззрения, то он будет переживать результат этого либо здесь и сейчас, в этой жизни, либо в своем следующем перерождении, либо в некотором, еще, последующем существовании. 3. В этом отношении, Ананда, что касается того человека, который убивает живых существ, придерживается неправильных воззрений, и с распадом тела, после смерти, перерождается в счастливом уделе, даже в небесном мире, либо он раньше совершил хороший поступок, который должен чувствоваться как приятный, либо он позже совершил хороший поступок, который должен чувствоваться как приятный, либо в момент смерти он обрел и предпринял правильное воззрение. Из-за этого после распада тела, после смерти, он переродился в счастливом уделе, даже в небесном мире. Но поскольку он убивал живых существ, придерживался неправильного воззрения, он будет переживать результат этого либо здесь и сейчас, в этой жизни, либо в своем следующем перерождении, либо в некотором, еще, последующем существовании. В этом отношении, Ананда, что касается того человека, который воздерживается от убийства живых существ, придерживается правильных воззрений, и с распадом тела, после смерти, перерождается в счастливом уделе, даже в небесном мире, либо он раньше совершил хороший поступок, который должен чувствоваться как приятный, либо он позже совершил хороший поступок, который должен чувствоваться как приятный, либо в момент смерти он обрел и предпринял правильное воззрение. Из-за этого после распада тела, после смерти, он переродился в счастливом уделе, даже в небесном мире. И поскольку он воздерживался от убийства живых существ, придерживался правильного воззрения, он будет переживать результат этого либо здесь и сейчас, в этой жизни, либо в своем следующем перерождении, либо в некотором, еще, последующем существовании. В этом отношении, Ананда, что касается того человека, который воздерживается от убийства живых существ, придерживается правильных воззрений, и с распадом тела, после смерти, перерождается в состоянии лишений, даже в аду, либо он раньше совершил плохой поступок, который должен чувствоваться как болезненный, либо он позже совершил плохой поступок, который должен чувствоваться как болезненный, либо в момент смерти он обрел и предпринял неправильное воззрение. Из-за этого после распада тела, после смерти, он переродился в состояние лишений, даже в аду. Но поскольку он воздерживался от убийства живых существ, придерживался правильного воззрения, то он будет переживать результат этого либо здесь и сейчас, в этой жизни, либо в своем следующем перерождении, либо в некотором, еще, последующем существовании. Таким образом, Ананда, есть поступок, который неспособный представляется неспособным. Есть поступок, который неспособный, но представляется способным. Есть поступок, который способный представляется способным. Есть поступок, который способный, но представляется неспособным. 4. Так сказал Благословенный. Достопочтенный Ананда был доволен и восхитился словами Благословенного. 1. Комментарий объясняет, что на самом деле он не слышал этого от Будды, но узнал об этом от других в искаженном виде. Первое утверждение – это искаженное заявление Будды о том, что умственный поступок является наиболее порицаемым среди трех видов неблагих поступков, смотри. МН 56. Второе утверждение проистекает из обсуждения Будды прекращение восприятия в Патхападе-суте, ДН 9. Комментарий также толкует слово тщетный как бесплодный. 2. Будда делает это утверждение в СН 36.11 имея в виду, что все формации страдательны из-за их непостоянства. Хотя само по себе это утверждение правдиво, Самиддхе, похоже, неправильно истолковал его, поняв, что все ощущаемое чувство чувствуется как страдание, что, очевидно, является ошибочным. 3. Это утверждение показывает, что даже если его неблагая кама не породила определенный вид перерождения, она тем или иным способом созреет в этой его жизни, или в следующей жизни, или в какой-то более отдаленной будущей жизни. 4. Комментарий объясняет Абхабба, неспособный, как Акусала, неблагой. Он называется неспособным, потому что лишен способности роста. Абхабба, способный, имеет возможность роста, и является благим. Однако такое объяснение выглядит странным. Абхабба, санскрит, пхавия, может просто означать способный принести результат, без какой-либо моральной подоплеки. Салаятана Витханга Сутта, изложение о шести сферах. МН 137. Содержание, шесть внутренних сфер. Шесть внешних сфер. Шесть классов сознания. Шесть классов контакта. 18 видов умственного исследования. 36 позиций существ. Преодоление и отбрасывание. Три основы осознанности. Восемь направлений. Так я слышал. Однажды Благословенный проживал в Савайтхе в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. Там он обратился к монахам, монахи. Да, учитель ответили они. Благословенный сказал следующий, монахи, я научу вас изложению о шести сферах. Слушайте внимательно, я буду говорить. Да, учитель ответили монахи. Благословенный сказал, шесть внутренних сфер должны быть поняты. Шесть внешних сфер должны быть поняты. Шесть классов сознания должны быть поняты. Шесть классов контакта должны быть поняты. 18 видов умственного исследования должны быть поняты. 36 позиций существ должны быть поняты. Так, полагаясь на это, отбросьте то. Есть три основы осознанности, которые взращивает Благородный, и, взращивая которые, Благородный является подходящим учителем для наставления группы. Среди обучающих тренировки учителей именно он зовется несравненным вожаком тех, кого следует обуздать. Такова сводка изложения о шести сферах. Шесть внутренних сфер должны быть поняты так сказано. По отношению к чему так было сказано? Есть сфера глаза, сфера уха, сфера носа, сфера языка, сфера тела, сфера ума. В отношении этого так было сказано, шесть внутренних сфер должны быть поняты. Шесть внешних сфер должны быть поняты так сказано. По отношению к чему так было сказано? Есть сфера формы, сфера звука, сфера запаха, сфера вкуса, сфера осязаемой вещи, сфера умственного объекта. В отношении этого так было сказано, шесть внешних сфер должны быть поняты. Шесть классов сознания должны быть поняты так сказано. По отношению к чему так было сказано? Есть сознание глаза, сознание уха, сознание носа, сознание языка, сознание тела, сознание ума. В отношении этого так было сказано, шесть классов сознания должны быть поняты. Шесть видов контакта. Шесть классов контакта должны быть поняты, так сказано. По отношению к чему так было сказано? Существует контакт глаза, контакт уха, контакт носа, контакт языка, контакт тела, контакт ума. В отношении этого так было сказано, шесть классов контакта должны быть поняты. Восемнадцать видов умственного исследования должны быть поняты, один, так сказано. По отношению к чему так было сказано? Видя форму глазом, человек исследует форму, порождающую радость, он исследует форму, порождающую печаль, он исследует форму, порождающую невозмутимость. Слыша ухом звук, человек исследует звук, порождающий радость, печаль, невозмутимость. Обоняя носом запах, человек исследует запах, порождающий радость, печаль, невозмутимость. Пробуя языком вкус, человек исследует вкус, порождающий радость, печаль, невозмутимость. Ощущая телом прикосновений, человек исследует прикосновений, порождающий радость, печаль, невозмутимость. Познавая умом умственный объект, человек исследует умственный объект, порождающий радость, печаль, невозмутимость. Таким образом, есть шесть видов исследования с радостью, шесть видов исследования с печалью, шесть видов исследования с невозмутимостью в отношении этого «так было сказано», восемнадцать видов умственного исследования должны быть поняты. 36 позиций существ должны быть поняты, 2 – так сказано. По отношению к чему так было сказано? Есть 6 видов радости, основанных на домохозяйской жизни, и 6 видов радости, основанных на отречении. Есть 6 видов печали, основанных на домохозяйской жизни, и 6 видов печали, основанных на отречении. Есть 6 видов невозмутимости, основанных на домохозяйской жизни, и 6 видов невозмутимости, основанных на отречении. Один, и что такое шесть видов радости, основанных на домохозяйской жизни? Когда человек считает обретением обретений форм, познаваемых глазом, которые желанны, притягательны, приятны, доставляют удовольствие, и связаны с миром, или же когда он вспоминает то, что прежде обрел, но что уже исчезло, прекратилось, изменилось, то возникает радость. Такая радость называется радостью, основанной на домохозяйской жизни. Когда человек считает обретением обретений звуков, запросы, опахов, вкусов, осязаемых вещей, умственных объектов, познаваемых умом, которые желанны, притягательны, приятны, доставляют удовольствие, и связаны с миром, или же когда он вспоминает то, что прежде обрел, но что уже исчезло, прекратилось, изменилось, то возникает радость. Такая радость называется радостью, основанной на домохозяйской жизни. Таковы шесть видов радости, основанных на домохозяйской жизни. Два. и что такое шесть видов радости, основанных на отречении? Когда, зная непостоянство, изменений, угасаний и прекращений форм, человек видит в соответствии с действительностью правильной мудростью то, что формы как прежде, так и сейчас, непостоянны, страдательны, подвержены изменениям, то возникает радость. Такая радость называется радостью, основанной на отречении. Когда, зная непостоянство, изменений, угасаний и прекращений звуков, запахов, вкусов, осязаемых вещей, умственных объектов, человек видит в соответствии с действительностью правильной мудростью, что умственные объекты, как прежде, так и сейчас, непостоянны, страдательны, подвержены изменениям, то возникает радость. Такая радость называется радостью, основанной на отречении. Таковы шесть видов радости, основанных на отречении. Три, и что такое шесть видов печали, основанных на домохозяйской жизни? Когда человек считает необретением необретений форм, познаваемых глазом, которые желанны, притягательны, приятны, доставляют удовольствие, и связаны с миром, или же когда он вспоминает то, чего прежде не обрел, но что уже исчезло, прекратилось, и изменилось, то возникает печаль. Такая печаль называется печалью, основанной на домохозяйской жизни. Когда человек считает необретением необретений звуков, запахов, вкусов, осязаемых вещей, умственных объектов, познаваемых вмом, которые желанны, притягательны, приятны, доставляют удовольствие, и связаны с миром, или же когда он вспоминает то, чего прежде не обрел, но что уже исчезло, прекратилось и изменилось, то возникает печаль. Такая печаль называется печалью, основанной на домохозяйской жизни. Таковы шесть видов печали, основанных на домохозяйской жизни. Четыре. И что такое шесть видов печали, основанных на отречении? Когда, зная непостоянства, изменений, угасаний, и прекращений форм, человек видит в соответствии с действительностью правильной мудростью то, что формы как прежде, так и сейчас, непостоянны, страдательны, подвержены изменениям, то он порождает сильное желание к высочайшим освобождениям, когда же я войду и буду пребывать в этой сфере, в которую ныне входит и в которой пребывают благородные. В том, кто порождает такое сильное желание к высочайшим освобождениям, возникает печаль, имея такое сильное желание своим условием. Такая печаль называется печалью, основанной на отречении. Когда, зная непостоянства, изменений, угасаний, и прекращений звуков, запахов, вкусов, осязаемых вещей, умственных объектов, человек видит в соответствии с действительностью правильной мудростью то, что умственные объекты как прежде, так и сейчас, непостоянны. Страдательны, подвержены изменениям, то он порождает сильное желание к высочайшим освобождениям, когда же я войду и буду пребывать в этой сфере, в которую ныне входит и в которой пребывают благородные. В том, кто порождает такое сильное желание к высочайшим освобождениям, возникает печаль, имея такое сильное желание своим условием. Такая печаль называется печалью, основанной на отречении. Таковы шесть видов печали, основанных на отречении. 5. И что такое шесть видов невозмутимости, основанных на домохозяйской жизни? Когда, глупец, видит форму глазом, возникает невозмутимость в этом, глупом ослепленном заурядном человеке, в этом, необученном заурядном человеке, который не преодолел своих ограничений или не одолел результатов, камы, и который слеп по отношению к опасности, 4. Такая невозмутимость не преодолевает формы. Вот почему она называется невозмутимостью, основанной на домохозяйской жизни. Когда, глупец, слышит ухом звук, обоняет носом запах, пробует языком вкус, трогает осязаемую вещь, познает умом умственный объект, возникает невозмутимость в этом, глупом ослепленном заурядном человеке, в этом, необученном заурядном человеке, который не преодолел своих ограничений или не одолел результатов, камы, и который слеп по отношению к опасности. Такая невозмутимость не преодолевает умственного объекта. Вот почему она называется невозмутимостью, основанной на домохозяйской жизни. Таковы шесть видов невозмутимости, основанных на домохозяйской жизни. Шесть, и что такое шесть видов невозмутимости, основанных на отречении? Когда, зная о непостоянстве, изменении, угасании, и прекращении форм, человек видит в соответствии с действительностью правильной мудростью то, что как прежде, так и сейчас, формы непостоянны, страдательны, подвержены изменением, то, в нем, возникает невозмутимость. Такая невозмутимость преодолевает форму. Вот почему она называется невозмутимостью, основанной на отречении, 5. Когда, зная о непостоянстве, изменении, угасании, и прекращении звуков, запахов, вкусов, осязаемых вещей, умственных объектов, человек видит в соответствии с действительностью правильной мудростью то, что как прежде, так и сейчас, умственные объекты непостоянны, страдательны, подвержены изменением, то, в нем, возникает невозмутимость. Такая невозмутимость преодолевает умственный объект. Вот почему она называется невозмутимостью, основанной на отречении. Таковы шесть видов невозмутимости, основанных на отречении. В отношении этого так было сказано, 36 позиций существ должны быть поняты. Так, полагаясь на это, отбросьте то так было сказано. По отношению к чему так было сказано? Вот, монахи, полагаясь и опираясь на шесть видов радости, основанных на отречении, отбросьте и преодолейте шесть видов радости, основанных на домохозяйской жизни. Именно так они отбрасываются. Именно так они преодолеваются. Полагайся, опираясь на шесть видов печали, основанных на отречении, отбросьте и преодолейте шесть видов печали, основанных на домохозяйской жизни. Именно так они отбрасываются. Именно так они преодолеваются. Полагайся, опираясь на шесть видов невозмутимости, основанных на отречении, отбросьте и преодолеете шесть видов невозмутимости, основанных на домохозяйской жизни. Именно так они отбрасываются. Именно так они преодолеваются. Полагайся и опираясь на шесть видов радости, основанных на отречении, отбросьте и преодолеете шесть видов печали, основанных на отречении. Именно так они отбрасываются. Именно так они преодолеваются. Полагайся и опираясь на шесть видов невозмутимости, основанных на отречении, отбросьте и преодолейте шесть видов радости, основанных на отречении. Именно так они отбрасываются. Именно так они преодолеваются. Есть, монахи, множественная невозмутимость, основанная на множественности. Есть невозмутимость, которая едина, основанная на единении. И что такое, монахи, множественная невозмутимость, основанная на множественности? Существует невозмутимость в отношении форм, звуков, запахов, вкусов, осязаемых вещей. Это, Монахи, называется множественной невозмутимостью, основанной на множественности. И что такое, монахи, невозмутимость, которая едина, основанная на единении? Существует невозмутимость в отношении сферы безграничного пространства, сферы безграничного сознания, сферы отсутствия всего, сферы невосприятия, не невосприятия. Это, монахи, называется невозмутимостью, которая едина, основанная на единении. Монахи, полагаясь и опираясь на невозмутимость, которая едина, основанная на единении, отбросьте и преодолейте множественную невозмутимость, основанную на множественности. Именно так она отбрасывается. Именно так она преодолевается. Монахи, полагаясь и опираясь на неопределение, 6, отбросьте и преодолейте невозмутимость, которая едина, основанную на единении. Именно так она отбрасывается. Именно так она преодолевается. В отношении этого так было сказано, так, полагаясь на это, отбросьте то. Есть три основы осознанности, который взращивает благородный, и, взращивая который, благородный является подходящим учителем для наставления группы, 7, так было сказано. По отношению к чему так было сказано? Один, вот, монахи, сострадательные и ищущие для них благо, учитель обучает Дхаме своих учеников и сострадания, это ради вашего благополучия, это ради вашего счастья. Его ученики не желают слушать или склонять ухо или направлять свои умы на понимание. Они отклоняются и отворачиваются, от учения учителя. Этим Татхагат и неудовлетворен и не ощущает удовлетворения. Но, все же, он пребывает непреклонным, осознанным и бдительным. Это, монахи, называется первой основой осознанности, которую взращивает благородный, и, взращивая которую, благородный является подходящим учителем для наставления группы. 2, далее, монахи, сострадательные и ищущие для них благо, учитель обучает Дхаме своих учеников и сострадания, это ради вашего благополучия, это ради вашего счастья. Некоторые из его учеников не слушают и не склоняют ухо и не направляют умы на понимание. Они отклоняются и отворачиваются от учения учителя. Но, некоторые ученики слушают, склоняют ухо, и направляют умы на понимание. Они не отклоняются и не отворачиваются от учения учителя. Этим Татхагат и неудовлетворен и не ощущает удовлетворения, но он и не неудовлетворен и не ощущает неудовлетворения. Будучи свободным от удовлетворения и неудовлетворения, он пребывает непреклонным, осознанным и бдительным. Это, монахи, называется второй основой осознанности, которую взращивает благородный, и, взращивая которую, благородный является подходящим учителем для наставления группы. 3. Далее, монахи, сострадательные и ищущие для них благо, учитель обучает Дхаме своих учеников из сострадания, это ради вашего благополучия, это ради вашего счастья. Его ученики слушают, склоняют ухо, и направляют умы на понимание. Они не отклоняются и не отворачиваются от учения учителя. Этим Татхагата удовлетворен и ощущает удовлетворение. Но, все же, он пребывает непреклонным, осознанным и бдительным. Это, монахи, называется третьей основой осознанности, которую взращивает благородный, и, взращивая которую, благородный является подходящим учителем для наставления группы. В отношении этого так было сказано, есть три основы осознанности, которые взращивает благородный, и, взращивая которые, благородный является подходящим учителем для наставления группы. Среди обучающих тренировки учителей именно он зовется несравненным вожаком тех, кого следует обуздать так сказано. По отношению к чему так было сказано? Направляемый укоротителем слонов, монахи, слон, которого следует обуздать, идет в одном из направлений на восток, на запад, на север, или на юг. Направляемый укоротителем буйволов, монахи, буйвол, которого следует обуздать, идет в одном из направлений на восток, на запад, на север, или на юг. Монахи, будучи направляемым татхагатой, совершенным и полностью просветленным, человек, которого следует обуздать, идет в восьми направлениях, восемь. Один, обладая материальной формой, он видит формы, таково первое направление. Два, не воспринимая формы внутренние, он видит формы внешне, таково второе направление. Три, он настроен только на красивое, таково третье направление. Четыре, с полным преодолением восприятия форм, с угасанием восприятий, вызываемых органами чувств, не обращающих внимания на восприятие множественности, воспринимая пространство безгранично, он входит и пребывает в сфере безграничного пространства, таково четвертое направление. Пять, с полным преодолением сферы безграничного пространства, воспринимая сознание безгранично, он входит и пребывает в сфере безграничного сознания, таково пятое направление. 6. С полным преодолением сферы безграничного сознания, воспринимая здесь ничего нет, он входит и пребывает в сфере отсутствия всего, таково шестое направление. 7. С полным преодолением сферы отсутствия всего, он входит и пребывает в сфере невосприятия, не невосприятия, таково седьмое направление. 8. С полным преодолением сферы невосприятия, не невосприятия, он входит и пребывает в прекращении восприятия чувствования, таково восьмое направление. Монахи, будучи направляемым Татхагатой, совершенным и полностью просветленным, человек, которого следует обуздать, идет в этих восьми направлениях в отношении этого так было сказано среди обучающих тренировки учителей именно он зовется несравненным вожаком тех, кого следует обуздать. Так сказал благословенный. Монахи были довольны и восхитились словами благословенного. 1. Согласно комментарию, умственное исследование моноповичара, здесь, это фактор витакки вечары, то есть направление ума и удержание ума. Человек исследует уповичарти, объект за счет наличия удерживаемой мысли, вечара, а направляющая мысль связана с удерживаемой. 2. Согласно комментарию, таковы позиции, пада, для существ, которые намереваются продолжать круговерть перерождения и которые намереваются прекратить эту круговерть. 3. Согласно комментарию, здесь имеется в виду араханство. 4. По заметке достопочтенного Тханиссара, такой человек упоминается в Антри девяносто девять, где объясняется, как человек с ограниченным умом, являющийся жертвой результатов своих прошлых действий, как тот, кто не развит в созерцании тела, не развит в нравственности, не развит в сосредоточении, не развит в мудрости, ограниченный, малодушный, пребывающий в страдании. 4. Сутта говорит о том, что такой человек страдает куда больше от результатов своих прошлых дел, чем тот, чье сознание безгранична. 4. СН-42-8 рекомендует практиковать Брахамовихары для развития такого безграничного ума, который ослабляет результаты прошлых поступков. 5. Человек, не видящий опасности, это тот, кто не видит изъяна в чувственных удовольствиях или в привязанности к телу. Для такого человека моменты невозмутимости будут просто скучным времяпрепровождением по мере поисков чувственных удовольствий. 5. Согласно комментарию, эта невозмутимость рождается из прозрения. Человека не влекут приятные объекты и не отталкивают неприятные. Он невозмутим по отношению к ним. 6. Неопределение, атомма это, дословно не состоящее в этом. Комментарий объясняет это как отсутствие жажды. Однако, судя по контексту, может идти речь об отсутствии самомнения. 7. Основы осознанности, сатипаттхана. Здесь этот термин употребляется не в стандартном, а в довольно уникальном смысле. Под благородным подразумевается сам Будда. 8. Под восьмью направлениями, согласно комментарию, понимаются различные медитативные умения. Так, первое умение трактуется как достижение четырех джханно-цветной тотальности, косине, взятое из своего тела. Второе умение трактуется также, но косина взята из внешнего предмета. Третье умение трактуется как либо достижение джханно-очень красивой и чистой цветной косине, либо на брахмавихарах. Последующие четыре умения, это достижение четырех бесформенных сфер, арупаджхан, а последнее, это достижение и прекращение восприятия чувствования, нирадхасамапатти. Уддисавибханга сутта, изложение и сводка. МН 138. Так я слышал. Однажды Благословенный проживал в Савайтхе в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. Там Благословенный обратился к монахам так, монахи. Учитель. Ответили они. Благословенный сказал следующий, монахи, я научу вас сводке и изложению. Слушайте внимательно то, о чем я буду говорить. Да, учитель ответили монахи. Благословенный сказал следующий, монахи, монах должен исследовать вещи так, чтобы по мере того, как он исследует их, его сознание не отвлекалось и не распылялось внешне, но и не застревало внутреннее, и чтобы он посредством нецепляния не становился взволнованным. Если его сознание не отвлекается и не распыляется внешне, и не застревает внутреннее, и если он посредством нецепляния не становится взволнованным, то тогда у него нет возникновения страдания будущего рождения, старения, и смерти. Так сказал Благословенный. Сказав так, Высочайший поднялся со своего сиденья и ушёл в свою хижину. И вскоре после того, как Благословенный ушёл, монахи подумали, «Итак, друзья, Благословенный поднялся со своего сиденья и ушёл в свою хижину после того, как дал краткое изложение, не дав подробного объяснения значения. Кто сможет объяснить его подробно?» Затем они подумали, «Достопочтенный Махакачина восхваляем учителем и уважаем его мудрыми товарищами по святой жизни. Он может подробно объяснить значение, что если мы отправимся к нему и спросим его о значении этого». И тогда монахи отправились к достопочтенному Махакачине и обменялись с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями они сели рядом и рассказали ему обо всем случившемся, добавив, «Пусть достопочтенный Махакачина объяснит нам». Тот ответил, «Друзья, это как если бы человеку понадобилась сердцевина дерева, он бы искал сердцевину дерева, бродил в поисках сердцевины дерева, и прошел бы мимо корней и ствола, думая, что сердцевину великого дерева с сердцевиной нужно искать среди ветвей и листьев. Так и с вами, достопочтенные, вы сидели лицом к лицу с учителем, но прошли мимо благословенного, думая, что о значении нужно спрашивать меня. Ведь зная, благословенный знает, видя, он видит, он стал видением, он стал знанием, он стал Дхаммой, он стал святым. Это он, разъяснитель, глашатый, толкователь значения, даритель бессмертного, властелин Дхаммы, Татхагата. В тот момент вам следовало спросить у благословенного о значении. То, как он объяснил бы это, так вы это бы и запомнили. Вне сомнений, друг Качана, зная, благословенный знает, видя, он видит. Татхагата. В тот момент нам следовало спросить у благословенного о значении, и то, как он объяснил бы это, так мы это бы и запомнили. Но все же, достопочтенный Махакачина восхваляем учителем и почитаем его мудрыми товарищами по святой жизни. Достопочтенный Махакачина сможет подробно разъяснить значение этого краткого утверждения, которое и вкратце было дано благословенным без подробного разъяснения значения. Пусть достопочтенный Махакачина не увидит в этом беспокойства и даст разъяснение. В таком случае, друзья, слушайте внимательно то, что я скажу. Да, друг, ответили монахи. Достопочтенный Махакачина сказал следующий, ум, отвлеченный внешне. И почему, друзья, сознание называется отвлеченным и распыленным внешне, один? Вот, когда монах увидел форму глазом, то если его сознание следует за образом формы и привязано и приковано привлекательностью образа формы, опутано путами привлекательности образа формы, то тогда его сознание называется отвлеченным и распыленным внешне. Когда он услышал звук ухом, подчуял запах носом, распробовал вкус языком, ощутил прикосновение телом, познал умственный объект умом, то если его сознание следует за образом умственного объекта, то тогда его сознание называется отвлеченным и распыленным внешне. И почему, друзья, сознание называется неотвлеченным и распыленным внешне? Вот, когда монах увидел форму глазом, то если его сознание не следует за образом формы, не привязанной и не прикованной привлекательностью образа формы, не опутанно путами привлекательности образа формы, то тогда его сознание называется неотвлеченным и нераспыленным внешне. Когда он услышал звук ухом, подчуял запах носом, распробовал вкус языком, ощутил прикосновение телом, познал умственный объект умом, то если его сознание не следует за образом умственного объекта, то тогда его сознание называется неотвлеченным и нераспыленным внешне. Ум, застрявший внутренне. И почему, друзья, сознание называется застрявшим внутренне? Вот, будучи отстраненным от чувственных удовольствий, отстраненным от неблагих состояний, ума, монах входит и пребывает в первой джхане, которая сопровождается направлением и удержанием, ума на объекте медитации, с восторгом и удовольствием, которые возникли за этой отстраненности. Если его сознание следует за восторгом и удовольствием, которые возникли из-за этой отстраненности, и привязаны и приковано привлекательностью восторга и удовольствия, которые возникли из-за этой отстраненности, то тогда его ум называется застрявшим внутренне. Далее, с угасанием направления и удержания, ума на объекте, монах входит и пребывает во второй джхане, в которой наличествует внутренняя уверенность и единение ума, в которой нет направления и удержания, но есть восторг и удовольствия, которые возникли посредством сосредоточения. Если его сознание следует за восторгом и удовольствием, которые возникли посредством сосредоточения, то тогда его ум называется застрявшим внутренне. Далее, с угасанием восторга монах пребывает невозмутимым, осознанным, бдительным, и ощущает приятное телом. Он входит и пребывает в третьей джхане, о которой благородные говорят так, он невозмутим, осознан, пребывает в удовольствии. Если его сознание следует за невозмутимостью и привязано и приковано привлекательностью невозмутимости, то тогда его ум называется застрявшим внутренне. Далее, с оставлением удовольствия и боли, равно как и с предыдущим угасанием радости и недовольства, монах входит и пребывает в четвертой джхане, которая неприятно-неболезненно, характерна чистейшей осознанностью и за невозмутимостью. Если его сознание следует за неудовольствием и болью, и привязано и приковано привлекательностью неудовольствия и не боли, то тогда его ум называется застрявшим внутренне. Вот почему его сознание называется застрявшим внутренне. И почему, друзья, сознание называется не застрявшим внутренне? Вот, будучи отстраненным от чувственных удовольствий, отстраненным от неблагих состояний, ума, монах входит и пребывает в первой джхане. Если его сознание не следует за восторгом и удовольствием, которые возникли из-за этой отстраненности, и не привязаны и не приковано привлекательностью восторга и удовольствия, которые возникли из-за этой отстраненности, то тогда его ум называется не застрявшим внутренне. Далее, входит и пребывает во второй, третьей, четвертой джхане. Если его сознание не следует за ни удовольствием ни болью, и не привязано и не приковано привлекательностью ни удовольствия ни боли, то тогда его ум называется не застрявшим внутренне. Вот почему его сознание называется незастрявшим внутренне. Взволнованность. И почему, друзья, имеет место взволнованность и зацепление? Вот необученный заурядный человек, который не уважает благородных, который не умел и не обученный в их дхаме, который не уважает чистых людей, который не умел и не обученный в их дхаме, считает, что материальная форма – это я, или что я владеет материальной формой, или что материальная форма находится внутри я, или что я находится в материальной форме. Эта его материальная форма изменяется и становится иной. С остановлением иной изменением этой материальной формы его сознание захвачено изменением материальной формы. Взволнованные умственные состояния, рожденные охваченностью и изменением материальной формы, возникают совместно и продолжают завладевать его умом. Поскольку его ум охвачен, он встревожен, обеспокоен, озабочен, и из-за цепляния становится взволнованным. 2. Он считает, что чувство, восприятие, формации, ума, Сознание – это я, или что я владеет сознанием, или что сознание находится внутри я, или что я находится в сознании. Это его сознание изменяется и становится иным. С изменением и становлением иным этого сознания, его сознание захвачено изменением сознания. Взволнованные умственные состояния, рожденные охваченностью и изменением сознания, возникают совместно и продолжают завладевать его умом. Поскольку его ум охвачен, он встревожен, обеспокоен, озабочен, и зацепляния становится взволнованным. Вот каким образом имеет место взволнованность и зацепляния. И почему, друзья, имеет место невзволнованность и за нецепляния? Вот хорошо обученный ученик благородных, тот, кто уважает благородных и кто умелый и обученный в их дхаме, который уважает чистых людей, умелый и обученный в их дхаме, не считает, что материальная форма – это я. Или что я находится в сознании. Это его сознание изменяется и становится иным. С изменением и становлением иным этого сознания, его сознание не захвачено изменением сознания. Взволнованные умственные состояния, рожденные охваченностью и изменением сознания, не возникают совместно и не продолжают завладевать его умом. Поскольку его ум не охвачен, он не встревожен, не обеспокоен, не озабочен, и из-за нецепляния не становится взволнованным. Вот каким образом имеет место невзволнованность из-за нецепляния. Друзья, когда Благословенный поднялся со своего сидения и ушел в свое жилище, дав краткое утверждение, но не дав подробного разъяснения, то есть, монахи, монах должен исследовать вещи так, чтобы по мере того, как он исследует их, его сознание не отвлекалось и не распылялось внешне, но и не застревало внутреннее, и чтобы он посредством нецепляния не становился взволнованным. Если его сознание не отвлекается и не распыляется внешне, и не застревает внутреннее, и если он посредством нецепляния не становится взволнованным, то тогда у него нет возникновения страдания будущего рождения, старения и смерти, то вот как я понимаю подробные значения этой сводки. Теперь, друзья, если хотите, отправляйтесь к Благословенному и спросите его о значении этого. То, как Благословенный объяснит, так вам и следует это запомнить. И тогда монахи, довольные и обрадованные словами Достопочтенного Махакачины, встали со своих сидений и отправились к Благословенному. Поклонившись ему, они сели рядом и рассказали Благословенному обо всем, что произошло, добавив «И тогда, Учитель, мы отправились к Достопочтенному Махакачине и спросили его о значении». Достопочтенный Махакачин объяснил значение и в таких-то терминах, утверждениях, и фразах. Благословенный ответил, Махакачина мудр, монахи, Махакачина наделен великой мудростью. Если бы вы спросили меня о значении этого, то я бы объяснил точно так же, как это объяснил Махакачина. Таково значение этого, и именно так вам следует запомнить это. Так сказал Благословенный. Монахи были довольны и восхитились словами Благословенного. Один, комментарий, сознание отвлечено и распылено внешне, то есть, среди внешних объектов, что происходит из-за привязанности к внешнему объекту. Два, эта взволнованность появляется, из-за видения, отсутствия какой-либо постоянной сущности в вещах, которая могла бы обеспечить убежище от страданий из-за изменений неустойчивости. Аранавибханга сутта, изложение о неконфликте. МН 139. Так я слышал. Однажды Благословенный проживал в Саввайтхе в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. Там Благословенный обратился к монахам так, монахи. Учитель. Ответили они. Благословенный сказал следующий, монахи, я научу вас изложению о неконфликте. Слушайте внимательно то, о чем я буду говорить. Да, учитель. Ответили монахи. Благословенный сказал следующий, монахи, не стоит преследовать чувственное удовольствие, которое низкое, вульгарное, грубое, постыдное, неполезное. Не следует преследовать самоумерщвление, которое болезненное, постыдное, неполезное. Срединный путь, открытый Татхагатой, избегает обеих крайностей. Он дает видение, дает знание, ведет к покою, к прямому знанию, к просветлению, к неббане. Нужно знать, что такое восхвалять, что такое унижать, и, зная обе эти вещи, не нужно не восхвалять, не унижать, но следует учить только Дхамме. Нужно знать, как определять удовольствие, и, зная это, нужно преследовать удовольствие в себе. Не следует произносить, вслух, внутренних речей, не следует произносить внешних колких речей. Нужно говорить неспешно, а не торопливо. Не следует настаивать на местном языке, не следует отрицать принятого слова употребления. Таково изложение о неконфликте. Чувственности самоумерщвления. Не стоит преследовать чувственное удовольствие, которое низкое, вульгарное, грубое, постыдное, неполезное. Не следует преследовать самоумерщвление, которое болезненное, постыдное, неполезное так было сказано. В отношении чего так было сказано? Преследование и наслаждение тем, чье удовольствие связано с чувственными желаниями, низкими, вульгарными, грубыми, постыдными, неполезными, это состояние, одолеваемое страданием, досадой, отчаянием, взбудораженностью, и это ошибочный путь. Отказ от преследования наслаждения тем, чье удовольствие связано с чувственными желаниями, низкими, вульгарными, грубыми, постыдными, неполезными, это состояние бесстраданий, досады, отчаяния, взбудораженности, и это правильный путь. Преследование и самоумерщвление, болезненного, постыдного, неполезного, это состояние, одолеваемое страданием, досадой, отчаянием, взбудораженностью, и это ошибочный путь. Отказ от преследования самоумерщвления, болезненного, постыдного, неполезного, это состояние бесстраданий, досады, отчаяния, взбудораженности, и это правильный путь. В отношении этого так было сказано, не стоит преследовать чувственное. Не следует преследовать самоумерщвление, которое болезненное, постыдное, неполезное. Срединный путь. Срединный путь, открытый Татхагатой, избегает обеих крайностей. Он дает видение, дает знание, ведет к покою, к прямому знанию, к просветлению, к небыбанне так было сказано. В отношении чего так было сказано? Это именно этот самый благородный восьмеричный путь, правильное воззрение, правильное устремление, правильная речь, правильные действия, правильное средство к жизни, правильные усилия, правильная осознанность, правильное сосредоточение. В отношении этого так было сказано, срединный путь, открытый Татхагатой, к небыбанне. Хвала и унижение. Нужно знать, что такое восхвалять, что такое унижать, и, зная обе эти вещи, не нужно не восхвалять, не унижать, но следует учить только Дхамме так было сказано в отношении чего так было сказано? Каким образом, монахи, имеют место восхваление и унижение и неспособность учить только Дхамме? Вот некий человек говорит, все те, кто вовлечены в преследование и наслаждение того, чье удовольствие связано с чувственными желаниями, низкими, вульгарными, грубыми, постыдными, неполезными, одолеваемы страданием, досадой, отчаянием, взбудораженностью, и они вступили на ошибочный путь. Вот как он унижает других. Когда некий человек говорит, все те, кто отказались от преследования и наслаждения того, чье удовольствие связано с чувственными желаниями, не имеют страданий, и они вступили на правильный путь. Вот как он восхваляет других. Когда некий человек говорит, все те, кто вовлечены в преследование и самоумерщивление, одолеваемы страданием, досадой, отчаянием, взбудораженностью, и они вступили на ошибочный путь. Вот как он унижает других. Когда некий человек говорит, все те, кто отказались от преследования и самоумерщивления, не имеют страданий, и они вступили на правильный путь. Вот как он восхваляет других. Когда некий человек говорит, все те, кто не отбросили оков существования, одолеваемы страданием, досадой, отчаянием, взбудораженностью, и они вступили на ошибочный путь. Вот как он унижает других. Когда некий человек говорит, все те, кто отбросили оковы существования, не имеют страданий, досады, отчаяния, взбудораженности, и они вступили на правильный путь. Вот как он восхваляет других. Вот каким образом имеет место восхваление и унижение и неспособность учить только Дхамме. Учение только Дхамме. Каким образом, монахи, имеют место не восхваления, не унижения, но способность учить только Дхамме. Вот некий человек не говорит, все те, кто вовлечены в преследование и наслаждение того, чье удовольствие связано с чувственными желаниями, одолеваемые страданием, досадой, отчаянием, взбудораженностью, и они вступили на ошибочный путь. Но вместо этого он говорит, преследование – это состояние, одолеваемое страданием, досадой, отчаянием, взбудораженностью, и это ошибочный путь. В этом случае он учит только Дхамме. Когда он не говорит, все те, кто отказались от преследования и наслаждения того, чье удовольствие связано с чувственными желаниями, не имеют страданий, и они вступили на правильный путь, но вместо этого он говорит, отказ от преследования – это состояние бесстрадания, досады, отчаяния, взбудораженностью, и это правильный путь, то в этом случае он учит только Дхамме. Когда он не говорит, все те, кто вовлечены в преследование и самоумерщвление, вступили на ошибочный путь, но вместо этого он говорит, преследование – это состояние, одолеваемое страданием, досадой, отчаянием, взбудораженностью, и это ошибочный путь, то в этом случае он учит только Дхамме. Когда он не говорит, все те, кто отказались от преследования и самоумерщвления, вступили на правильный путь, но вместо этого он говорит, отказ от преследования, это состояние бесстрадания, досады, отчаяния, взбудораженности, и это правильный путь, то в этом случае он учит только Дхамме. Когда он не говорит, все те, кто не отбросили оковы существования, вступили на ошибочный путь, но вместо этого он говорит, покуда оковы существования не отброшены, существование также не отброшено, то в этом случае он учит только Дхамме. Когда он не говорит, все те, кто отбросили оковы существования, вступили на правильный путь, но вместо этого он говорит, когда оковы существования отброшены, существование также отброшено, то в этом случае он учит только Дхамми. В отношении этого так было сказано, нужно знать, что такое восхвалять, что такое унижать, и, зная обе эти вещи, не нужно ни восхвалять, ни унижать, но следует учить только Дхамми. Определение удовольствия. Нужно знать, как определять удовольствие, и, зная это, нужно преследовать удовольствие в себе «так было сказано». В отношении чего так было сказано? Монахи, есть эти пять нитей чувственного удовольствия. Какие пять? Формы, познаваемые глазом, звуки, запахи, вкусы, осязаемые вещи, познаваемые телом, желанные, желаемые, приятные, привлекательные, связанные с чувственным желанием, вызывающие страсть. Таковы пять нитей чувственного удовольствия. Удовольствие и радость, которые возникают в зависимости от этих пяти нитей чувственного удовольствия, называются чувственным удовольствием, низменным удовольствием, грубым удовольствием, постыдным удовольствием. Я говорю вам, этот вид удовольствия не стоит преследовать, не стоит развивать, не стоит взращивать, его нужно бояться. Вот, монахи, будучи отстраненным от чувственных удовольствий, отстраненным от неблагих состояний, ума, монах входит и пребывает в первой джхане, второй, третьей, четвертой джхане, один, это называется блаженством отречения, блаженством затворничества, блаженством покоя, блаженством просветления. Я говорю вам, этот вид удовольствия стоит преследовать, стоит развивать, стоит взращивать, и его не нужно бояться, два. В отношении этого так было сказано, нужно знать, как определять удовольствие, и, зная это, нужно преследовать удовольствие в себе. Речь. Произнесение и непроизнесение. Не следует произносить, вслух, внутренних речей, не следует произносить внешних колких речей, так было сказано в отношении чего так было сказано. Вот, монахи, когда человек знает, свою, внутреннюю речь как неистинную, неправильную, неполезную, то ее не следует произносить ни по какому случаю. Когда человек знает, свою, внутреннюю речь как истинную, правильную, но, неполезную, следует стараться не произносить ее. Но когда человек знает, свою, внутреннюю речь как истинную, правильную, и полезную, то он может произнести ее, зная для этого подходящий момент. Вот, монахи, когда человек знает свою внешнюю колкую речь как неистинную, неправильную, неполезную, то ее не следует произносить ни по какому случаю. Когда человек знает свою внешнюю колкую речь как истинную, правильную, но неполезную, следует стараться не произносить ее. Но когда человек знает свою внешнюю колкую речь как истинную, правильную и полезную, то он может произнести ее, зная для этого подходящий момент. В отношении этого так было сказано, не следует произносить, вслух, внутренних речей, не следует произносить внешних колких речей. Торопливая и неторопливая речь. Нужно говорить неспешно, а неторопливо так было сказано. В отношении чего так было сказано? Монахи, когда человек говорит торопливо, его тело устает, его ум становится возбужденным, его голос напряжен, его горло становится охрипшим, и речь того, кто говорит торопливо, неясная ее трудно понять. Монахи, когда человек говорит неспешно, его тело не устает, его ум не становится возбужденным, его голос не напряжен, его горло не становится охрипшим, и речь того, кто говорит неспешно, ясна ее легко понять. В отношении этого «так было сказано» нужно говорить неспешно, а неторопливо. Особенности языка. Не следует настаивать на местном языке, не следует отрицать принятого слова употребления «так было сказано». В отношении чего «так было сказано»? Каким образом, монахи, имеют место настаивание на местном языке и отрицание принятого слова употребления? Вот, монахи, в различных краях люди называют одну и ту же вещь тарелкой, чашей, сосудом, блюдцем, миской, кастрюлей, тазом. То, как они называют ее в таком-то и таком-то крае, так он и говорит, прочно держась, за это слово, настаивая, только так правильно. Все остальное ошибочно. Вот каким образом имеет место настаивание на местном языке и отрицание принятого слова употребления. И как, монахи, имеют место не настаивание, не отрицание принятого слова употребления? Вот, монахи, в различных краях люди называют одну и ту же вещь тарелкой. Тазом. Как бы ее ни называли в таком-то и таком-то крае, он говорит, не держась, за это слово, думая, похоже, эти достопочтенные говорят, имея в виду это. Вот каким образом имеет место не настаивание, не отрицание принятого слова употребления. В отношении этого так было сказано, не следует настаивать на местном языке, не следует отрицать принятого слова употребления. Конфликты. Монахи. Это состояние без страданий, досады, отчаяния, взбудораженности, и это правильный путь. Поэтому, это состояние без конфликта. Монахи. 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 Поэтому, это состояние без конфликта. Монахи. Срединный путь, открытый Татхагатой, избегает обеих крайностей. Он дает видение, дает знание, ведет к покою, к прямому знанию, к просветлению, к неббане. Это состояние без страданий, это правильный путь. Поэтому, это состояние без конфликта. Монахи. Восхваление и унижение, и неспособность учить только Тхаме, это состояние, одолеваемое страданием, и это ошибочный путь. Поэтому, это состояние с конфликтом. Монахи. Отсутствие восхваления и унижения, и способность учить только Тхаме, это состояние без страданий, правильный путь. Поэтому, это состояние без конфликта. Монахи, чувственное удовольствие, низменное удовольствие, грубое удовольствие, постыдное удовольствие – это состояние, одолеваемое страданием, и это ошибочный путь. Поэтому, это состояние с конфликтом. Монахи, блаженство отречения, блаженство затворничества, блаженство покоя, блаженство просветления – это состояние без страданий, правильный путь. Поэтому, это состояние без конфликта. Монахи, внутренняя речь, которая неправдива, неправильна, неполезна, это состояние, одолеваемое страданием. Поэтому, это состояние с конфликтом. Монахи, внутренняя речь, которая правдива, правильно, неполезна, это состояние, одолеваемое страданием. Поэтому, это состояние с конфликтом. Монахи, внутренняя речь, которая правдива, правильно, полезна, это состояние без страданий. Поэтому, это состояние без конфликта. Монахи, внешняя колкая речь, которая неправдива, неправильна, неполезна, это состояние, одолеваемое страданием. Поэтому, это состояние с конфликтом. Монахи, внешняя колкая речь, которая правдива, правильно, неполезна, это состояние, одолеваемое страданием. Поэтому, это состояние с конфликтом. Монахи, внешняя колкая речь, которая правдива, правильно, полезна, это состояние без страданий Поэтому, это состояние без конфликта Монахи, речь того, кто говорит торопливо, это состояние, одолеваемое страданием, досадой, отчаянием, взбудораженностью, и это ошибочный путь Поэтому, это состояние с конфликтом Монахи, речь того, кто говорит неспешно, это состояние без страданий Поэтому, это состояние без конфликта Монахи, настаивание на местном языке, отрицание принятого слова употребления, это состояние, одолеваемое страданием. Поэтому, это состояние с конфликтом. Монахи, не настаивание на местном языке, не отрицание принятого слова употребления, это состояние без страдания, досады, отчаяния, взбудораженности, и это правильный путь. Поэтому, это состояние без конфликта. Поэтому, монахи, вот как вы должны тренировать себя, мы будем знать состояние с конфликтом, мы будем знать состояние без конфликта, и, зная их, мы вступим на путь без конфликта. Монахи, представитель клана Субхутя, 3, это тот, кто вступил на путь без конфликта. Так сказал благословенный. Монахи были довольны и восхитились словами благословенного. 1. Формулы джхан раскрываются так же, как в МН-8. 2. Примечание переводчика СВ, в МН-36 на этот счет есть такой фрагмент, «Я помню, как однажды, когда мой отец из клана Сакьев работал, я сидел в прохладе тенистого мертвого дерева, и тогда, полностью оставив чувственное удовольствие и неумелое умственное качество, я вошел и пребывал в первой джхане, восторг и удовольствие, рожденный, этим, оставлением». Сопровождались направлением ума и удержанием ума. Могло ли это быть путем к просветлению? Вслед за этим воспоминанием пришло озарение, это путь к пробуждению. Я подумал, так почему я боюсь этого удовольствия, джханы, который не имеет ничего общего ни с чувственным удовольствием, ни с неумелыми умственными качествами? 3. Достопочтенный Субхути был младшим братом домохозяина Энадхапиндики. Он стал монахом в тот день, когда Энадхапиндика подарил рощу джет и санхимонахов. Будда обозначил его самым выдающимся учеником в двух категориях, тот, кто живет без конфликтов, и тот, кто достоин даров. Тхату Випханга сутта, изложение об элементах. МН 140. Так я слышал. Однажды благословенный странствовал по стране магадхов и со временем прибыл в Раджагаху. Там он отправился к гончару Бхагави и сказал ему, если это тебе не доставит неудобств, Бхагава, я останусь на одну ночь в твоей мастерской. Мне это не доставит неудобств, господин, но там уже проживает один бездомный. Если он согласится, тогда оставайтесь настолько, насколько пожелаете. Господин. В то время представитель клана по имени Покусати благодаря вере оставил жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной под учительством Благословенного. И в то время, именно, он уже проживал в мастерской гончара, один. Тогда Благословенный пошел к достопочтенному Покусати и сказал ему, монах, если это тебе не доставит неудобств, я останусь на одну ночь в мастерской. Друг, гончарная мастерская довольно большая. Пусть достопочтенный остается настолько, насколько пожелает. Тогда Благословенный вошел в гончарную мастерскую, подготовил подстилку и страв и в конце здания, сел, скрестив ноги, держа тело выпрямленным, установив осознанность впереди. И затем Благословенный провел большую часть ночи сидя, в медитации, и достопочтенный Покусати также провел большую часть ночи сидя, в медитации. Тогда Благословенный подумал, этот представитель клана ведет себя так, что, это, внушает доверие. Что если я задам ему вопрос? И тогда он спросил достопочтенного Покусати, по чьим, учительствам, ты ушел в бездомную жизнь, монах? Кто твой учитель? Чью тхаму ты признаешь, два? Друг, есть отшельник Готама, сын Сакиев, который ушел в бездомную жизнь из клана Сакиев. И об этом Благословенном Готаме распространилась славная молва, Благословенный, совершенный, полностью просветленный, совершенный в знании и поведении, высочайший, знаток миров, непревзойденный вожак тех, кто должен обуздать себя, учитель богов и людей, просветленный, благословенный. Я ушел в бездомную жизнь под учительством, этого благословенного. Этот благословенный мой учитель. Я признаю тхаму этого благословенного. Но, монах, где сейчас проживает этот благословенный, совершенный и полностью просветленный? Друг, в северной стране есть город под названием Савадхи. Благословенный, совершенный и полностью просветленный, сейчас проживает там. Но, монах, видел ли ты когда-либо этого благословенного прежде? Ты бы распознал его, если бы увидел его? Нет, друг, я никогда прежде не видел этого благословенного, и не распознал бы его, если бы увидел его. Тогда благословенный подумал, этот представитель клана оставил жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной под моим учительством. Что если я научу его Дхамме? И тогда благословенный обратился к достопочтенному покусать. Итак, монах, я научу тебя Дхамме. — Слушай внимательно то, о чем я буду говорить. — Да, — друг ответил достопочтенный подкусати. Благословенный сказал следующий, — Монах, эта личность состоит из шести элементов, шести сфер контакта, восемнадцати видов умственного исследования, и у нее есть четыре основания, три. Приливы измышления не накрывают того, кто стоит на этих основаниях, а когда приливы измышления более не накрывают его, то он зовется умиротворенным провидцем. Не стоит пренебрегать мудростью, стоит хранить истину. Следует взращивать оставление, следует тренироваться для обретения покоя. Такова сводка изложения о шести элементах. Шесть элементов. Монах, эта личность состоит из шести элементов. Четыре, так было сказано в отношении чего так было сказано. Есть элемент земли, элемент воды, элемент огня, элемент воздуха, элемент пространства, элемент сознания в отношении этого так было сказано. Монах, эта личность состоит из шести элементов. Монах, эта личность состоит из шести сфер контакта Так было сказано В отношении чего так было сказано? Есть сфера контакта глаза, сфера контакта уха, сфера контакта носа, сфера контакта языка, сфера контакта тела, сфера контакта ума В отношении этого так было сказано Монах, эта личность состоит из шести сфер контакта Монах, эта личность состоит из восемнадцати видов умственного исследования Так было сказано В отношении чего так было сказано? Видя форму глазом, человек исследует форму, порождающую радость, он исследует форму, порождающую печаль, он исследует форму, порождающую невозмутимость. Слыша ухом звук, человек исследует звук, порождающий радость, печаль, невозмутимость. Абоняя носом запах, человек исследует запах, порождающий радость, печаль, невозмутимость. Пробуя языком вкус, человек исследует вкус, порождающий радость, печаль, невозмутимость. Ощущая телом прикосновений, человек исследует прикосновений, порождающие радость, печаль, невозмутимость. Познавая умом умственный объект, человек исследует умственный объект, порождающий радость, печаль, невозмутимость. В отношении этого так было сказано, монах, эта личность состоит из 18 видов умственного исследования. Монах, у этой личности есть 4 основания так было сказано. В отношении чего так было сказано? Есть основание мудрости, основание истины, основание оставления, основание покоя. В отношении этого так было сказано, монах, у этой личности есть четыре основания. Не следует пренебрегать мудростью, следует хранить истину, следует взращивать оставление, следует тренироваться для обретения покоя. Так было сказано. В отношении чего так было сказано? И как, монах, человек не пренебрегает мудростью? Есть эти шесть элементов – элемент земли, элемент воды, элемент огня, элемент воздуха, элемент пространства, элемент сознания. И что такое элемент земли? Элемент земли может быть либо внешним, либо внутренним. И что такое внутренний элемент земли? Все внутреннее, принадлежащее себе, являющееся твердым, затвердевшим. 5. Делает ум беспристрастным по отношению к элементу пространства. Затем, для рассмотрения, остается только сознание, чистое и яркое. И что человек познает этим сознанием, он познает, это, приятно, он познает, это, болезненно, он познает, это, неприятно-неболезненно в зависимости от контакта, переживаемого как приятный, возникает приятное чувство. Когда человек чувствует приятные чувства, он понимает, я чувствую приятные чувства. Он понимает, с прекращением этого самого контакта, переживаемого как приятный, соответствующие чувства, то есть, приятное чувство, которое возникло в зависимости от этого контакта, переживаемого как приятный, прекращается и затухает. В зависимости от контакта, переживаемого как болезненный, возникает болезненное чувство. Когда человек чувствует болезненное чувство, он понимает, я чувствую болезненное чувство. Он понимает, с прекращением этого самого контакта, переживаемого как болезненный, соответствующие чувства, то есть, болезненное чувство, которое возникло в зависимости от этого контакта, переживаемого как болезненный, прекращается и затухает. В зависимости от контакта, переживаемого как неприятный и неболезненный, возникает неприятное и неболезненное чувство. Когда человек чувствует неприятное и неболезненное чувство, он понимает, я чувствую неприятное и неболезненное чувство. Он понимает, с прекращением этого самого контакта, переживаемого как неприятное и неболезненное, соответствующее чувство, то есть, неприятное и неболезненное чувство, которое возникло в зависимости от этого контакта, переживаемого как неприятное и неболезненное, прекращается и затухает. Монах, подобно тому, как от контакта и трения двух палок для розжига порождается тепло, возникает огонь, а соединением и разнесением этих двух палок для розжига соответствующее тепло прекращается и затухает, то точно так же, в зависимости от контакта, переживаемого как приятный, возникает приятное чувство. В зависимости от этого контакта переживаемого как неприятный, неболезненный, прекращается и затухает. И затем остается только невозмутимость, чистая и яркая, податливая, послушная, лучезарная, 6. Представь, монах, как если бы умелый золотых дел мастер или его ученик подготовил бы печь, разогрел бы тигель, взял бы щупцами золота, положил бы его в тигель. Время от времени он обдувал бы его, время от времени брызгал бы на него водой, время от времени просто осматривал бы его, 7. Тогда это золото стало бы очищенным, хорошо очищенным, безупречным, избавленным от окалины, мягким, податливым и лучезарным. И тогда какое бы украшение ни задумал сделать мастер, золотую ярлянду, серьгу, ожерелье или золотую цепь, золото может послужить этой цели. Точно так же, монах, затем там остается только невозмутимость, чистая и яркая, податливая, послушная, лучезарная. Он понимает так, если бы я направил эту невозмутимость, такую чистую и яркую, к сфере безграничного пространства, и развивал бы свой ум соответствующее, то тогда это моя невозмутимость, поддерживаемая этой сферой, цепляющаяся к ней, осталась бы, там, на очень долгое время, 8. Он понимает так, если бы я направил эту невозмутимость, такую чистую и яркую, к сфере безграничного сознания, сфере отсутствия всего, сфере невосприятия, не невосприятия, и развивал бы свой ум соответствующее, то тогда это моя невозмутимость, поддерживаемая этой сферой, цепляющаяся к ней, осталась бы, там, на очень долгое время. Он понимает так, если бы я направил эту невозмутимость, такую чистую и яркую, к сфере безграничного пространства, и развивал бы свой ум соответствующее, то это было бы обусловленным, 9. Если бы я направил, к сфере безграничного сознания, сфере отсутствия всего, сфере невосприятия, не невосприятия, то это было бы обусловленным. Он не формирует какого-либо условия, не порождает какого-либо намерения, склоняющегося либо к существованию, либо к несуществованию, 10. Поскольку он не формирует какого-либо условия, не порождает какого-либо намерения, склоняющегося либо к существованию, либо к несуществованию, он не цепляется ни к чему в этом мире. Когда он не цепляется, он не взволнован. Когда он не взволнован, он лично достигает неблбаны. Он понимает, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. 11. Араханство. Если он чувствует приятное чувство, 12, он понимает, оно непостоянно. Он понимает, за него не стоит цепляться. Он понимает, им не стоит наслаждаться. Если он чувствует болезненное чувство, он понимает, оно непостоянно. Он понимает, за него не стоит цепляться. Он понимает, им не стоит наслаждаться. Если он чувствует неприятное и неболезненное чувство, он понимает, оно непостоянно. Он понимает, за него не стоит цепляться. Он понимает, им не стоит наслаждаться. Если он чувствует приятное чувство, он чувствует его, будучи отсоединенным от него. Если он чувствует болезненное чувство, он чувствует его, будучи отсоединенным от него. Если он чувствует неприятное и неболезненное чувство, он чувствует его, будучи отсоединенным от него. Когда он чувствует чувство, уничтожающееся вместе с телом, он понимает, я чувствую чувство, прекращающееся вместе с телом. Когда он чувствует чувство, прекращающееся вместе с жизнью, он понимает, я чувствую чувство, прекращающееся вместе с жизнью. Он понимает, что после распада тела, после истощения жизни, все, что чувствуется, при отсутствии наслаждения в этом, прямо здесь угаснет. Подобно тому, монах, как масляная лампа горит в зависимости от масла и фитиля, и с истощением масла и фитиля она угаснет из-за недостатка топлива, то точно так же, монах, когда он чувствует чувство, прекращающееся вместе с телом, прекращающееся вместе с жизнью, он понимает, что после распада тела, после истощения жизни, все, что чувствуется, при отсутствии наслаждения в этом, прямо здесь угаснет. Так, обладая этой мудростью, монах обладает высочайшим основанием мудрости. Ведь это, монах, высочайшая благородная мудрость, то есть, знание уничтожения всех страданий. Его освобождение, основываясь на истине, непоколебимо. Ведь то, монах, что имеет обманчивую природу, является лживым. А то, что имеет необманчивую природу, является истиной, неббаной. Так, обладая этой истиной, монах обладает высочайшим основанием истины. Ведь это, монах, высочайшая благородная истина, то есть, неббана, имеющая необманчивую природу. Прежде, когда он был невежественен, он брал и принимал обретение. Теперь же он отбросил их, отрезал их под корень, сделал подобными обрубку пальмы, уничтожил так, что они более не смогут возникнуть в будущем. Так, обладая этим оставлением, монах обладает высочайшим основанием оставления. Ведь это, монах, высочайшее благородное оставление, то есть, оставление всех обретений. Прежде, когда он был невежественен, он переживал алчность, желание и жажду. Теперь же он отбросил их, отрезал их под корень, сделал подобными обрубку пальмы, уничтожил так, что они более не смогут возникнуть в будущем. Прежде, когда он был невежественен, он переживал злобу, недоброжелательность и ненависть. Теперь же он отбросил их, отрезал их под корень, сделал подобными обрубку пальмы, уничтожил так, что они более не смогут возникнуть в будущем. Прежде, когда он был невежественен, он переживал невежество и заблуждение. Теперь же он отбросил их, отрезал их под корень, сделал подобными обрубку пальмы, уничтожил так, что они более не смогут возникнуть в будущем. Так, обладая этим покоем, монах обладает высочайшим основанием покоя. Ведь это, монах, высочайший благородный покой, то есть, успокоение жажды, злобы и заблуждения. В отношении этого так было сказано, не следует пренебрегать мудростью, следует хранить истину, следует взращивать оставление, следует тренироваться для обретения покоя. Приливы измышления не накрывают того, кто стоит на этих основаниях, а когда приливы измышления более не накрывают его, то он зовется умиротворенным правительством так было сказано. В отношении чего так было сказано? Монах, я есть это измышление. Я – это измышление. Я буду это измышление. Меня не будет это измышление. Я буду обладать формой это измышление. Я буду бесформенным это измышлении. Я буду с восприятием это измышлении. Я буду без восприятия это измышлении. Я буду с невосприятием, не невосприятием это измышлении. Измышление – это болезнь, измышление – это опухоль, измышление – это отравленный дротик. Когда он преодолел все измышление, монах, человек зовется умиротворенным провидцем. Умиротворенный провидец не рождается, не стареет, не умирает. Он не колеблется, он не томится. Ведь в нем не чего-либо, посредством чего он мог бы родиться, вновь где-либо. Не рождаясь, как он может состариться? Не старея, как он может умереть? Не умирая, как он может колебаться? Не колеблясь, с чего он должен томиться? В отношении этого так было сказано, приливы измышления не накрывают того, кто стоит на этих основаниях, а когда приливы измышления более не накрывают его, то он зовется умиротворенным правительством. «Монах, запомни это краткое изложение о шести элементах». И тогда достопочтенный Покусати подумал, «Воистину, сам, учитель пришел ко мне. Высочайший пришел ко мне. Полностью просветленный пришел ко мне». Тогда он поднялся со своего сиденья, закинул верхнее одеяние за плечо, упал в ноги благословенному и сказал, «Учитель, я совершил проступок, ведь как неловкий и избитый с толку глупец я позволил себе обратиться к благословенному словам, друг. Учитель, пусть благословенный простит мой проступок ради того, чтобы я сдерживал себя в этом отношении, в будущем. Вне сомнений, монах, ты совершил проступок, ведь как неловкий и избитый с толку глупец ты позволил себе обратиться к благословенному словам, друг. Но поскольку ты видишь свой проступок как таковой, и справляешься в соответствии с Дхаммой, мы прощаем тебя. Ведь это является ростом в учении благородных, когда кто-либо видит проступок как таковой, и справляется в соответствии с Дхаммой, и предпринимает сдержанность в будущем. Учитель, я хотел бы получить высшее, монашеское, посвящение у благословенного. Но есть ли у тебя полный набор в виде чаши и одеяния, монах? Учитель, мой, набор в виде чаши и одеяния не полон. Монах, татхагаты не дают полное посвящение тому, чей набор в виде чаши и одеяния не полон. Тогда достопочтенный Пукусати, восхитившись и возродовавшись словам благословенного, поднялся со своего сиденья и, поклонившись благословенному, ушел в поисках чаши и одеяния, обойдя его с правой стороны. И затем, по мере того как достопочтенный Пукусати искал чашу и одеяния, бродячая корова убила его. И тогда группа монахов отправилась к благословенному, поклонившись ему, они сели рядом и сказали ему, «Учитель, представитель клана Пукусати, которому благословенный дал краткое наставление, умер. Какова его участь? Каков его будущий удел?» Монахи, представитель клана Пукусати был мудр. Он практиковал в соответствии с Дхамой и не беспокоил меня истолкованием Дхаммы. С уничтожением пяти нижних оков представитель клана Пукусати переродился спонтанно в мире чистых обителей и обретет окончательную ниббану там, никогда более не возвращаясь из того мира, обратно в этот, тринадцать, так сказал благословенный. Монахи были довольны и восхитились словами благословенного. Один, согласно комментарию, Пукусати был царем Таксила и другом царя Бенбисара из Магадхи. Их дружба наладилась через купцов, которые путешествовали из одной страны в другую. При обмене дарами царь Бенбисара отправил царю Пукусати золотую тарелку, на которой приказал вырезать описание трех драгоценностей и разные аспекты Дхаммы. Когда царь Пукусати прочитал надписи, он преисполнился радости и решил оставить мирскую жизнь. Не получив формального посвящения в монахе, он надел желтые одежды, обрил голову и ушел из дворца. Он отправился в Раджагаху с целью повстречать Будду, который в тот момент был в триста мильях от нее, в Саваттхе. Будда посредством сверхспособности увидел Пукусати, а также увидел его способность достичь путей и плодов. Поэтому он в одиночку пешком отправился в Раджагаху, чтобы повстречать царя. Чтобы тот его не узнал, он скрыл, психическими силами, свои особые знаки великого человека и стал выглядеть как обычный странствующий монах. Он прибыл в мастерскую гончара вскоре после того, как туда пришел Пукусати, который на следующий же день хотел пойти в Саваттхе и встретиться с Буддой. 2. Комментарий утверждает, что Будда задал ему вопрос, уже зная, что тот ни у кого не получал посвящения. Однако, он все равно задал вопрос, чтобы начать беседу. 3. Комментарий. Так как Пукусати уже очистил предварительную практику пути и был способен достичь четвертой джханы посредством осознанности к дыханию, Будда начал разговор сразу с темы медитации прозрения, разъясняя на абсолютном уровне пустотность прозрения, в которую является основанием для достижения араханства. 4. Комментарий. Здесь Будда объясняет то, чего доподлинно не существует, посредством того, что подлинно существует. Элементы подлинно существуют, но личности не существует доподлинно. Вот что имеется в виду. То, что ты воспринимаешь как личность, состоит из шести элементов в абсолютном, в смысле, нет здесь личности. Личность – это всего лишь концепция. 5. Здесь идет в точности длинный фрагмент об элементах из МН-62. Смотри раздел «Элементы». 6. Комментарий соотносит эту невозмутимость с четвертой джханой и утверждает, что Пакусати уже достиг четвертой джханой и имел к ней сильную привязанность. Будда вначале восхваляет эту невозмутимость, чтобы завладеть доверием Пакусати, а затем постепенно ведет его к нематериальным сферам и достижению путей и плодов. 7. Примечание переводчика СВ. Этот же пример есть в МН-302, в том же самом контексте, но там приводятся дополнительные подробности насчет того, как следует практиковать на этом этапе. 8. Смысл таков, что если он бы достиг сферы безграничного пространства и умер, будучи все еще привязанным к ней, то он бы переродился к сфере безграничного пространства и жил бы там полный срок в 20.000 циклах существования мира. В более высоких нематериальных мирах срок жизни составляет соответственно 40.000, 60.000, 84.000 циклов. 9. Комментарий поясняет, что в этом и состоит опасность такого достижения. Так как оно обусловлено, создано, сотворено, оно не является вечным, но закончится, и тогда вновь появится возможность попасть в нижние миры. 10. Эти два глагола намекают на конструктивную силу волевого намерения, которая выстраивает продолжительность обусловленного существования. Прекращение воли либо к существованию, либо к несуществованию, показывает уничтожение жажды к вечному существованию или аннигиляции, что в итоге приводит к араханству. Примечание переводчика С.В. В.М.Н. 102 Будда объясняет, что тот, кто жаждет несуществования, все равно продолжит существование, так как продолжает цепляться за личность, и все еще имеет жажду. Поскольку, очевидно, здесь речь идет о намерении на основании четвертой джханы, то, возможно, намерение не существовать в данном контексте является желанием уничтожить сознание как таковое, однако такое намерение, согласно комментарию к ДН1, лишь приводит к рождению в мире бессознательных богов, асанья-септа. Правильным же путем, как Будда поясняет далее по тексту, является оставление, посредством мудрости, то есть прозрение в истину непостоянства, любых намерений и желаний вообще. 11. Комментарий поясняет, что в этот момент Пакусати достиг плода невозвращения, и понял, что его учит непосредственно сам Будда. 12. Здесь описывается состояние Роханта при жизни. 13. Комментарий поясняет, что он родился в мире чистых обителей, а Вихаев вскоре достиг араханства в СН2-24. Пакусати упоминается как один из семи монахов, которые переродились в мире Авиха и достигли освобождения, преодолев небесные оковы. 13. Сачевипханга сутта, изложение о истинах. МН 141. «Так я слышал. Однажды Благословенный проживал в Варанасе в Оленьем парке в Исипатане. Там Благословенный обратился к монахам так, монахи. Учитель. Ответили они. Благословенный сказал следующий, Монахи, Варанасе в Оленьем парке в Исипатане и Татхагата, совершенный и полностью просветленный, привел в движение несравненное колесо Тхаммы, которое не может быть остановлено каким-либо жрецом или отшельником, божеством, Марой, Брахмой, или кем бы то ни было в мире, то есть, провозглашение, обучение, описание, утверждение, раскрытие, разъяснение, изложение четырех благородных истин. Каких четырех? Провозглашение, обучение, описание, утверждение, раскрытие, разъяснение, изложение благородной истины о страдании. Провозглашение, благородная истина об источнике страдания, благородная истина о прекращении страдания, благородная истина о пути, ведущем к прекращению страдания. Монахи, Варанаса в Оленьем парке в Исипатане и Татхагата, совершенный и полностью просветленный, привел в движение несравненное колесо Тхаммы, то есть, провозглашение, обучение, описание, утверждение, раскрытие, разъяснение, изложение этих четырех благородных истин. Взращивайте дружбу с Сарипутой и Макгалланой, монахи. Общайтесь с Сарипутой и Макгалланой. Они мудры, полезны своим товарищам по святой жизни. Сарипута подобен матери. Макгаллану подобен няньке. Сарипута обучает других для достижения плода вступления в поток, а Макгаллана – для достижения высочайшей цели. Сарипута, монахи, способен провозгласить, обучить, описать, утвердить, раскрыть, разъяснить, изложить четыре благородные истины. Так сказал Благословенный. И сказав так, высочайший поднялся со своего сидения и ушел в свою хижину. И вскоре после того, как Благословенный ушел, достопочтенный Сарипута обратился к монахам так, друзья монахи. Друг. Ответили монахи достопочтенному Сарипуте. Достопочтенный Сарипута сказал следующий, Варанасе, друзья, совершенный и полностью просветленный, привел в движение несравненное колесо Дхаммы. Про возглашение, благородная истина об источнике страдания, благородная истина о прекращении страдания, благородная истина о пути, ведущем к прекращению страдания, изложение этих четырех благородных истин. Истина о страдании. И что такое, друзья, благородная истина о страдании? Рождение – это страдание, старение – это страдание, болезни – это страдание, смерть – это страдание, печаль, стенание, боль, горе и отчаяние – это страдание, неполучение желаемого – это страдание. Одним словом, пять совокупностей, подверженных цеплянию – это страдание. Это называется страданием. И что такое рождение, друзья? Рождение существ в различных классах существ, их приход к рождению, нисхождении, в утробу, начинании, появлении совокупностей, обретении сфер контакта, это называется рождением. И что такое старение, друзья? Старение существ в различных классах существ, их старость, разбитость зубов, седина волос, морщинистость кожи, упадок жизни, ослабевание способностей, это называется старением. И что такое смерть, друзья? Уход существ из различных классов существ, их умирание, распад, исчезновение, кончина, истечение срока, жизни, распад совокупностей, оставление тела, это называется смертью. И что такое печаль, друзья? Печаль, скорбь, грусть, внутренняя печаль, внутреннее огорчение того, кто повстречал неудачу или кто охвачен некоторым болезненным состоянием, это называется печалью. И что такое стенание, друзья? Рыдание и стенание, оплакивание и причитание, плачь и горевание того, кто повстречал неудачу или кто охвачен некоторым болезненным состоянием, это называется стенанием. И что такое боль, друзья? Телесная боль, телесный дискомфорт, болезненные, неприятные чувства, рожденные телесным контактом, это называется болью. И что такое уныние, друзья? Умственная боль, умственный дискомфорт, болезненные, неприятные чувства, рожденные умственным контактом, это называется унынием. И что такое отчаяние, друзья? Беда и отчаяние, бедствие и безысходность у того, кто повстречал неудачу или кто охвачен некоторым болезненным состоянием, это называется отчаянием. И что означает, друзья, неполучение желаемого, это страдание? Существам, подверженным рождению, приходит желание, о, если бы мы не были подвержены рождению. О, если бы рождение не случалось с нами. Но не так оно, что это достигается желанием, а неполучение желаемого, это страдание, существам, подверженным старению, болезни, смерти, печали, стенанию, боли, унынию и отчаянию приходит желание, о, если бы мы не были подвержены печали, стенанию, боли, унынию и отчаянию. О, если бы печали, стенания, боли, уныния и отчаяния не случалось с нами. Но не так оно, что это достигается желанием, а неполучение желаемого, это страдание. И что такое, друзья, пять совокупностей, подверженных цеплянию, которые, одним словом, являются страданием? Это совокупность материальной формы, подверженная цеплянию, совокупность чувства, совокупность восприятия, совокупность формации, ума, совокупность сознания, подверженная цеплянию. Таковы пять совокупностей, подверженных цеплянию, которые, одним словом, являются страданием. Это называется благородное истинное страдание. Истина об источнике страдания. И что такое, друзья, благородная истина об источнике страдания? Это жажда, которая приводит к новому существованию, сопровождаемая наслаждением и страстью, наслаждением в том и в этом. Это жажда к чувственным удовольствиям, жажда к существованию, жажда к несуществованию. Это называется благородная истина об источнике страдания. Истина о прекращении страдания. И что такое, друзья, благородная истина о прекращении страдания? Это безостаточное угасание и прекращение, оставление, отбрасывание, отпускание, избавление от этой самой жажды. Это называется благородное истинное прекращение страдания. Истина о пути. И что такое, друзья, благородная истина о пути, ведущем к прекращению страдания? Это именно этот самый благородный восьмеричный путь, то есть правильное воззрение, правильное устремление, правильная речь, правильные действия, правильное средство к жизни, правильные усилия, правильная осознанность, правильное сосредоточение. И что такое, друзья, правильное воззрение? Знание страдания, знание источника страдания, знание прекращения страдания, знание пути, ведущего к прекращению страдания. Это называется правильными воззрениями. И что такое, друзья, правильное устремление? Устремление к отречению, устремление к ней недоброжелательности, устремление к нежестокости. Это называется правильным устремлением. И что такое, друзья, правильная речь? Воздержание от лжи, воздержание от злонамеренной речи, воздержание от грубой речи, воздержание от пустой болтовни. Это называется правильной речью. И что такое, друзья, правильные действия? Воздержание от убийства живых существ, воздержание от взятия того, что не дано, воздержание от неблагого поведения в чувственных удовольствиях. Это называется правильными действиями. И что такое, друзья, правильное средство к жизни? Вот ученик благородных, отбросив неправильное средство к жизни, зарабатывает на жизнь правильными средствами. Это называется правильными средствами к жизни. И что такое, друзья, правильное усилие? Вот монах пробуждает твение ради невозникновения невозникших плохих, неблагих состояний. Он делает усилия, зарождает усердие, направляет на это ум, старается. Он пробуждает увение ради отбрасывания возникших плохих, неблагих состояний. Он пробуждает увение ради возникновения невозникших благих состояний. Он пробуждает увение ради поддержания возникших благих состояний, их неугасания, увеличения, разрастания, осуществления посредством развития. Он делает усилий, зарождает усердие, направляет на это ум, старается. Это называется правильным усилием. И что такое, друзья, Я – правильная осознанность. Вот монах пребывает в созерцании тела как тела, будучи решительным, бдительным, осознанным, устранив алчность и печаль к миру. Он пребывает в созерцании чувств как чувств, будучи решительным, бдительным, осознанным, устранив алчность и печаль к миру. Он пребывает в созерцании ума как ума, будучи решительным, бдительным, осознанным, устранив алчность и печаль к миру. Он пребывает в созерцании умственных объектов как умственных объектов, будучи решительным, бдительным, осознанным, устранив алчность и печаль к миру. Это называется правильной осознанностью. И что такое, друзья, правильное сосредоточение? Вот, будучи отстраненным от чувственных удовольствий, отстраненным от неблагих состояний, ума, монах входит и пребывает в первой джихане, которая сопровождается направлением и удержанием, ума на объекте медитации, с восторгом и удовольствием, которые возникли из-за, этой, отстраненности. С угасанием направления и удержания, ума на объекте, он входит и пребывает во второй джихане, в которой наличествует внутренняя уверенность и единение ума, в которой нет направления и удержания, но есть восторг и удовольствие, которые возникли посредством сосредоточения. С угасанием восторга он пребывает невозмутимым, осознанным, бдительным, и ощущает приятное телом. Он входит и пребывает в третьей джихане, о которой благородные говорят так, он невозмутим, осознан, пребывает в удовольствии. С оставлением удовольствия боли, равно как и с предыдущим угасанием радости и недовольства, он входит и пребывает в четвертой джхане, которая неприятно-неболезненно, характерна чистейшей осознанностью из-за невозмутимости. Это называется правильным сосредоточением. Это называется благородное истинное пути, ведущим к прекращению страданий. Друзья, варана с овлением парки Весипатани и Татхагата, совершенный и полностью просветленный, привел в движение несравненное колесо Дхаммы, которое не может быть остановлено каким-либо жрецом или отшельником, божеством, марой, брахмой, или кем бы то ни было в мире, то есть, провозглашение, обучение, описание, утверждение, раскрытие, разъяснение, изложение этих четырех благородных истин. Так сказал достопочтенный Сурипута. Монахи были довольны и восхитились словами достопочтенного Сурипуты. Дакхина Вибханга Сутта, изложение о подношениях. МН 142. Так я слышал. Однажды благословенный проживал в стране Сакьи в Капилаватху в парке Негродхи. И тогда Махападжапати Готами, один, взяв с собой пару новых одеяний, отправилась к благословенному и по прибытии, поклонившись ему, села рядом. Затем она обратилась к благословенному, господин, я сама соткала нить и сшила эти одежды специально для благословенного. Пусть благословенный сострадание примет эти одеяния от меня. Когда так было сказано, благословенный сказал ей, готами, отдай эти одежды Сангхи монахов. Когда ты отдашь их Сангхи, ты выразишь почтение мне и Сангхи. Во второй раз и в третий раз она сказала благословенному, господин, я сама соткала. Пусть благословенный сострадание примет эти одеяния от меня. И во второй и в третий раз благословенный сказал ей, готами, отдай эти одежды Сангхи монахов. Когда ты отдашь их Сангхи, ты выразишь почтение мне и Сангхи. Тогда Достопочтенный Ананда сказал благословенному, учитель, пусть благословенный примет эту пару новых одеяний от Махападжапатиготами. Махападжапатиготами была очень полезной благословенному, учитель. Будучи сестрой, его, матери, она была его нянькой, его приемной матерью, той, кто давала ему молоко. Она кормила благословенного из груди, когда его собственная мать скончалась. Учитель, благословенный также был очень полезен Махападжапатиготами. Благодаря благословенному Махападжа Патиготами приняла прибежище в Будде, прибежище в Дхаме, прибежище в Сангхе. Благодаря благословенному Махападжа Патиготами воздерживается от убийства живых существ, от взятия того, что не дано, от неблагого поведения в чувственных удовольствиях, от лжи, от вина, спиртного, одурманирующих веществ, что являются основой для беспечности. Благодаря благословенному Махападжа Патиготами обладает непоколебимым доверием к Будде, Дхаме и Сангхе и обладает нравственными качествами, которые дороги благородным. Благодаря благословенному Махападжа Патиготами лишена сомнений по отношению к страданию, по отношению к источнику страдания, по отношению к прекращению страдания и по отношению к пути, ведущему к прекращению страдания. Благословенный был очень полезен Махападжа Патиготами. Так оно, Ананда, так оно. Когда один человек благодаря другому принял прибежище в Будде, в Дхаме, в Сандхе, то, я говорю тебе, что не просто будет первому отплатить последнему почитанием его, приветствием его стоя. Выражением ему почтительного приветствия и оказанием вежливого услужения, подношением ему одеяний, еды, жилищ, необходимых для лечения вещей. Когда один человек благодаря другому стал воздерживаться от убийства, воздерживаться от взятия того, что не было дано, от неблагого поведения в чувственных удовольствиях, от лжи, от употребления вина, спиртного, одурманивающих веществ, что создают основу для беспечности, то, я говорю тебе, не просто будет первому отплатить последнему почитанием его, подношением ему одеяний, еды, жилищ, необходимых для лечения вещей. Когда один человек благодаря другому стал обладать непоколебимым доверием к Будде, к Дхаме, к Сангхе, а также обладать нравственными качествами, которые дороги благородным, то, я говорю тебе, не просто будет первому отплатить последнему почитанием его, подношением ему одеяний, еды, жилищ, необходимых для лечения вещей. Когда один человек благодаря другому лишился сомнений по отношению к страданию, по отношению к источнику страдания, по отношению к прекращению страдания, и по отношению к пути, ведущему к прекращению страдания, то, я говорю тебе, не просто будет первому отплатить последнему почитанием его, подношением ему одеяний, еды, жилищ, необходимых для лечения вещей. 14 личных подношений. Ананда, существует четырнадцать видов личных подношений. 1. Человек дает дар Тадхагате, совершенному и полностью просветленному. Таков первый вид личного подношения. 2. Человек дает дар Пачикабудди. Таков второй вид личного подношения. 3. Человек дает дар Араханту, ученику Тадхагаты. Таков третий вид личного подношения. 4. Человек дает дар тому, кто вступил на путь к реализации плода Араханства. Таков четвертый вид личного подношения. Человек дает дар невозвращающемуся. Таков пятый вид личного подношения. Человек дает дар тому, кто вступил на путь к реализации плода невозвращения. Таков шестой вид личного подношения. Человек дает дар однажды возвращающемуся. Таков седьмой вид личного подношения. Человек дает дар тому, кто вступил на путь к реализации плода однажды возвращения. Таков восьмой вид личного подношения. Девять, человек дает дар вступившему в поток. Таков девятый вид личного подношения. Десять, человек дает дар тому, кто вступил на путь к реализации плода вступления в поток. Таков десятый вид личного подношения. Одиннадцать, человек дает дар, человеку, вне, учения Будды, который свободен от жажды к чувственным удовольствиям. Два. Таков одиннадцатый вид личного подношения. Двенадцать, человек дает дар нравственному заурядному человеку. Таков двенадцатый вид личного подношения. Тринадцать, человек даёт дар безнравственному заурядному человеку. Таков тринадцатый вид личного подношения. Четырнадцать, человек даёт дар животному. Таков четырнадцатый вид личного подношения. При этом, Ананда, давая дар животному, можно ожидать, что подношение вернётся стократно. Три. Давая дар безнравственному заурядному человеку, можно ожидать, что подношение вернётся тысячекратно. Давая дар нравственному заурядному человеку, можно ожидать, что подношение вернется сто, раз, тысячекратно. Давая дар, человеку, вне, учения Будды, который свободен от жажды к чувственным удовольствиям, можно ожидать, что подношение вернется сто тысяч, раз, тысячекратно. Давая дар тому, кто вступил на путь к реализации плода вступления в поток, можно ожидать, что подношение вернется неизмеримо, безмерно. Так что уж говорить о дарении дара вступившему в поток? Что уж говорить о дарении дара тому, кто вступил на путь к реализации плода однажды возвращения, однажды возвращающемуся, кто вступил на путь к реализации плода невозвращения, невозвращающемуся, кто вступил на путь к реализации плода араханства, араханту, пачкабудди. Так что уж говорить о дарении дара Татхагати, совершенному и полностью просветленному. 4. 7. Подношений Сангхи Ананда Существует семь видов подношений, сделанных Сангхи. 1. Человек дает дар Сангхи обеих, Сангх монахов и монахинь, возглавляемый Буддой. Таков первый вид подношения, сделанного Сангхи, 5. 2. Человек дает дар Сангхи обеих, Сангх монахов и монахинь, после того, как Татхагата достиг окончательной неббаны. Таков второй вид подношения, сделанного Сангхи. 3. Человек дает дар Сангхи монахов. Таков третий вид подношения, сделанного Сангхи. 4. Человек дает дар Сангхи монахинь. Таков четвертый вид подношения, сделанного сангхи. Пять, человек дает дар, сказав, назначите для меня из сангхи столько-то монахов и монахинь. Таков пятый вид подношения, сделанного сангхи. Шесть, человек дает дар, сказав, назначите для меня из сангхи столько-то монахов. Таков шестой вид подношения, сделанного сангхи. Семь, человек дает дар, сказав, назначите для меня из сангхи столько-то монахинь. Таков седьмой вид подношения, сделанного сангхи. В будущие времена, Ананда, будут представители клана, которые будут желтыми шеями, безнравственными, с порочным характером, 6. Люди будут давать дары этим безнравственным людям во имя Сангхи. И даже в этом случае, я говорю тебе, подношение, сделанное, такой, Сангхи является неизмеримым, безмерным. И я утверждаю, что никоим образом дар конкретной личности не может быть более плодотворным, чем подношение, сделанное Сангхи, 7. Четыре очищения подношений. Ананда, есть четыре вида очищения подношений. Какие четыре? Есть подношения, которые очищены дающим, но не получающим, 8. Есть подношения, которые очищены получающим, но не дающим. Есть подношения, которые не очищены не дающим, не получающим. Есть подношения, которые очищены и дающим, и получающим. И когда подношение очищено дающим, но не получающим? Вот дающий, нравственный, обладает благим характером, а получающий, безнравственный, обладает порочным характером. Так подношение очищено дающим, но не получающим. И когда подношение очищено получающим, но не дающим, вот получающий, нравственный, обладает благим характером, а дающий, безнравственный, обладает порочным характером. Так подношение очищено получающим, но не дающим. И когда подношение не очищено не получающим, не дающим, «Вот дающий, безнравственный, обладает порочным характером, и получающий, безнравственный, обладает порочным характером. Так подношение не отищено ни получающим, ни дающим». И когда подношение отищено и дающим, и получающим? «Вот дающий, нравственный, обладает благим характером, и получающий, нравственный, обладает благим характером. Так подношение отищено и дающим, и получающим». Так сказал благословенный. И когда Высочайший сказал так, учитель далее добавил, «Коль нравственный безнравственному дарят сердцем доверчивым дар праведно добытый, и верит в результат большой поступка, тогда даритель очищает подношение. Когда безнравственный дар нравственному дарят сердцем неверящим, неправедно добытый, не верят в то, что от дарения что-то будет, то получатель очищает подношение. Когда безнравственный безнравственному дарят сердцем неверящим неправедный подарок, тогда никто не очищает подношение. Когда он нравственный, и нравственному дарит, то это дар весь полный плод тогда приносит. Когда бесстрастный дар бесстрастному дает, то это дар среди мирских даров всех лучше. Один, Махападжа потяготами была младшей сестрой царицы Махамая, матери Будды, и также была одной из жен царя Суддхаданы, отца Будды. В этой сути действий происходит самый ранний период развития буддизма, когда Будда только что навестил свой родной город, после достижения им просветления. После смерти царя Суддхадана Махападжа потя просила Будду принять женщин в сангху, и ее принятие ознаменовало создание женской монашеской сангхи. Достопочтенный Сучита из монастыря Читтовилика указал мне на небезынтересный анахронизм в этой сути. Здесь Махападжа потяготами предстает преданной мирянкой, но Будда говорит о женской сангхе, как если бы та уже существовала, хотя канон, Ан 8.51, говорит о том, что именно Махападжа потяготами стала первой исторической монахиней. Поэтому женской монашеской сангхи не могло было быть в то время, когда произносилась эта сутта, так как Махападжа потяготами все еще была мирянкой. Это несоответствие можно разрешить, если предположить, что подлинная сутта была изменена после основания женской монашеской сангхи для того, чтобы внести в схему в том числе и подношение женской сангхи. 2. Речь идет об отшельниках-не-буддистах, достигающих джхан. 3. Примечание переводчика СВ, комментарий утверждает, что речь идет о том, что в течение сотни жизней это будет приносить длительную жизнь, красоту, счастье, силу, интеллект, свободу от волнений. Аналогичным образом объясняются последующие пункты. Однако едва ли это правда, если посмотреть сутты СН-3-20. Безмерный плод одарения Пачикабуде дал результат в течение всего нескольких жизней. Сила же этого безмерного плода сказалась именно на качестве этих жизней. 4. Комментарий поясняет, что каждый дар в этом случае все больше и больше, подобно тому, как вода в озере больше, чем в ручье, в реке больше, чем в озере, в океане больше, чем в реке и тому подобное. 5. Комментарий говорит о том, что невозможно даже привести пример, насколько огромным будет результат. Именно такое подношение Будда советует сделать Махападжапати готами в начале сутты. 6. Гаттрапхуна, члены клана. Комментарий объясняет, что это монахи лишь по названию, в действительности не являющиеся монахами. Они будут ходить там и сям с куском желтой ткани, намотанной вокруг шеи или рук. Они будут поддерживать своих жен и детей торговлей, сельским хозяйством и так далее. 7. Комментарий утверждает, что дар, сделанный даже такой сангхе, в которой есть безнравственный монах, будет более плодотворен, чем дар, сделанный лично одному араханту. Но для того, чтобы дар был правильно преподнесен сангхе, дающий не должен принимать во внимание личностные качества, отдельного, получающего, но должен воспринимать его представителем целой сангхе. 8. Комментарий. Очищенный означает сделанный плодотворным. Анатхапиндикова да сутта, Совет Анатхапиндики. МН 143. Так я слышал. Однажды благословенный проживал в Саваттхи в роще Джеты в монастыре Анатхапиндики. И тогда домохозяин Анатхапиндика был нездоров, поражен болезнью, серьезно болен. Он обратился к некоему человеку так, ну же, дорогой, отправляясь к благословенному, поклонясь ему от моего имени, упав ему в ноги, и скажи, господин, домохозяин Анатхапиндика нездоров, поражен болезнью, серьезно болен. Он выражает почтение благословенному, припадая к его ногам. Затем отправляясь к достопочтенному Сарипутте, поклонясь ему от моего имени, упав ему в ноги, и скажи, достопочтенный, домохозяин Анатхапиндика нездоров, поражен болезнью, серьезно болен. Он выражает почтение достопочтенному Сарипутте, припадая к его ногам. И затем добавь, было бы хорошо, достопочтенный, если бы достопочтенный Сарипутта пришел бы в дом домохозяина Анатхапиндики из сострадания. Да, господин ответил-то человек, отправился к благословенному, и, выразив почтение благословенному, он сел рядом и донес свое послание. Затем он отправился к достопочтенному Сарипутте, выразив почтение достопочтенному Сарипутте, он сел рядом и донес свое послание, добавив, было бы хорошо, достопочтенный, если бы достопочтенный Сарипутта пришел бы в дом домохозяина Анатхапиндики из сострадания. Достопочтенный Сарипутта молча согласился. И тогда достопочтенный Сарипутта оделся, взял чашу и верхнее одеяние, и отправился в дом домохозяина Анатхапиндики вместе с достопочтенным Анандой в качестве прислужника. Придя туда, он сел на подготовленное сидение и сказал домохозяину Анатхапиндики, «Я надеюсь, ты поправляешься, домохозяин, я надеюсь, тебе становится лучше. Я надеюсь, твои болезненные ощущения спадают, они возрастают, и что можно увидеть их спад, а не увеличение. Достопочтенный Сарепута, я не поправляюсь, мне не становится лучше. Сильные болезненные ощущения возрастают во мне, они спадают, и можно увидеть их увеличение, а не спад. Подобно тому, как если бы сильный человек раскроил бы мою голову острым мечом, вот какие жестокие ветра прорезают мою голову. Я не поправляюсь, мне не становится лучше. Подобно тому, как если бы сильный человек стянул бы прочным кожаным ободом мою голову, вот какие жестокие боли у меня в голове. Я не поправляюсь, мне не становится лучше. Подобно тому, как если бы умелый мясник или его ученик вскрыл бы брюхо быкоострыми с нитким ножом, вот какие жестокие ветра прорезают мой живот. Я не поправляюсь, мне не становится лучше. Как если бы два сильных человека схватили бы слабого за обе руки и поджаривали бы его над ямой с горячими углями, вот какое жестокое жжение в моем теле. Я не поправляюсь, достопочтенный, мне не становится лучше. Сильные болезненные ощущения возрастают во мне, они спадают, и можно увидеть их увеличение, а не спад. Тогда, домохозяин, вот как тебе следует тренироваться, я не буду цепляться к глазу, и мое сознание не будет зависимым от глаза. Вот как тебе следует тренироваться. Тебе следует тренироваться так, я не буду цепляться за ухо, за нос, за язык, за тело, за ум, и мое сознание не будет зависимым от ума. Вот как тебе следует тренироваться. Домохозяин, вот как тебе следует тренироваться, я не буду цепляться к формам, звукам, запахам, вкусам, осязаемым вещам, умственным объектам, и мое сознание не будет зависимым от умственных объектов. Вот как тебе следует тренироваться. Домохозяин, вот как тебе следует тренироваться, я не буду цепляться за сознание глаза, сознание уха, сознание носа, сознание языка, сознание тела, сознание ума, и мое сознание не будет зависимым от сознания ума. Вот как тебе следует тренироваться. Домохозяин, вот как тебе следует тренироваться, я не буду цепляться за контакт глаза, контакт уха, контакт носа, контакт языка, контакт тела, контакт ума, и мое сознание не будет зависимым от контакта ума. Вот как тебе следует тренироваться. Домохозяин, вот как тебе следует тренироваться, я не буду цепляться за чувства, рожденные контактом глаза, уха, носа, языка, тела, ума, и мое сознание не будет зависимым от чувства, рожденного контактом ума Вот как тебе следует тренироваться Домохозяин, вот как тебе следует тренироваться, я не буду цепляться за элемент земли, воды, огня, воздуха, пространства, сознания, и мое сознание не будет зависимым от элемента сознания Вот как тебе следует тренироваться. Домохозяин, вот как тебе следует тренироваться, я не буду цепляться за материальную форму, чувство, восприятие, формации, ума, сознание, и мое сознание не будет зависимым от сознания. Вот как тебе следует тренироваться. Домохозяин, вот как тебе следует тренироваться, я не буду цепляться за сферу безграничного пространства, сферу безграничного сознания, сферу отсутствия всего, сферу невосприятия, ни невосприятия, и мое сознание не будет зависимым от сферы невосприятия, ни невосприятия. Вот как тебе следует тренироваться. Домохозяин, вот как тебе следует тренироваться, я не буду цепляться за этот мир, и мое сознание не будет зависимым от этого мира. Я не буду цепляться за иной мир, и мое сознание не будет зависимым от иного мира. Вот как тебе следует тренироваться. Домохозяин, вот как тебе следует тренироваться, я не буду цепляться за все видимое, слышимое, ощущаемое, познаваемое, встречаемое, искомое, исследуемое умом, и мое сознание не будет зависимым от этого. Вот как тебе следует тренироваться. Когда так было сказано, домохозяин Анадхапиндика разрыдался. Тогда достопочтенный Ананда спросил его, «Ты не спадаешь, домохозяин, ты тонешь?» «Я не не спадаю, достопочтенный Ананда, я не тону. Но хотя я долгое время прислуживал учителю и монахам, достойным почитания, я прежде никогда не слышал такой беседы под Хамми. Такая беседа под Хамми, домохозяин, не дается мирянам, одетым в белое. Такая беседа под Хамми дается тем, кто ушел в бездомную жизнь. В таком случае, достопочтенный Сарипута, пусть такая беседа от Хамми дается мирянам, одетым в белое. Есть представители клана, у которых мало пули в глазах, и которые падут, не услышав, такую беседу, под Хамми. Будут те, кто поймут Хамму. И тогда, дав домохозяину Анадхапиндики этот совет, достопочтенный Сарипута и достопочтенный Ананда встали со своих сидений и ушли. И вскоре после того, как они ушли, домохозяин Анадхапиндика скончался и переродился в небесном мире Туситы. И затем, когда наступила глубокая ночь, Анадхапиндика, будучи теперь молодым божеством, обладающим поразительной красотой, подошел к Благословенному, освящая всю Рощу Джеты. Поклонившись Благословенному, встал рядом и обратился к Благословенному с трофами. Действительно, так оно, что Роща Джеты убежищем стало для группы правительцев. Ведь Хаммы цари теперь в ней обитают, в том месте, что радость теперь мне приносит. Поступок и праведность, знание и нравственность, и совершенная жизнь, вот смертные чем себя могут очистить, а не богатством или кланом. Поэтому, мудростью кто обладает, преследуя благо свое, исследовать Тхамму он тщательно должен, и этим очистить себя. Монах, сарепута воистину мудр, он нравственен и безмятежен. И даже монах, что за мира, грань вышел, не может быть выше, чем он. Так сказала молодое божество, по имени, Анатхапиндика. Учитель одобрил. И тогда молодое божество, по имени, Анатхапиндика, подумав, учитель согласен со мной, поклонилась Благословенному, обойдя его с правой стороны, прямо там исчезла. И когда минула ночь, Благословенный обратился к монахам так, монахи, прошлой ночью, когда наступила глубокая ночь, некое молодое божество подошло ко мне и в моем присутствии произнесло эти строфы. «Действительно, так оно, что роще джеты. Не может быть выше, чем он». Так сказала то молодое божество. И затем то молодое божество, подумав, учитель согласен со мной, поклонилась мне, обойдя меня с правой стороны, прямо там исчезла. Когда так было сказано, достопочтенный Ананда сказал Благословенному, учитель, вне сомнений, тем молодым божеством, должно быть, было Анатхапиндика. Ведь домохозяин Анатхапиндика обладал совершенным доверием к достопочтенному сарепуте. «Хорошо, хорошо, Ананда. Ты сделал правильный вывод посредством рассуждения. Этим молодым божеством было Анатхапиндика, а не кто-то иной». Так сказал Благословенный. Достопочтенный Ананда был доволен и восхитился словами Благословенного. Чханнавада Сутта, Совет Чханни. МН 144. «Так я слышал. Однажды Благословенный проживал в Раджагахе в бамбуковой роще в Беличьем святилище. И тогда и достопочтенный сарепута, достопочтенный махачунда, и достопочтенный чханна проживали на горе утес ястребов. В то время достопочтенный чханна был нездоров, поражен болезнью, серьезно болен. И тогда, вечером, достопочтенный сарепута вышел из медитации, отправился к достопочтенному махачунде и спросил его, друг Чханда, пойдем к достопочтенному чханне и спросим о его болезни. Да, друг ответил достопочтенный махачунда. И тогда и достопочтенный сарепута, и достопочтенный махачунда отправились к достопочтенному чханне и обменялись с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями они сели рядом, и достопочтенный сарепута сказал достопочтенному чханне, Я надеюсь, ты поправляешься, друг Чханна, я надеюсь, тебе становится лучше. Я надеюсь, твои болезненные ощущения спадают, они возрастают, и что можно увидеть их спад, а не увеличение. Друг Сарепута, я не поправляюсь, мне не становится лучше. Сильные болезненные ощущения возрастают во мне, они спадают, и можно увидеть их увеличение, а не спад. Подобно тому, как если бы сильный человек раскроил бы мою голову острым мечом, вот какие жестокие витра прорезают мою голову. Я не поправляюсь, мне не становится лучше. Подобно тому, как если бы сильный человек стянул бы прочным кожаным ободом мою голову, вот какие жестокие боли у меня в голове. Я не поправляюсь, мне не становится лучше. Подобно тому, как если бы умелый мясник или его ученик вскрыл бы брюхо быкоострыми с нитким ножом, вот какие жестокие витра прорезают мой живот. Я не поправляюсь, мне не становится лучше. Как если бы два сильных человека схватили бы слабого за обе руки и поджаривали бы его над ямой с горячими углями, вот какое жестокое жжение в моем теле. Я не поправляюсь, мне не становится лучше. Сильные болезненные ощущения возрастают во мне, они спадают, и можно увидеть их увеличение, а не спад. Я использую нож, друг Сарепута, у меня нет желания жить. Пусть достопочтенный Чхана не использует нож. Пусть достопочтенный Чхана живет. Если у достопочтенного Чханы нет подходящей еды, я отправлюсь в поисках подходящей еды для него. Если у него нет подходящего лекарства, я отправлюсь в поисках подходящего лекарства для него. Если у него нет должного прислужника, я буду прислуживать ему. Пусть достопочтенный Чхана не использует нож. Пусть достопочтенный Чхана живет. Мы хотим, чтобы достопочтенный Чхана жил. Друг Сарепута, не так оно вовсе, что у меня нет подходящей еды, или лекарства, или прислужника. Более того, друг Друг Сарепутта, долгое время я почитал Учителя с любовью, а не без любви. Ведь ученику подобает почитать Учителя с любовью, а не без любви. Запомни так, друг Сарепутта, монах Чханна использует нож Беспорицания, один. Мы бы хотели кое о чем расспросить Достопочтенного Чханну, если он соблаговолит ответить на наш вопрос. Спрашивай, друг Сарепутта. Как услышу, будет видно. Друг Чханна, считаешь ли ты глаз, сознание глаза, глаза, и вещи, познаваемые сознанием глаза таковыми, это моё, я таков, это моё яд? Считаешь ли ты ухо, сознание уха, и вещи, познаваемые сознанием уха таковыми? Считаешь ли ты нос? Считаешь ли ты язык? Считаешь ли ты тело? Считаешь ли ты ум, сознание ума и вещи, познаваемые сознанием ума таковыми, это моё, я таков, это моё яд? Друг Сарепутта, я считаю глаз, сознание глаза, уха, нос, язык, тело, ум, сознание ума и вещи, познаваемые сознанием ума таковыми, это не мое, я не таков, это не мое я. Друг Чханна, что ты увидел и напрямую узнал в глазе, сознании глаза, ухе, носе, языке, теле, уме, сознании ума и вещах, познаваемых сознанием ума, что ты считаешь их таковыми, это не мое, я не таков, это не мое я. Друг Сарепутта, поскольку я увидел и напрямую познал прекращений в глазе, сознании глаза. В вещах, познаваемых сознанием ума, я считаю их таковыми, это не мое, я не таков, это не мое я. Когда так было сказано, достопочтенный Махачунда обратился к достопочтенному Чханне, в таком случае, друг Чханна, тебе следует непрерывно уделять внимание следующему учению благословенного, в том, кто зависим, есть колебания и в том, кто независим, нет колебаний. Когда нет колебаний, то есть безмятежность. Когда есть безмятежность, то нет склонности. Когда нет склонности, то нет прихода и ухода. Когда нет прихода и ухода, то нет умирания и перерождения. Когда нет умирания и перерождения, то тогда есть не здесь, не там, не между ними. Это само по себе и есть окончание страдания. Затем, когда достопочтенный Сарепута и достопочтенный Махачунда дали достопочтенному Чханне это наставление, они встали со своих сидений и ушли. И вскоре после того, как они ушли, достопочтенный Чханна использовал нож. Тогда Достопочтенный Сарипутта подошел к благословенному, поклонился ему, сел рядом, и сказал, «Учитель, Достопочтенный Чхана использовал нож. Какова его участь, каков его будущий удел? Сарипутта, не объявил ли монах Чханна тебя о своей неприцаемости? Учитель, у Ваджи есть деревня под названием Пуббавадчхана. Там у Достопочтенного Чханы было много дружеских семей, близких семей, радушных семей. У Достопочтенного Чханы в самом деле есть эти дружеские семьи, Сарипутта, близкие семьи, радушные семьи. Но я не утверждаю, что кого-либо следует из-за этого порицать. Сарипутта, когда кто-либо оставляет это тело и подхватывает другое тело, то в таком случае я утверждаю, что он достоин порицания. Такого не произошло в случае с монахом Чханной. Монах Чханна использовал нож без порицания. Так сказал Благословенный. Достопочтенный Сарипутта был доволен и восхитился словами Благословенного. Один, тем самым он заявляет о бараханстве, что будет прояснено ниже по тексту. Не совсем ясно, верно ли он говорит, или же переоценивает свои достижения. Комментарий утверждает, что переоценивает. Примечание переводчика С.В. Эта же сутта есть в Санью-Та-Никае, С.Н. 35.87. Пуннавада Сутта, Совет Пуння. МН. 145. Так я слышал. Однажды Благословенный проживал в Савадхе в роще джеты в монастыре Анатхайпиндике. И тогда, вечером, достопочтенный Пунна вышел из медитации и отправился к Благословенному. Поклонившись Благословенному, он сел рядом и сказал ему, «Учитель, было бы хорошо, если бы Благословенный дал бы мне краткий совет. Услышав Дхаму от Благословенного, я буду пребывать в уединении, затворившись, прилежным, старательным, решительным. В таком случае, Пунна, слушай внимательно то, что я скажу». «Да», – учитель ответил достопочтенный Пунна. Благословенный сказал следующий, «Пунна, есть формы, познаваемые глазом, желанные, желаемые, приятные, привлекательные, связанные с чувственным желанием, вызывающие страсть. Если монах наслаждается имя, приветствует их, продолжает их удерживать, то наслаждение возникает в нем. С возникновением наслаждения, Пунна, имеет место в возникновении страдания, я говорю тебе. Пунна, есть звуки, запахи, вкусы, осязаемые вещи, умственные объекты, познаваемые умом, желанные, желаемые, приятные, привлекательные, связанные с чувственным желанием, вызывающие страсть. Если монах наслаждается имя, приветствует их, продолжает их удерживать, то наслаждение возникает в нем. С возникновением наслаждения, Пунна, имеет место в возникновении страдания, я говорю тебе. Пунна, есть формы, звуки, запахи, вкусы, осязаемые вещи, умственные объекты, познаваемые умом, желанные, желаемые, приятные, привлекательные, связанные с чувственным желанием, вызывающие страсть. Если монах не наслаждается имя, не приветствует их, не продолжает их удерживать, то наслаждение прекращается в нем. С прекращением наслаждения, Пунна, имеет место прекращение страдания, я говорю тебе. И теперь, когда я дал тебе этот краткий совет, Пунна, в какой стране ты будешь проживать? Учитель, теперь, когда благословенный дал мне этот краткий совет, я отправляюсь жить в страну сунапаранту. Пунна, люди в сунапаранте свирепые и грубые. Если они будут оскорблять и угрожать тебе, о чем ты будешь думать в этом случае? Учитель, если люди в сунапаранте будут оскорблять и угрожать мне, то я буду думать так, эти люди сунапаранте прекрасны, в самом деле прекрасны, ведь они не бьют меня кулаками. Вот так я буду думать, благословенный. Так я буду думать, высочайший. Но, Пунна, если люди в сунапаранте будут бить тебя кулаками, о чем ты будешь думать в этом случае? Учитель, если люди в сунапаранте будут бить меня кулаками, то я буду думать так, эти люди сунапаранте прекрасны, в самом деле прекрасны, ведь они не бьют меня коми ими земли. Вот так я буду думать, Благословенный. Так я буду думать, Высочайший. Но, Пунна, если люди в сунапарнте будут бить тебя коми ими земли, о чем ты будешь думать в этом случае? Учитель, если люди в сунапарнте будут бить меня коми ими земли, то я буду думать так, эти люди сунапарнты прекрасны, в самом деле прекрасны, ведь они не бьют меня палками. Вот так я буду думать, Благословенный. Так я буду думать, Высочайший. Но, Пунна, если люди в сунапарнте будут бить тебя палками, о чем ты будешь думать в этом случае? Учитель, если люди в сунапарнте будут бить меня палками, то я буду думать так, эти люди сунапарнты прекрасны, в самом деле прекрасны, ведь они не нападают на меня с ножами. Вот так я буду думать, благословенный. Так я буду думать, высочайший. Но, Пунна, если люди в сунапарнте будут нападать на тебя с ножами, о чем ты будешь думать в этом случае? Учитель, если люди в сунапарнте будут нападать на меня с ножами, то я буду думать так, эти люди сунапарнты прекрасны, в самом деле прекрасны, ведь они не отняли моей жизни острым ножом. Вот так я буду думать, благословенный. Так я буду думать, высочайший. Но, Пунна, если люди в сунапарнте будут отнимать у тебя жизнь острым ножом, о чем ты будешь думать в этом случае? Учитель, если люди в сунапарнте будут отнимать у меня жизнь острым ножом, то я буду думать так, у благословенного были ученики, которые, ощутив неприязнь, пренебрежение, и отвращение к этому самому телу, нашли, для себя, убийцу. А я заполучил такого убийцу и без подобных поисков. Вот так я буду думать, благословенный. Так я буду думать, высочайший. Хорошо, хорошо, Пунна. Обладает таким самоконтролем и умиротворением, ты сможешь проживать в стране-сунапарнте. Теперь, Пунна, ты можешь идти, когда сочтешь нужным. И тогда, восхитившись и возродовавшись словам благословенного, достопочтенный Пунна поднялся со своего сиденья, поклонился благословенному и ушел, обойдя его с правой стороны. Затем он привел в порядок свое жилище, взял чашу и верхнее одеяние, и отправился в страну-сунапарнту. Совершив несколько пеших переходов, со временем он прибыл в страну-сунапарнту, где и стал проживать. И затем, в течение того сезона дождей, достопочтенный Пунна утвердил в практике 500 мирян и мирянок, а сам, в тот же самый сезон дождей, реализовал три истинных знания. И позже достопочтенный Пунна достиг окончательной небыбаны. И тогда группа монахов подошла к благословенному и, поклонившись ему, они сели рядом и сказали, учитель, представитель клана Пунна, которому благословенный дал краткий совет, скончался. Какова его участь? Каков его будущий удел? Монахи, представитель клана Пунна был мудр. Он практиковал в соответствии с Дхаммой и не беспокоил меня истолкованием Дхаммы. Представитель клана Пунна достиг окончательной небыбаны. Так сказал благословенный. Монахи были довольны и восхитились словами благословенного, один. Один, примечание переводчика С.В., это же сутта есть в Санюттаникае, СН 3588. Нандакова да сутта, совет от Нандаки. МН 146. Так я слышал. Однажды благословенный проживал в Савайтхи в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. И тогда Махападжа потяготами вместе с пятью сотнями монахинь отправилась к благословенному. Поклонившись благословенному, она встала рядом и сказала ему, учитель, пусть благословенный даст совет монахиням, пусть благословенный наставит монахинь, пусть благословенный даст монахиням беседу о Дхамме. И в то время старшие монахи сменяли друг друга, наставляя монахинь, но достопочтенный Нандак и не захотел советовать им, когда подошел его черед. И тогда благословенный обратился к достопочтенному Ананде, Ананда, чья сегодня очередь советовать монахиням? Учитель, сегодня очередь достопочтенного Нандаки советовать монахиням, но он не хочет советовать им, даже несмотря на то, что сегодня его очередь. Тогда благословенный обратился к достопочтенному Нандаке, дай совет монахиням, Нандака. Наставь, монахинь, Нандака. Дай монахиням беседу от Хами, Брахман. Хорошо, учитель ответил достопочтенный Нандака. И тогда, утром, достопочтенный Нандака оделся, взял чашу и верхние одеяния, и отправился в Саваттхи за подаяниями. Походив по Саваттхи за подаяниями, вернувшись со своего хождения за подаяниями, после принятия пищи он отправился с товарищем в парк Раджаки. Монахини увидели достопочтенного Нандаку и сдали, подготовили сидение, выставили воду для ног. Достопочтенный Нандака сел на подготовленное сидение и помыл ноги. Монахини поклонились ему и сели рядом. Когда они сели, достопочтенный Нандака сказал монахиням, сестры, эта беседа будет проходить в виде вопросов. Если вы понимаете, вы должны сказать, мы понимаем. Если вы не понимаете, вы должны сказать, мы не понимаем. Если вы сомневаетесь и находитесь в замешательстве, вам следует спросить меня, достопочтенный, как это? Каково значение этого? Достопочтенный, мы довольны и рады, что мастер Нандака предлагает нам хотя бы это. Сестры, как вы думаете, глаз является постоянным или непостоянным? Непостоянным, достопочтенный. А то, что непостоянно, то является страданием или счастьем? Страданием, достопочтенный. А то, что является непостоянным, страдательным, и подвержена изменению, может ли считаться таковым, это мое, я таков, это мое яд? Нет, достопочтенный. Сестры, как вы думаете, ухо является постоянным или непостоянным? Сестры, как вы думаете, нос является постоянным или непостоянным? Сестры, как вы думаете, язык является постоянным или непостоянным? Сестры, как вы думаете, тело является постоянным или непостоянным. Сёстры, как вы думаете, ум является постоянным или непостоянным? Нет, достопочтенный. И почему? Потому что, достопочтенный, мы уже увидели в соответствии с действительностью правильной мудростью так, эти шесть внутренних сфер непостоянны. Хорошо, хорошо, сёстры. Так оно с учеником благородных, который видит это в соответствии с действительностью правильной мудростью. Сёстры, как вы думаете? Формы, звуки, запахи, вкусы, осязаемые вещи, умственные объекты постоянные или непостоянные? Непостоянный, достопочтенный. Нет, достопочтенный. И почему? Потому что, достопочтенный, мы уже увидели в соответствии с действительностью правильной мудростью. Так, эти шесть внешних сфер непостоянны. Хорошо, хорошо, сестры. Так оно с учеником благородных, который видит это в соответствии с действительностью правильной мудростью. Сестры, как вы думаете? Сознание глаза, сознание носа, сознание языка, сознание тела, сознание ума постоянно или непостоянно? Непостоянно, достопочтенный. Нет, достопочтенный. И почему? Потому что, достопочтенный, мы уже увидели в соответствии с действительностью правильной мудростью. Так, эти шесть классы в сознании непостоянны. Хорошо, хорошо, сестры. Так оно с учеником благородных, который видит это в соответствии с действительностью правильной мудростью. Пример с лампой. Сестры, представьте, как если бы горела масляная лампа. Ее масло непостоянно и подвержено изменению, ее фитиль непостоянно и подвержено изменению, ее пламя непостоянно и подвержено изменению, ее сияние непостоянно и подвержено изменению. Если бы кто-либо говорил бы правдиво, разве он сказал бы так, пока эта масляная лампа горит, ее масло, фитиль, пламя непостоянно и подвержено изменению, но ее сияние постоянно, устойчиво, вечно, не подвержено изменению? Нет, достопочтенный. И почему? Потому что, достопочтенный, если эта масляная лампа горит, и ее масло, и фитиль, и пламя непостоянно и подвержено изменению, то также ее сияние должно быть непостоянным и подверженным изменению. Точно так же, сестры, если бы кто-либо говорил бы правдиво, разве он сказал бы так, эти шесть внутренних сфер непостоянные подвержены изменению, но приятные, болезненные, или неприятные и неболезненные чувства, которые человек переживает в зависимости от шести внутренних сфер, постоянно, устойчиво, вечно, не подвержено изменению? Нет, достопочтенный. И почему? Потому что если каждое чувство возникает в зависимости от соответствующего ему условия, то с прекращением его соответствующего условия, это чувство прекращается. Пример с деревом. Сестры, представьте, как если бы стояло большое дерево, обладающее сердцевиной. Его корни были бы непостоянными и подверженными изменению, его ствол бы непостоянным и подверженными изменению, его ветви листва были бы непостоянными и подверженными изменению, его тень была бы непостоянной и подверженной изменению. Если бы кто-либо говорил бы правдиво, разве он сказал бы так, корни, ствол, ветви листва этого большого дерева, обладающего сердцевиной, непостоянной и подверженной изменению? Но его тень постоянно, устойчива, вечно, не подвержена изменению? Нет, достопочтенный. И почему? Потому что, достопочтенный, если корни, ствол, листва, не постоянно и подвержены изменению, то его тень также должна быть не постоянно и подвержена изменению. Точно так же, сестры, если бы кто-либо говорил бы правдиво, разве он сказал бы так, эти шесть внешних сфер не постоянно и подвержены изменению, но приятные, болезненные, или неприятные и неболезненные чувства, которые человек переживает в зависимости от шести внешних сфер, постоянно, устойчиво, вечно, не подвержено изменению? Пример со шкурой коровы. Сестры, представьте, как если бы умелый мясник или его ученик убил бы корову и разделывал бы ее острыми с нитким ножом. Не повреждая внутреннюю груду плоти, не повреждая внешнюю шкуру, он бы срезал, отделял, отрезал внутренние сухожилия, связки, или соединения острыми с нитким ножом. Срезав, отделив, отрезав все это, он бы отделил внешнюю шкуру и накрыл бы корову вновь этой же самой шкурой. Если бы кто-либо говорил бы правдиво, разве он сказал бы так, эта корова соединена со шкурой как и прежде? Нет, достопочтенный. И почему? Потому что если бы этот умелый мясник или его ученик убил бы корову, отрезал бы все это, то хоть он бы и накрыл корову вновь этой же самой шкурой и сказал, эта корова соединена со шкурой как и прежде, все равно эта корова была бы отсоединена от этой шкуры. Сестры, я привел вам этот пример, чтобы донести смысл. Смысл таков. Внутренняя груда плоти – это обозначение шести внутренних сфер. Внешняя шкура – это обозначение шести внешних сфер. Внутренние сухожилия, связки, соединения – это обозначение наслаждения и жажды. Острый мясницкий нож – это обозначение благородной мудрости, благородной мудрости, которая режет, отделяет, отрезает внутренние загрязнения, путы, привязи. Семь факторов просветления. Сестры, есть эти семь факторов просветления, посредством развития и взращивания которых монах за счет уничтожения пятен, умственных загрязнений, здесь и сейчас входит и пребывает в незапятненном освобождении ума, освобождении мудростью, зная и проявляя эти состояния для себя самостоятельно посредством прямого знания. Какие семь? Вот, сестры, монах развивает осознанность как фактор просветления, который поддерживается отречением, бесстрастием, прекращением и созревает в выставлении. Он развивает исследование состояний, усердие, восторг, безмятежность, сосредоточение, невозмутимость как фактор просветления, который поддерживается отречением, бесстрастием, прекращением и созревает в выставлении. Таковы семь факторов просветления, посредством развития и взращивания которых, для себя самостоятельно посредством прямого знания. Когда достопочтенный Нандак и дал монахиням такой совет, он отпустил их, сказав, все сестры, идите. И тогда монахини, восхитившись и возродовавшись словам достопочтенного Нандаки, встали со своих сиденья, поклонившись достопочтенному Нандаке, ушли, обойдя его с правой стороны. Они отправились к благословенному, поклонившись ему, встали рядом. Благословенный сказал им, все сестры, идите. И тогда монахини поклонились благословенному и ушли, обойдя его с правой стороны. Вскоре после того, как они ушли, благословенный обратился к монахам, монахи, подобно тому как на четырнадцатый день, на упасадху, люди не находятся в сомнениях замешательстве в отношении того, полная ли луна или же неполная, поскольку в это время луна абсолютно точно неполная, то точно так же, те монахини довольны учением Нандаки под хами, но их намерение еще не было исполнено. И тогда благословенный обратился к достопочтенному Нандаке, что же, Нандака, завтра тебе также следует наставить тех монахин точно таким же образом. Да, учитель ответил достопочтенный Нандака. И тогда следующим утром достопочтенный Нандак оделся. Один, тогда монахини поклонились благословенному и ушли, обойдя его с правой стороны. Вскоре после того, как они ушли, благословенный обратился к монахам, монахи, подобно тому как на пятнадцатый день, на упасадху, люди не находятся в сомнениях замешательстве в отношении того, полная ли луна или же неполная, поскольку в это время луна абсолютно точно полная, то точно так же, те монахини довольны учением Нандаки под хами, их намерение было исполнено. Монахи, даже наименее развитая из тех пятисот монахинь, теперь, является вступившей в поток, неподверженной болей к, перерождению, в нижних мирах, непреклонной, в своей участии достичь освобождения, устремленной к просветлению. Так сказал благословенный. Монахи были довольны и восхитились словами благословенного. Один, повторяется вся беседа достопочтенного Нандаки с монахинями. Чулы Рахулова до сутта, малая лекция с наставлением Рахули. МН-147. Так я слышал. Однажды благословенный пребывал в Савадхи в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. И тогда, по мере того, как благословенный пребывал уединенным в медитации, такое раздумье возникло у него в уме, те состояния, что созревают в освобождении, достигли зрелости в Рахуле. Что если я поведу его дальше, к уничтожению пятен, умственных загрязнений. И тогда, утром, благословенный оделся, взял чашу и верхние одеяния, и отправился в Савадхи собирать подаяния. Когда он вернулся с хождения за подаяниями, то после принятия пищи он обратился к достопочтенному Рахуле так, возьми коврик для сидения, Рахула. Пойдем в рощу слепых, чтобы провести там остаток дня. Да, учитель ответил достопочтенному Рахуле, взяв коврик для сидения, он последовал вслед за благословенным. В то время многие тысячи божеств, также, последовали за благословенным, думая, сегодня благословенный приведет достопочтенного Рахулу дальше, к уничтожению пятен. Затем благословенный вошел в рощу слепых и сел под неким деревом на подготовленное сидение. Достопочтенный Рахула поклонился благословенному и сел рядом. Тогда благословенный сказал ему, как ты думаешь, Рахула, глаз является постоянным или непостоянным? Непостоянным, учитель. А то, что непостоянно, то является страданием или счастьем? Страданием, учитель. А то, что является непостоянным, страдательным и подвержено изменению, может ли считаться таковым, это мое, я таков, это мое яд? Нет, учитель. Формы постоянны или непостоянны? Сознание глаза постоянно или непостоянно? Контакт глаза постоянен или непостоянен. Что-либо, что входит в чувство, восприятие, формации, ума, или сознание, и возникает, имея в качестве причины контакт глаза, постоянно или непостоянно. Непостоянно, учитель. Ухо является постоянным или непостоянным. Нос является постоянным или непостоянным. Язык является постоянным или непостоянным. Тело является постоянным или непостоянным. Ум является постоянным или непостоянным. Умственные объекты постоянны или непостоянны. Сознание ума постоянно или непостоянно. Контакт ума постоянен или непостоянен. Что-либо, что входит в чувство, восприятие, формации, ума, или сознание, и возникает, имея в качестве причины контакт ума, постоянно или непостоянно. Видя так, Рахула, хорошо обученный ученик благородных испытывает разочарование по отношению к глазу, формам, сознанию глаза, контакту глаза, и ко всему, что входит в чувство, восприятие, формации, сознании, и возникает, имея в качестве причины контакт глаза. Он испытывает разочарование по отношению к уху, носу, языку, телу, уму, умственным объектам, сознанию ума, контакту ума, и ко всему, что входит в чувство, восприятие, формации, сознании, и возникает, имея в качестве причины контакт ума. Испытывая разочарование, он становится беспристрастным. Через беспристрастие, его ум освобождается. Когда он освобожден, приходит знание, он освобожден. Он понимает, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. Так сказал благословенный. Водушевленный, достопочтенный Рахула был доволен и восхитился словами благословенного. И по мере того, как произносилась эта лекция, ум достопочтенного Рахула освободился от пятен, умственных загрязнений, посредством нецепляния, а у многих тысячи божеств возникло незапаленное, незапятненное видение Дхаммы, все, что подвержено возникновению, подвержено и прекращению. Чхачхатка сутта, шесть групп шестерок. МН 148. Содержание, шесть групп шестерок. Безличностность. Возникновение личности. Прекращение личности. Скрытые склонности. Отбрасывание скрытых склонностей. Освобождение. Так я слышал. Однажды благословенный проживал в Савайтхи в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. Там благословенный обратился к монахам так, монахи. Учитель. Ответили они. Благословенный сказал следующий, монахи, я научу вас Дхаме, которая прекрасна в начале, прекрасна в середине, и прекрасна в конце, правильна и в духе и в букве. Я раскрою вам святую жизнь, которая всецело совершенная и чистая. Это учение о шести группах шестерок. Слушайте внимательно то, о чем я буду говорить. Да, учитель ответили монахи. Благословенный сказал следующий, шесть внутренних сфер должны быть поняты. Шесть внешних сфер должны быть поняты. Шесть классов сознания должны быть поняты. Шесть классов контакта должны быть поняты. Шесть классов чувства должны быть поняты. Шесть классов жажды должны быть поняты. Шесть внутренних сфер должны быть поняты. Так было сказано. В отношении чего так было сказано? Есть сфера глаза, сфера уха, сфера носа, сфера языка, сфера тела, сфера ума. В отношении этого так было сказано, шесть внутренних сфер должны быть поняты. Такова первая группа шести. Шесть внешних сфер должны быть поняты так было сказано. В отношении чего так было сказано? Есть сфера формы, сфера звука, сфера запаха, сфера вкуса, сфера осязаемой вещи, сфера умственного объекта. В отношении этого так было сказано, шесть внешних сфер должны быть поняты. Такова вторая группа шести. Шесть классов сознания должны быть поняты так было сказано в отношении чего так было сказано? В зависимости от глаза и форм возникает сознание глаза. В зависимости от уха и звуков возникает сознание уха. В зависимости от носа и запахов возникает сознание носа. В зависимости от языка и вкусов возникает сознание языка. В зависимости от тела и осязаемых вещей возникает сознание тела. В зависимости от ума и умственных объектов возникает сознание ума. В отношении этого так было сказано, шесть классов сознания должны быть поняты. Такова третья группа шести. Шесть классов контакта должны быть поняты «Так было сказано». В отношении чего так было сказано? В зависимости от глаза и форм возникает сознание глаза. Встреча этих трех – это контакт. В зависимости от уха и звуков возникает сознание уха. Встреча этих трех – это контакт. В зависимости от носа и запахов возникает сознание носа. Встреча этих трех – это контакт. В зависимости от языка и вкусов возникает сознание языка. Встреча этих трех – это контакт. В зависимости от тела и осязаемых вещей возникает сознание тела. Встреча этих трех – это контакт. В зависимости от ума и умственных объектов возникает сознание и ума. Встреча этих трех – это контакт. В отношении этого так было сказано, шесть классов контакта должны быть поняты. Такова четвертая группа шести. Шесть классов чувства должны быть поняты, так было сказано. В отношении чего так было сказано? В зависимости от глаза и форм возникает сознание глаза. Встреча этих трех – это контакт. С контактом как условием имеет место чувство в зависимости от уха и звуков возникает сознание уха. Встреча этих трех – это контакт. С контактом как условием имеет место чувство в зависимости от носа и запахов возникает сознание носа. Встреча этих трех – это контакт. С контактом как условием имеет место чувство в зависимости от языка и вкусов возникает сознание языка. Встреча этих трех – это контакт. С контактом как условием имеет место чувство в зависимости от тела и осязаемых вещей возникает сознание тела. Встреча этих трех – это контакт. С контактом как условием имеет место чувство в зависимости от ума и умственных объектов возникает сознание и ума. Встреча этих трех – это контакт. С контактом как условием имеет место чувство в отношении этого так было сказано, шесть классов чувства должны быть поняты. Такова пятая группа шести. Шесть классов жажды должны быть поняты так было сказано в отношении чего так было сказано в зависимости от глаза и форм возникает сознание глаза. Встреча этих трех, это контакт. С контактом как условием имеет место чувство. С чувством как условием имеет место жажда в зависимости от уха и звуков возникает сознание уха. Встреча этих трех, это контакт. С контактом как условием имеет место чувство. С чувством как условием имеет место жажда в зависимости от носа и запахов возникает сознание носа. Встреча этих трех, это контакт. С контактом как условием имеет место чувство. С чувством как условием имеет место жажда. В зависимости от языка и вкусов возникает сознание языка. Встреча этих трех – это контакт. С контактом как условием имеет место чувство. С чувством как условием имеет место жажда. В зависимости от тела и осязаемых вещей возникает сознание тела. Встреча этих трех – это контакт. С контактом как условием имеет место чувство. С чувством как условием имеет место жажда в зависимости от ума и умственных объектов возникает сознание и ума. Встреча этих трех – это контакт. С контактом как условием имеет место чувство. С чувством как условием имеет место жажда в отношении этого так было сказано, шесть классов жажды должны быть поняты. Такова шестая группа шести. Если кто-либо скажет, глаз – это я, то это будет неразумным. Можно различить возникновение и распад глаза. Поскольку можно различить возникновение и распад, то получилось бы, мое я возникает и распадается. Вот почему было бы неразумным говорить, глаз – это я. Поэтому глаз является безличностным. Если кто-либо скажет, формы – это я, то это будет неразумным. Можно различить возникновение и распад форм. Поскольку можно различить возникновение и распад, то получилось бы, мое я возникает и распадается. Вот почему было бы неразумным говорить, формы – это я. Поэтому глаз является безличностным, формы являются безличностными. Если кто-либо скажет, в сознании глаза, это я, то это будет неразумным. Можно различить возникновение и распад сознания глаза. Поскольку можно различить возникновение и распад, то получилось бы, мое я возникает и распадается. Вот почему было бы неразумным говорить, сознание глаза, это я. Поэтому глаз является безличностным, формы являются безличностными, сознание глаза является безличностным. Если кто-либо скажет, контакт глаза, это я, то это будет неразумным. Можно различить возникновение и распад контакта глаза. Поскольку можно различить возникновение и распад, то получилось бы, мое я возникает и распадается. Вот почему было бы неразумным говорить, контакт глаза – это я. Поэтому глаз является безличностным, формы являются безличностными, сознание глаза является безличностным, контакт глаза является безличностным. Если кто-либо скажет, чувство – это я, то это будет неразумным. Можно различить возникновение и распад чувства. Поскольку можно различить возникновение и распад, то получилось бы, мое я возникает и распадается. Вот почему было бы неразумным говорить, чувство – это я. Поэтому глаз является безличностным, формы являются безличностными, сознание глаза является безличностным, контакт глаза является безличностным, чувство является безличностным. Если кто-либо скажет, жажда – это я, то это будет неразумным. Можно различить возникновение и распад жажды. Поскольку можно различить возникновение и распад, то получилось бы, мое «я» возникает и распадается. Вот почему было бы неразумным говорить, «Жажда – это я». Поэтому глаз является безличносным, формы являются безличносными, сознание глаза является безличносным, контакт глаза является безличносным, чувство является безличносным, жажда является безличносной. Если кто-либо скажет, «Ухо – это я». Если кто-либо скажет, «Нос – это я». Если кто-либо скажет, «Язык – это я». Если кто-либо скажет, тело – это я. Если кто-либо скажет, ум – это я, то это будет неразумным. Можно различить возникновение и распад ума. Поскольку можно различить возникновение и распад, то получилось бы, мое я возникает и распадается. Вот почему было бы неразумным говорить, ум – это я. Поэтому ум является безличностным. Если кто-либо скажет, умственные объекты – это я. Если кто-либо скажет, сознание и ума – это я. Если кто-либо скажет «Контакт ума – это я». Если кто-либо скажет «Чувство – это я». Если кто-либо скажет «Жажда – это я». Поэтому ум является безличностным, умственные объекты являются безличностными, сознание ума является безличностным, контакт ума является безличностным, чувство является безличностным, жажда является безличностной. Монахи, вот каков путь, ведущий к возникновению личности. Кто-либо считает глаз таковым, это мое, я таков, это мое я. Он считает формы, сознание глаза, контакт глаза, чувство, жажду таковой, это мое, я таков, это мое я. Он считает ухо. Он считает нос. Он считает язык. Он считает тело. Он считает ум таковым, это мое, я таков, это мое я. Он считает умственные объекты, сознание ума, контакт ума, чувство. жажду таковой, это моё, я таков, это моё я. Монахи, вот каков путь, ведущий к прекращению личности. Кто-либо считает глаз таковым, это не моё, я не таков, это не моё я. Он считает формы, сознание глаза, контакт глаза, чувства, жажду таковой, это не моё, я не таков, это не моё я. Он считает ум таковым, это не моё, я не таков, это не моё я. Он считает умственные объекты, сознание ума, контакт ума, чувство, жажду таковой, это не мое, я не таков, это не мое я. Монахи, в зависимости от глаза и форм возникает в сознании глаза. Встреча этих трех – это контакт. С контактом как условием возникает, чувство, ощущаемое как приятное или болезненное, или неприятное и неболезненное. Когда человека касается приятное чувство, то если он наслаждается им, приветствует его, продолжает его удерживать, то тогда скрытая склонность к жажде залегает в нем. Когда человека касается болезненное чувство, то если он грустит, горюет и плачет, рыдает, бьет себя в грудь, становится обезумевшим, то тогда скрытая склонность к отвращению залегает в нем. Когда человека касается неприятное и неболезненное чувство, то если он не понимает в соответствии с действительностью возникновений, угасаний, привлекательность, опасность и спасение в отношении этого чувства, то тогда скрытая склонность к невежеству залегает в нем. Монахи, чтобы кто-либо здесь и сейчас положил бы конец страданию, не отбросив вскрытой склонности к жажде к приятному чувству, не уничтожив вскрытой склонности к отвращению к болезненному чувству, не истребив вскрытой склонности к невежеству в отношении неприятного и неболезненного чувства, не оставив невежества и не зародив истинного знания, такое невозможно. Монахи, в зависимости от уха и звуков возникает сознание уха. Монахи, в зависимости от носа и запахов возникает сознание носа. Монахи, в зависимости от языка и вкусов возникает сознание языка. Монахи, в зависимости от тела и осязаемых вещей возникает сознание тела. Монахи, в зависимости от ума и умственных объектов возникает сознание ума. Встреча этих трех – это контакт. С контактом как условием возникает чувство, ощущаемое как приятное или болезненное или неприятное и неболезненное. Когда человека касается приятное чувство, то если он наслаждается им, приветствует его, продолжает его удерживать, то тогда скрытая склонность к жажде залегает в нем. Когда человека касается болезненное чувство, то если он грустит, горюет и плачет, рыдает, бьет себя в грудь, становится обезумевшим, то тогда скрытая склонность к отвращению залегает в нем. Когда человека касается неприятное и неболезненное чувство, то если он не понимает в соответствии с действительностью возникновений, угасаний, привлекательность, опасность и спасения в отношении этого чувства, то тогда скрытая склонность к невежеству залегает в нем. Монахи, в зависимости от глаза и форм возникает в сознании глаза. Встреча этих трех – это контакт. С контактом как условием возникает чувство, ощущаемое как приятное или болезненное или неприятное и неболезненное. Когда человека касается приятное чувство, то если он не наслаждается им, не приветствует его, не продолжает его удерживать, то тогда скрытая склонность к жажде не залегает в нем. Когда человека касается болезненное чувство, то если он не грустит, не горюет и не плачет, не рыдает, не бьет себя в груди, не становится обезумевшим, то тогда скрытая склонность к отвращению не залегает в нем. Когда человека касается неприятное и неболезненное чувство, то если он понимает в соответствии с действительностью возникновений, угасаний, привлекательность, опасность и спасение в отношении этого чувства, то тогда скрытая склонность к невежеству не залегает в нем. Монахи, чтобы кто-либо здесь и сейчас положил бы конец страданию, отбросив скрытую склонность к жажде к приятному чувству, уничтожив скрытую склонность к отвращению к болезненному чувству, истребив скрытую склонность к невежеству в отношении неприятного и неболезненного чувства, оставив невежество и зародив истинное знание, такое возможно. Монахи, в зависимости от ума и умственных объектов возникает сознание и ума. Встреча этих трех – это контакт, чтобы кто-либо здесь и сейчас положил бы конец страданию, отбросив скрытую склонность к жажде к приятному чувству, уничтожив скрытую склонность к отвращению к болезненному чувству, истребив скрытую склонность к невежеству в отношении неприятного и неболезненного чувства, оставив невежество и зародив истинное знание, такое возможно. Видя так, монахи, хорошо обученный ученик благородных становится разочарованным по отношению к глазу, разочарованным по отношению к формам, разочарованным по отношению к сознанию глаза, разочарованным по отношению к контакту глаза, разочарованным по отношению к чувству, разочарованным по отношению к жажде. Он становится разочарованным по отношению к уху. Он становится разочарованным по отношению к носу. Он становится разочарованным по отношению к языку. Он становится разочарованным по отношению к телу. Он становится разочарованным по отношению к уму, разочарованным по отношению к умственным объектам, разочарованным по отношению к сознанию ума, разочарованным по отношению к контакту ума, разочарованным по отношению к чувству, разочарованным, по отношению, к жажде. Будучи разочарованным, он становится беспристрастным. Посредством беспристрастия, его ум, освобождается. Когда он освобожден, приходит знание, он освобожден. Он понимает, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. Так сказал благословенный. Монахи были довольны и восхитились словами благословенного. И по мере произнесения этой лекции умы шестидесяти монахов освободились от пятен, умственных загрязнений, посредством нецепляния. Махаса и Тайника сутта, Великая сфера шести. МН 149. Так я слышал. Однажды благословенный проживал в Савадхи в роще Джеты в монастыре Анадхайпиндике. Там благословенный обратился к монахам так, монахи. Учитель. Ответили они. Благословенный сказал следующий, монахи, я дам вам лекцию о Великой сфере шести. Слушайте внимательно то, о чем я буду говорить. Да, учитель ответили монахи. Благословенный сказал следующий, монахи, когда человек не знает и не видит глаз в соответствии с действительностью, Когда человек не знает и не видит формы, сознание глаза, контакт глаза, когда человек не знает и не видит в соответствии с действительностью, чувства, ощущаемые как приятные или болезненные или неприятные и неболезненные, возникающие с контактом глаза как условием, то тогда он воспламенен жаждой к глазу, к формам, к сознанию глаза, к контакту глаза, к чувству, возникающему с контактом глаза как условием. Когда он пребывает, воспламененный жаждой, опутанный, ослепленный, созерцая привлекательность, то тогда пять совокупностей, подверженных цеплянию, выстраиваются для него на будущее. Его жажда, которая ведет к новому существованию, сопровождаемая наслаждением и страстью, наслаждением в том и в этом, возрастает. Его телесные и умственные проблемы увеличиваются, его телесные и умственные мучения увеличиваются, его телесные и умственные взбудораженности увеличиваются, и он переживает телесные и умственные страдания. Когда человек не знает и не видит уха в соответствии с действительностью. Когда человек не знает и не видит нос в соответствии с действительностью. Когда человек не знает и не видит язык в соответствии с действительностью. Когда человек не знает и не видит тело в соответствии с действительностью. Когда человек не знает и не видит ум в соответствии с действительностью. соответствии с действительностью, когда человек не знает и не видит умственные объекты, сознание ума, контакт ума, когда человек не знает и не видит в соответствии с действительностью, чувства, ощущаемые как приятные или болезненные или неприятные и неболезненные, возникающие с контактом ума как условием, то тогда он воспламенен жаждой к уму, к умственным объектам, к сознанию ума, к контакту ума, к чувству, возникающему с контактом ума как условием. Когда он пребывает, воспламененный жаждой, переживая телесные и умственные страдания. Монахи, когда человек знает и видит глаз, ухо, нос, язык, тело, ум в соответствии с действительностью, когда человек знает и видит умственные объекты, сознание ума, контакт ума, когда человек знает и видит в соответствии с действительностью, чувства, ощущаемые как приятные или болезненные или неприятные и неболезненные, возникающие с контактом ума как условием, то тогда он не воспламенен жаждой к уму, к умственным объектам, к сознанию ума, контакт ума, к чувству, возникающему с контактом ума как условием. Когда он пребывает, не воспламененный жаждой, не опутанный, не ослепленный, созерцая опасность, то тогда пять совокупностей, подверженных цеплянию, убывают для него на будущее. Его жажда, которая ведет к новому существованию, сопровождаемая наслаждением и страстью, наслаждением в том и в этом, отбрасывается. Его телесные и умственные проблемы отбрасываются, его телесные и умственные мучения отбрасываются, его телесные и умственные взбудораженности отбрасываются, и он переживает телесное и умственное счастье. Воззрение такого человека является правильным воззрением. Его устремление является правильным устремлением, его усилие является правильным усилием, его осознанность является правильной осознанностью, его сосредоточение является правильным сосредоточением. Но его телесное действие, его словесное действие, и его средства к жизни уже были хорошо очищены прежде. Так этот благородный восьмеричный путь приходит к исполнению в нем за счет развития. Когда он развивает благородный восьмеричный путь, то четыре основы осознанности также приходят к исполнению в нем за счет развития. Четыре правильных старания также приходят к исполнению в нем за счет развития. Четыре основы сверхъестественных сил также приходят к исполнению в нем за счет развития. Пять качеств также приходят к исполнению в нем за счет развития. Пять сил также приходят к исполнению в нем за счет развития. Семь факторов просветления также приходят к исполнению в нем за счет развития. 1. Эти две вещи, успокоение и прозрение, происходят в нем, связанные вместе равномерно. 2. Он полностью понимает прямым знанием те вещи, которые следует полностью понять прямым знанием. Он отбрасывает прямым знанием те вещи, которые следует отбросить прямым знанием. Он развивает прямым знанием те вещи, которые следует развить прямым знанием. Он реализует прямым знанием те вещи, которые следует реализовать прямым знанием. И какие вещи следует полностью понять прямым знанием? Ответ на это таков, пять совокупностей, подверженных цеплянью, то есть, совокупность материальной формы, совокупность чувства, восприятия, формации, совокупность сознания, подверженную цеплянью. Эти вещи следует полностью понять прямым знанием. Три. И какие вещи следует отбросить прямым знанием? Невежество и жажду к существованию. Эти вещи следует отбросить прямым знанием. И какие вещи следует развить прямым знанием? Успокоение и прозрение. Эти вещи следует развить прямым знанием. И какие вещи следует реализовать прямым знанием? Истинные знания и освобождение. 4. Эти вещи следует реализовать прямым знанием. 5. Так сказал благословенный. Монахи были довольны и восхитились словами благословенного. 1. Примечание переводчика СВ. очевидно, подобной глубокой практикой занимается тот, кто реализует уже завершающие этапы пути, поскольку сказано, что три фактора нравственности у него уже развиты, а значит его ум достаточно чист и готов к более утонченным практикам. При этом он одновременно задействует все остальные пять факторов. Каноническую последовательность этапов пути я разбирал в этой статье. Два, примечания переводчика СВ, успокоения, самадха, и прозрения, випассана, два аспекта медитативной тренировки. В тексте сказано, что они должны быть связаны вместе равномерно. Эту же идею подтверждает ряд сутт из книги Четырехангутара Никая, например, Ан-4-94. Успокоение связано с тренировкой сосредоточения Иджханы в частности, а прозрение связано с наблюдением об условленности и выявлением взаимосвязей всех внутренних и внешних феноменов, о которых говорится и по тексту сутты выше, что в итоге приводит к прямому знанию о непостоянстве и безличности он их. Три, примечания переводчика СВ, полностью понять, то есть максимально глубоко на прямом опыте увидеть их непостоянство, страдательность, безличностность. Четыре, примечания переводчика СВ, речь идет о девятом и десятом факторах благородного восьмеричного пути, которые обозначают уже плод, а не путь, смотри, например, Ан-10-112. Таким образом, девятый и десятый факторы относятся к третьей благородной истине, а предыдущие восемь факторов к четвертой истине. Пять, примечаний переводчика СВ, здесь упоминаются частные и основополагающие аспекты четырех благородных истин. Однако это же можно изложить из более широкой перспективы, смотри. СН-56-29, а также СН-56-11, где это объясняется в деталях. Нагоровиндили сутта, к Нагоровинданам. МН-150. Так я слышал. Однажды благословенный путешествовал по стране Касал вместе с Большой Сангхой монахов и со временем прибыл в Касальскую деревню под названием Нагоровинда. И брахманы домохозяева из Нагоровинда услышали, отшельник мастер Гатама, сын Сакьев, ушедший из клана Сакьев в бездомную жизнь, странствовал по стране Касал с Большой Сангхой монахов и прибыл в Нагоровинду. И об этом мастере Гатами распространилась славная молва, благословенный, совершенный, полностью просветленный, совершенный в знании и поведении, высочайший, знаток миров, непревзойденный вожак тех, кто должен обуздать себя, учитель богов и людей, просветленный, благословенный. Реализовав для себя прямым знанием, он раскрывает, другим, этот мир с его богами, марами, брахмами, с его поколением жрецов и отшельников, князия, простых, людей. Он обучает Дхамме, превосходной в начале, превосходной в середине, и превосходной в конце в правильных фразах значении. Он раскрывает святую жизнь, всецело совершенную чистую. Хорошо было бы увидеть таких арахантов. И тогда брахманы домохозяева Нагоровинды отправились к благословенному. Некоторые поклонились благословенному и сели рядом. Некоторые обменялись с ним вежливыми приветствиями и после обмена вежливыми приветствиями и любезностями сели рядом. Некоторые из них сели рядом, поприветствовав благословенного сложенными у груди ладонями. Некоторые из них сели рядом, объявив перед благословенным свое имя и имя клана. Некоторые из них сели рядом, просто, молча. Когда они уселись, благословенный сказал им, домохозяева, если странники-приверженцы иных учений спросит вас так, домохозяева, каких жрецов и отшельников не стоит уважать, ценить, чтить и почитать? То вам следует ответить им так, те жрецы и отшельники, которые не лишены страсти, злобы, заблуждения в отношении форм, познаваемых глазом, чьи умы внутренне не умиротворены, кто в какой-то момент ведет себя праведно, а потом, в другой момент ведет себя, неправедно телом, речью, и умом. Таких жрецов и отшельников не стоит уважать, ценить, чтить и почитать. И почему? Потому что мы сами не лишены страсти, злобы, и заблуждения в отношении форм, познаваемых глазом, наши умы внутренне не умиротворены, и мы в какой-то момент ведем себя праведно, а потом неправедно телом, речью, и умом. Поскольку мы не видим какого-либо более высокого праведного поведения у тех почтенных жрецов и отшельников, то поэтому, их не стоит уважать, ценить, чтить и почитать. Те жрецы и отшельники, которые не лишены страсти, злобы, и заблуждения в отношении звуков, познаваемых ухом, запахов, познаваемых носом, вкусов, познаваемых языком, осязаемых вещей, познаваемых телом, умственных объектов, познаваемых умом. Поскольку мы не видим какого-либо более высокого праведного поведения у тех почтенных жрецов и отшельников, то поэтому, их не стоит уважать, ценить, чтить и почитать. Но, домохозяева, если страники-приверженцы иных учений спросят вас, домохозяева, каких жрецов и отшельников стоит уважать, ценить, чтить и почитать, то вам следует ответить им так, те жрецы и отшельники, которые лишены страсти, злобы, заблуждения в отношении форм, звуков, запахов, вкусов, осязаемых вещей, умственных объектов, познаваемых умом, чьи умы внутренне умиротворены, и кто, постоянно, ведет себя праведно телом, речью, и умом, таких жрецов и отшельников стоит уважать, ценить, чтить и почитать. И почему? Потому что мы сами не лишены страсти, злобы, и заблуждения в отношении умственных объектов, познаваемых умом, наши умы внутренне не умиротворены, и мы в какой-то момент ведем себя праведно, а потом неправедно телом, речью, и умом. Поскольку мы видим более высокое праведное поведение у тех почтенных жрецов и отшельников, то, поэтому, их стоит уважать, ценить, чтить и почитать. Будучи спрошенными так, домохозяева, вот как вам следует ответить тем странникам-приверженцам иных учений. Домохозяева, если странники-приверженцы иных учений спросит вас, но каковы ваши основания, каковы ваши свидетельства в отношении тех достопочтенных, что вы говорите о них так, вне сомнений, эти достопочтенные либо лишены страсти, либо практикуют ради устранения страсти, лишены злобы, либо практикуют ради устранения злобы, лишены заблуждения, либо практикуют ради устранения заблуждения? Будучи спрошенными так, вам следует ответить тем странникам приверженцем иных учений вот как, потому что эти достопочтенные затворяются в лесных жилищах и уединенных лесных чащах. Там нет каких-либо форм, познаваемых глазом, на которые они могли бы смотреть и наслаждаться этим. Там нет каких-либо звуков, познаваемых ухом, которые они могли бы слушать и наслаждаться этим. Там нет каких-либо запахов, познаваемых носом, которые они могли бы нюхать и наслаждаться этим. Там нет каких-либо вкусов, познаваемых языком, которые они могли бы пробовать и наслаждаться этим. Там нет каких-либо осязаемых вещей, познаваемых телом, которые они могли бы трогать и наслаждаться этим. Таковы, друзья, наши основания, наши свидетельства в отношении тех достопочтенных, что мы говорим об этих достопочтенных, вне сомнений, эти достопочтенные либо лишены страсти, злобы, и заблуждения, либо практикуют ради их устранения. Будучи спрошенными так, домохозяева, вот как вам следует ответить тем странникам-приверженцам иных учений. Когда так было сказано, домохозяева Брахмана Нагаравинды сказали благословенному, великолепно, мастер Гатама. Великолепно, мастер Гатама. Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий домок увидеть, точно так же мастер Гатама различными способами прояснил Дхаму. Мы принимаем прибежище в мастере Гатаме, прибежище в Дхаме, и прибежище в Сангхе монахов. Пусть мастер Гатама помнит нас как мирских последователей, принявших в нем прибежище с этого дня и на всю жизнь. Пиндапатапари субдхи сутта, очищение еды, полученной с подаянией. МН 151. Так я слышал. Однажды благословенный проживал в Раджагахе в бамбуковой роще в Беличьем свертилище. И тогда, вечером, достопочтенный Сарипутта вышел из медитации и отправился к благословенному. Поклонившись ему, он сел рядом. Затем благословенный сказал ему, Сарипутта, черты твоего лица чисты. Цвет твоей кожи яркий и чистый. Сарипутта, в каком пребывании ты сейчас часто пребываешь? Учитель, я часто пребываю в пустотности. Хорошо, хорошо, Сарипутта. Воистину, сейчас ты часто пребываешь в пребывании великого человека. Ведь это пребывание великого человека, то есть пустотность. Сарипутта, если монах пожелает, пусть я сейчас буду часто пребывать в пустотности, то ему следует рассуждать так, по дороге, по которой я шел в деревню за подаяниями, или же в месте, где я ходил собирать подаяния, или же по дороге, по которой я возвращался с хождения за подаяниями, было ли какое-либо желание, страсть, злоба, заблуждение, или же отвращение в моем уме по отношению к формам, познаваемым глазам? Если, пересматривая так, он знает, по дороге, было желание, страсть, злоба, заблуждение, или же отвращение в моем уме по отношению к формам, познаваемым глазам, то тогда ему следует приложить усилия для отбрасывания этих плохих неблагих состояний. Но если, пересматривая, он знает, по дороге, не было желания, отвращения, то тогда он может пребывать счастливым и радостным, тренируясь день и ночь в благих состояниях. Далее, сарепута, монаху следует рассуждать так, по дороге, было ли какое-либо желание, страсть, злоба, заблуждение, или же отвращение в моем уме по отношению к звукам, познаваемым ухом, запахом, познаваемым носом, вкусом, познаваемым языком, осязаемым вещам, познаваемым телом, умственным объектом, познаваемым умом? Если, пересматривая так, он знает, по дороге, было желание, страсть, злоба, заблуждение, или же отвращение в моем уме по отношению к умственным объектам, познаваемым умом, то тогда ему следует приложить усилия для отбрасывания этих плохих неблагих состояний. Но если, пересматривая, он знает, по дороге, не было желания, отвращения, то тогда он может пребывать счастливым и радостным, тренируясь день и ночь в благих состояниях. Далее, сарепута, монаху следует рассуждать так, отброшены ли во мне пять нити чувственного удовольствия? Если, пересматривая, он знает, пять нити чувственного удовольствия не отброшены во мне, то ему следует приложить усилия для отбрасывания этих пяти нити чувственного удовольствия. Но если, пересматривая, он знает, пять нити чувственного удовольствия отброшены во мне, то тогда он может пребывать счастливым и радостным, тренируясь день и ночь в благих состояниях. Далее, сарепута, монаху следует рассуждать так, отброшены ли во мне пять помех? Если, пересматривая, он знает, пять помех не отброшены во мне, то ему следует приложить усилия для отбрасывания этих пяти помех. Но если, пересматривая, он знает, пять помех отброшены во мне, то тогда он может пребывать счастливым и радостным, тренируясь день и ночь в благих состояниях. Далее, царепута, монаху следует рассуждать так, понят или полностью мной пять совокупностей, подверженных цеплянию? Если, пересматривая, он знает, пять совокупностей, подверженные цеплянию, не полностью понятым но это ему следует приложить усилий, чтобы полностью понять эти пять совокупностей, подверженных цеплянию. Но если, пересматривая, он знает, пять совокупностей, подверженные цеплянию, полностью понятым но это тогда он может пребывать счастливым и радостным, тренируясь день и ночь в благих состояниях. Далее, саре Пута, монаху следует рассуждать так, развиты ли во мне четыре основы осознанности? Если, пересматривая, он знает, четыре основы осознанности не развиты во мне, то ему следует приложить усилий, чтобы развить эти четыре основы осознанности. Но если, пересматривая, он знает, четыре основы осознанности развиты во мне, то тогда он может пребывать счастливым и радостным, тренируясь день и ночь в благих состояниях. Далее, царепута, монаху следует рассуждать так, развиты ли во мне четыре вида правильного старания, четыре основы сверхъестественной силы, пять сил, пять качеств, семь факторов просветления. Благородный восьмеричный путь, успокоение и прозрение. Если, пересматривая, он знает, не развиты во мне, то ему следует приложить усилий, чтобы развить. Но если, пересматривая, он знает, развиты во мне, то тогда он может пребывать счастливым и радостным, тренируясь день и ночь в благих состояниях. Далее, царепута, монаху следует рассуждать так, реализованы ли мне истинные знания и освобождение? Если, пересматривая, он знает, истинные знания и освобождение не реализованы мной, то ему следует приложить усилий, чтобы реализовать истинные знания и освобождение. Но если, пересматривая, он знает, истинные знания и освобождение реализованы мной, то тогда он может пребывать счастливым и радостным, тренируясь день и ночь в благих состояниях. Сыри Путта, любые жрецы и отшельники в прошлом, которые очищали свою еду, полученную с подаяний, делали так, постоянно пересматривая подобным образом Любые жрецы и отшельники в будущем, которые будут очищать свою еду, полученную с подаяний, будут делать так, постоянно пересматривая подобным образом Любые жрецы и отшельники в настоящем, которые очищают свою еду, полученную с подаяний, делают так, постоянно пересматривая подобным образом Поэтому, Сарипутта, вот как вы должны тренировать себя, мы будем очищать нашу еду, полученную с подаяний, постоянно пересматривая подобным образом. Так сказал Благословенный. Достопочтенный Сарипутта был доволен и восхитился словами Благословенного. Индрия Пхавана Сута, развитие качеств. Н-152. Так я слышал. Однажды Благословенный проживал в Каджангале в роще деревьев Мукхелу. И тогда Брахман Утара, ученик Брахмана Парасарии, отправился к Благословенному и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом. Затем Благословенный спросил его. Утара, учит ли Брахман Парасария своих учеников развитию качеств? Учит мастер Гатама. Но Утара, как именно он учит своих учеников развитию качеств? Мастер Гатама, вот человек не видит форм глазом, и он не слышит звуков ухом. Вот как Брахман Парасария учит своих учеников развитию качеств. Если это так, у Тара, то тогда слепой или глухой человек был бы развитым в качествах судя по тому, что говорит Брахман Парасария. Ведь слепой человек не видит форм глазом, а глухой человек не слышит звуков ухом. Когда так было сказано, Брахманский ученик Утара, воспитанник Парасарии, замолк, смутился, сидел с опущенными плечами и поникшей головой, ушел в себя и не мог что-либо ответить. И тогда, осознав это благословенный обратился к достопочтенному Ананде. Ананда, Брахман Парасарии учит своих учеников развитию качеств одним образом. Но в учении благородных высочайшее развитие качеств иное. Сейчас подходящий момент, благословенный. Сейчас подходящий момент, счастливый, чтобы благословенный научил высочайшему развитию качеств в учении благородных. Услышав это от благословенного, монахи запомнят это. Тогда, монахи, слушайте внимательно то, о чем я буду говорить. Да учитель, ответили они. Благословенный сказал следующее. И что такое Ананда высочайшее развитие качеств в учении благородных? Вот Ананда, когда монах видит форму глазом. В нем возникает приятное, в нем возникает неприятное, в нем возникает и приятное и неприятное. Он понимает так. Во мне возникло приятное, во мне возникло неприятное, во мне возникло и приятное и неприятное. Но это является обусловленным, грубым, возникшим зависимо. А это является умиротворенным, высочайшим, то есть, невозмутимость. Возникшее приятное, возникшее неприятное, возникшее и приятное и неприятное прекращаются в нем, и устанавливается невозмутимость. Подобно тому, как человек с хорошим зрением, открыв свои глаза, мог бы закрыть их, или же закрыв свои глаза, мог бы открыть их, то точно так же быстро, точно так же легко, точно так же мгновенно, касаясь абсолютно всего, возникшее приятное, возникшее неприятное, возникшее и приятное и неприятное прекращаются в нем, и устанавливается невозмутимость. Это называется высочайшим развитием качеств в учении благородных в отношении форм, познаваемых глазом. Далее, Ананда, когда монах слышит звук ухом, в нем возникает приятное, в нем возникает неприятное, в нем возникает и приятное и неприятное. Он понимает так, во мне возникло приятное, во мне возникло неприятное, во мне возникло и приятное и неприятное. Но это является обусловленным, грубым, возникшим зависимо. А это является умиротворенным, высочайшим, то есть, невозмутимость. Возникшее приятное, возникшее неприятное, возникшее и приятное и неприятное прекращаются в нем, и устанавливается невозмутимость. Подобно тому как сильный человек мог бы с легкостью щелкнуть пальцами, то точно так же быстро, точно так же легко, точно так же мгновенно касаясь абсолютно всего, возникшее приятное, возникшее неприятное, возникшее и приятное и неприятное прекращаются в нем, и устанавливается невозмутимость. Это называется высочайшим развитием качеств в учении благородных в отношении звуков. познаваем их ухом. Далее, Ананда, когда монах чувствует запах носом, в нем возникает приятное, в нем возникает неприятное, в нем возникает и приятное и неприятное. Он понимает так, во мне возникло приятное, во мне возникло неприятное, во мне возникло и приятное и неприятное. Но это является обусловленным, грубым, возникшим зависимо. А это является умиротворенным, высочайшим, то есть, невозмутимость. Возникшее приятное, возникшее неприятное, возникшее и приятное и неприятное прекращаются в нем, и устанавливается невозмутимость. Подобно тому, как со слегка наклоненного лотосового листа стекают капли дождя и не остаются на нем, то точно так же быстро, точно так же легко, точно так же мгновенно касаясь абсолютно всего, возникшее приятное, возникшее неприятное, возникшее и приятное и неприятное прекращаются в нем, и устанавливается невозмутимость. Это называется высочайшим развитием качеств в учении благородных в отношении запахов, познаваемых носом. Далее, Ананда, когда монах пробует вкус языком, в нем возникает приятное, в нем возникает неприятное, в нем возникает и приятное и неприятное. Он понимает так, во мне возникло приятное, во мне возникло неприятное, во мне возникло и приятное и неприятное. Но это является обусловленным, грубым, возникшим зависимо. А это является умиротворенным, высочайшим, то есть, невозмутимость. Возникшее приятное, возникшее неприятное, возникшее и приятное и неприятное прекращаются в нем, и устанавливается невозмутимость. Подобно тому как сильный человек мог бы с легкостью выплюнуть слюну, собранную на кончике своего языка, то точно так же быстро, точно так же легко, точно так же мгновенно касаясь абсолютно всего, возникшее приятное, возникшее неприятное, возникшее и приятное и неприятное прекращаются в нем, и устанавливается невозмутимость. Это называется высочайшим развитием качеств в учении благородных в отношении вкусов, познаваемых языком. Далее, Ананда, когда монах трогает осязаемую вещь телом, в нем возникает приятное, в нем возникает неприятное, в нем возникает и приятное и неприятное. Он понимает так, во мне возникло приятное, во мне возникло неприятное, во мне возникло и приятное и неприятное. Но это является обусловленным, грубым, возникшим зависимо. А это является умиротворенным, высочайшим, то есть, невозмутимость. Возникшее приятное, возникшее неприятное, возникшее и приятное и неприятное прекращаются в нем. И устанавливается невозмутимость. Подобно тому, как сильный человек мог бы с легкостью распрямить согнутую руку или согнуть распрямленную, то точно так же быстро, точно так же легко, точно так же мгновенно касаясь абсолютно всего, возникшее приятное, возникшее неприятное, возникшее и приятное и неприятное прекращаются в нем. И устанавливается невозмутимость. Это называется высочайшим развитием качеств в учении благородных в отношении осязаемых вещей, познаваемых телом. Далее, Ананда, когда монах познает умственный объект умом, в нем возникает приятное, в нем возникает неприятное, в нем возникает и приятное и неприятное. Он понимает так. Во мне возникло приятное, во мне возникло неприятное, во мне возникло и приятное и неприятное. Но это является обусловленным, грубым, возникшим зависимо. А это является умиротворенным, высочайшим, то есть, невозмутимость. Возникшее приятное, возникшее неприятное, возникшее и приятное и неприятное прекращаются в нем, и устанавливается невозмутимость. Представь, как если бы человек уронил две или три капли воды на железный лист, который раскалялся целый день. Падение этих капель могло бы быть медленным, но затем они мгновенно бы испарились и исчезли. Точно так же быстро, точно так же легко, точно так же мгновенно, касаясь абсолютно всего, возникшее приятное, возникшее неприятное, возникшее и приятное и неприятное прекращаются в нем, и устанавливается невозмутимость. Это называется высочайшим развитием качеств в учении благородных в отношении умственных объектов, познаваемых умом. Вот каково высочайшее развитие качеств в учении благородных. И кто такой Ананда, ученик в высшей тренировке, который вступил на путь. Вот Ананда, когда монах видит форму глазом, слышит ухом звук, чувствует запах носом, пробует вкус языком, трогает осязаемую вещь телом, познает умственный объект умом, в нем возникает приятное, в нем возникает неприятное, в нем возникает и приятное и неприятное. К этому возникшему приятному, к этому возникшему неприятному, к этому возникшему и приятному и неприятному он чувствует оторжение, отвращение, неприязнь. Вот каков ученик в высшей тренировке, который вступил на путь. И кто такой Ананда, благородный с развитыми качествами? Вот Ананда, когда монах видит форму глазом, слышит ухом звук, чувствует запах носом, пробует вкус языком, трогает осязаемую вещь телом, познает умственный объект умом, в нем возникает приятное, в нем возникает неприятное, в нем возникает и приятное, и неприятное. Если он пожелает. Если он пожелает, избегая и неотвратительного и отвратительного, пусть я буду пребывать в невозмутимости, осознанным и бдительным, он пребывает в невозмутимости к этому, будучи осознанным и бдительным. Вот каков благородный с развитыми качествами. Ананда, я научил высочайшему развитию качеств в учении благородных. Научил ученику в высшей тренировке, который вступил на путь, научил благородному с развитыми качествами. То, что следует сделать учителю для своих учеников и сострадание к ним, желая им благополучия, имея к ним сострадание, все это я сделал для вас, Ананда. Вон там, подножье деревьев. Там пустые хижины. Медитируйте, Ананда, не откладывайте на потом, иначе будете позже сожалеть об этом. Таково наше наставление вам. Так сказал благословенный. Достопочтенный Ананда был доволен и восхитился словами благословенного.